Если на начало войны смотреть с официальной точки зрения, то мы решительно ничего не поймем. В последние месяцы, недели и дни перед ерманским вторжением, руководство Советского Союза совершает какие-то ничем не мотивированные действия. Советские дивизии, корпуса и армии вроде сами подставляют себя под разгром. Они забираются в такие выступы границ, где уже в мирное время они окружены с трех сторон. Гитлеровцам остается только захлопнуть мышеловку. Советские летчики перегоняют тысячи самолетов прямо на приграничные аэродромы. В случае внезапного нападения все эти самолеты просто не успеют взлететь. Пограничники режут колючую проволоку на границах. Саперы снимают мины на пограничных мостах, открывая путь гитлеровским захватчикам на нашу землю. Над страной излучат сообщения ТАСС невероятного содержания. Наши художники рисуют плакаты, которые после германского вторжения пришлось сжечь, никому не показывая. А наши поэты и композиторы тайно сочиняют какие-то удивительные стихи и песни. Писатель Илья Эренбург в своих мемуарах рассказывает о сталинском звонке в апреле 1941 года. Сталин поинтересовался, намерен ли Эренбург в третьей части своего нового романа «Падение Парижа» описать фашистов. Эренбург ответил, что это невозможно, с Германией подписан мир, потому цензура советская не позволяет употреблять даже слово «фашист». На это товарищ Сталин ответил, а вы пишите, мы с вами постараемся протолкнуть через цензуру и третью часть. Илья Эренбург положил трубку и сказал жене, будет война. Сталин готовил к войне свою армию и народ. Он заблаговременно перевел экономику страны на режим военного времени. Он завалил приграничные леса миллионами тонн снарядов, патронов, мин и бомб. Он согнал тысячи танков и самолетов, десятки тысяч орудий, сотни тысяч и миллионы солдат к границам. Он не забыл и о морально-психологической подготовке. Но начало войны виделось товарищу Сталину не как внезапное вероломное нападение Германии, а как некий великий день. Но этот великий день так никогда и не настал. И вот мне говорят, книга твоя ненаучна, ибо ты рассказываешь о событиях, которые никогда не случились. С этим согласен. Победоносного броска к стенам Мюнхена, Гамбурга, Амстердама и Парижа не получилось. Однако случилось нечто иное. Величайший в мировой истории военный разгром. Свою задачу я вижу в том, чтобы понять причины грандиознейшей военной катастрофы во всей мировой истории. Да, полет не удался, но это не означает, что мы не должны проводить разбор полетов. Именно потому, что грандиозная затея сорвалась, мы должны анализировать причины провала. Да, Титаник не дошел до Нью-Йорка. События не случилось, но случилось другое событие. И вот именно поэтому необходимо проводить самое тщательное расследование. Что замышлял капитан и что из этого вышло. В нашем повествовании два капитана. Одного звали Иосиф, другого Адольф. У Гитлера красный флаг. И у Сталина красный флаг. Гитлер правил от имени рабочего класса. Партия Гитлера называлась Рабочей партией. И Сталин тоже правил от имени рабочего класса. Его система власти официально именовалась диктатурой пролетариата. Гитлер ненавидел демократию и боролся с ней. Сталин ненавидел демократию и боролся с ней. Гитлер строил социализм. И Сталин строил социализм. Гитлер считал свой путь к социализму единственно верным, а все остальные пути извращением. И Сталин считал свой путь к социализму единственно верным, а все остальные пути отклонением от генеральной линии. Соратников по партии, которые отклонялись от правильного пути, таких как Рен и его окружение, Гитлер беспощадно уничтожал. Сталин тоже беспощадно уничтожал всех, кто отклонялся от правильного пути. У Гитлера четырехлетний план, у Сталина пятилетние планы. У Гитлера одна партия у власти, остальные в тюрьме. И у Сталина одна партия у власти, а остальные в тюрьме. У Гитлера партия стояла над государством, страной управляли партийные вожди. И у Сталина партия стояла над государством, страной управляли партийные вожди. У Гитлера съезды партии были превращены в грандиозные представления. И у Сталина тоже. Главный праздник в империи Сталина – 1 мая, в империи Гитлера – 1 мая. Кроме того, у Сталина 7-8 ноября, а у Гитлера 8-9 ноября. У Гитлера – Гитлерюгенд – молодые гитлеровцы. У Сталина – комсомол – молодые сталинцы. Сталина официально называли фюрером, а Гитлера – вождем. Простите, Сталина вождем, а Гитлера – фюрером. В переводе это то же самое. Гитлер любил грандиозные сооружения. Он заложил в Берлине самое большое здание мира – дом собраний. Купол здания – 250 метров в диаметре. Главный зал должен был вмещать 150, а то и 180 тысяч человек. И Сталин любил грандиозные сооружения. Он заложил в Москве самое большое здание мира – дворец Советов. Главный зал у Сталина был поменьше. Зато все сооружение было гораздо выше. Здание высотой 400 метров было как бы постаментом, над которым возвышалась 100-метровая вращающаяся фигура Ленина. Солнце шло по небу, и Ленин, вытянутой рукой, все время указывал на солнце. Общая высота сооружения – 500 метров. Работа над проектами дома собраний в Берлине и Дворца Советов в Москве велась одновременно. Гитлер планировал снести Берлин и на его месте построить новый город из циклопических сооружений. Сталин планировал снести Москву и на ее месте построить новый город из циклопических сооружений. Для Германии Гитлер был человеком со стороны. Он родился в Австрии и почти до самого момента прихода к власти не имел германского гражданства. И Сталин для России был человеком со стороны. Он не был ни русским, ни даже славянином. Иногда, очень редко, Сталин приглашал иностранных гостей в свою кремлевскую квартиру. И те были потрясены скромностью обстановки. Простой стол, шкаф, железная кровать, солдатское одеяло. Гитлер приказал поместить в прессе фотографию своего жилища. И мир был потрясен скромностью обстановки. Простой стол, шкаф, железная кровать, солдатское одеяло. Только у Сталина на сером одеяле черные полосочки, а у Гитлера белые. Между тем, в уединенных местах среди сказочной природы Сталин возводил весьма уютные и хорошо защищенные резиденции крепости, которые никак не напоминали келью отшельника. И Гитлер в уединенных местах среди сказочной природы возводил неприступные резиденции крепости, не жалел на них ни гранита, ни мрамора. Эти резиденции никак не напоминали келью отшельника. Любимая женщина Гитлера, Гели Рауболь, была на 19 лет моложе его. И у Сталина с любимой женщиной, Надеждой Аллилуевой, был примерно такой же разрыв в возрасте, 22 года. Гели Рауболь покончила жизнь самоубийством. И Надежда Аллилуева тоже. Гели Рауболь застрелилась из гитлеровского пистолета, а Надежда Аллилуева застрелилась из сталинского пистолета. Обстоятельства смерти Гели Рауболь загадочны. Существовала версия, что ее убил Гитлер. Обстоятельства смерти Надежды Аллилуева и загадочны. Существует версия, что ее убил Сталин. Эти совпадения можно перечислять бесконечно, но главное в том, что Гитлер говорил одно, а делал другое, как и Сталин. Гитлер пришел к власти под лозунгом «Германия хочет мира». Затем он захватил он захватил половину Европы. А Сталин боролся за коллективную безопасность в Европе, не жалел на это ни сил, ни средств. После этого он захватил половину Европы. У Гитлера гестапо, у Сталина НКВД, у Гитлера Освенцим, Бухенвальд, Дахау, у Сталина гулах, у Гитлера Бабий Яр, у Сталина Катынь. Гитлер истреблял людей миллионами, и Сталин миллионами. Гитлер не обвешивал себя орденами, и Сталин не обвешивал. Гитлер ходил в полувоенной форме без знаков различия, и Сталин в полувоенной форме без знаков различия, возразят, что потом-то Сталина потянуло на воинские звания, на маршальские лампасы, на золотые палеты. Это так. Но Сталин присвоил себе звание маршала в 1943 году после победы под Сталинградом, когда стало окончательно ясно, что Гитлер войну проиграл. В момент присвоения звания маршала Сталину было 63 года. Маршальскую форму он одел впервые во время Тегеранской конференции, когда он встречался с Рузвельтом и Черчиллем. Мы не можем в данном вопросе сравнивать Гитлера и Сталина просто потому, что Гитлер не дожил ни до такого возраста, ни до таких встреч, ни до таких побед. А в остальном все совпадает. Сталин без бороды, но со знаменитыми усами. И Гитлер без бороды, но со знаменитыми усами. Так в чем же разница? Разница в форме усов. А еще разница в том, что действия Гитлера мир считал величайшим злодеянием, а действия Сталина мир считал борьбой за мир и прогресс. Мир ненавидел Гитлера и сочувствовал Сталину. Гитлер захватил половину Европы и весь остальной мир объявил ему войну. Сталин захватил половину Европы и весь мир слал ему приветствия. Для того, чтобы Гитлер не смог удержать захваченные в Европе страны, Запад топил германские корабли, бомбил германские города, а затем и высадил на европейский континент сверхмощную армию. А для того, чтобы Сталин смог захватить и удержать другую половину Европы, Запад подарил Сталину сотни боевых кораблей, тысячи боевых самолетов и танков, сотни тысяч лучших в мире военных автомобилей, миллионы тонн первосортного топлива, боеприпасов, продовольствия и прочего, и прочего, и прочего. Это книга об агрессивных устремлениях Сталина, о его роли в развязывании Второй мировой войны, самой кровавой бойни в истории человечества. И тут может возникнуть подозрение, разоблачая Сталина, не пытаюсь ли я обелить Гитлера? Нет, не пытаюсь. Для меня Гитлер мерзавец, преступник, злодей, людоед. Но если Гитлер был людоедом, из этого вовсе не следует, что Сталин был вегетарианцем. Брестский мир Нас приучали к этому выражению с детства, и мы его слепо повторяем, не задумываясь о смысле слов. Звучит красиво. Брест это в нашем сознании нечто героическое, а мир это вообще святое слово. Брестский мир свято и героично. Однако не надо забывать, что коммунисты не называли вещи своими именами, а правильное название означает правильное понимание. И наоборот, ложное, извращенное, фальшивое название влечет за собой и фальшивое понимание происходящих событий, то есть непонимание их. Если мы используем неправильный термин, то мы не понимаем суть вещей. Вот вам пример. Красивое иностранное слово инфляция. Так вот, если бы наши вожди не выламывались, если бы вещи назвали своими именами, не заграничная там какая-то инфляция, ведь что такое тюинфлей? Это надувать. Инфляция это надувательство. Вот если бы говорили обыкновенным русским языком, дорогие россияне, вы все младенцы, старики, невесты, женихи, столевары, хлеборобы, пианисты, кто там еще, все остальные. Вот мы вас всех планировали в прошлом году надуть, обмануть на 8%, а получилось на 15%. А вообще во времена пьяного Ельцина вот вы вас обманывали, надували вас на 100, на 200, на 300, на 1000%. Вот если бы использовался правильный бы термин, понятный народу, то у народа было бы совсем другое отношение к этому термину. Ежели этот красивый, героичный термин брестский мир назвать настоящим именем, то получилось бы что-нибудь предательство в Бресте. Измена немецкого шпиона своей родине и своим немецким хозяевам в Бресте. Этот Пюричев, Лениацин, Ленин, Ульянов или как его, он изменил и своей родине, и своим немецким хозяевам, и союзникам России. В августе 1914 года возникла мировая война. С самого начала положение Германии и ее союзницы Австро-Венгрии было безнадежным, ибо со всех сторон они окружены врагами, а ресурсов в Германии нет, природных ресурсов не хватает. Германия в то время не могла произвести достаточно продовольствия, чтобы кормить свое население, особенно если лучшая работоспособная часть молодых мужиков воюет на фронте. Кроме того, нет там множества самых необходимых для войны полезных ископаемых, без которых промышленность просто не может производить в достаточном количестве пушки, снаряды, пулеметы, подводные лодки и так далее. Так вот, Германия окружена с одной стороны Россия, у которой беспредельные ресурсы, с другой стороны, Франция. Ресурсы Франции в то время были тоже беспредельные, если учитывать ее колониальную империю. Британия. Британия это центр вообще величайшей в истории человечества колониальной империи, и британские ресурсы тоже безграничны. Великобритания, Франция, Россия со всех сторон подвоз морем в Германию невозможен, ибо британский флот блокировал все подходы в Германии. Так вот, проходит один год, проходит второй год, и в декабре 1916 года германский кайзер Вильгельм Второй, понимая, что положение Германии совершенно безнадежно, обращается к своим противникам, к России, Франции и Великобритании с предложением заключить мир. Ну, куда там, зачем же заключать мир, если и русскому царю и британским, и французским лидерам ясно, что Германия никуда не денется, зачем с ней заключать почетный мир, если через несколько месяцев она поднимет руки и сдастся безоговорочно, без всяких условий, поднимет руку и скажет, делайте, что хотите со мной. В апреле 1917 года войну Германии объявили Соединенные Штаты Америки, там не только безграничные ресурсы, там еще огромный людской контингент и кроме того самая мощная индустрия в мире. То есть Германия в апреле 1917 года кончена, все, ничего ее спасти уже не может. И вот в октябре, вернее, в ноябре 1917 года власть в России захватил Ленин и его компания. И случилось то, о чем кайзер Вильгельм II не мог даже мечтать. Армия России по приказу Ленина и Троцкого бросила купы и разошлась по домам. На линии фронта были брошены тысячи пушек и гаубиц, минометов, пулеметов, огромные склады оружия, боеприпасов, обмундирования, продовольствия. Ленинский так называемый декрет о мире был актом предательства в отношении союзников России. Ленин и Троцкий в одностороннем порядке вывели Россию из войны и сдались на милость Германии, на милость умирающей Германии. Надеяться кайзеру было уже не на что. Несмотря на капитуляцию России, положение в Германии и Австро-Венгрии продолжало резко ухудшаться, в январе 18-го года в Австро-Венгрии разразилась всеобщая забастовка в том же месяце разразилась всеобщая забастовка в Германии. Обе страны стояли на грани краха. Положение спасли русские коммунисты. Для того, чтобы Германия воевала как можно дольше, ей были необходимы стратегические ресурсы, причем в огромных количествах. И тут Ленин снова пришел на помощь своему хозяину кайзеру Вильгельму. В марте 1918 года по настоянию Ленина был подписан повторяю так называемый Брестский мир. Троцкий на что был мерзавцем, но и он восстал против этого. Ленин без боя отдал под власть Германии около миллиона квадратных километров своей территории. На этих территориях проживало 56 миллионов человек, то есть одна треть населения Российской империи. На этой территории находилось более четверти всех обрабатываемых в стране земель, самых плодородных земель, 26% железнодорожной сети, 918 текстильных фабрик, 244 химических заводов, 615 целлюлозных фабрик, 1073 машиностроительных завода. Тут выплавлялось 73% чигуна и стали, добывалось 89% угля. Немедленно началась массовая переброска хлеба, мяса и других продуктов в Германию. Без такого подарка Германия должна была сдаться в самом начале 1918 года. Где-то в районе февраля-марта Германия уже бы сдалась. Но только благодаря Ленину и его помощи кайзер Вильгельм смог продержаться еще несколько месяцев до ноября 1918 года. 27 августа 1918 года было подписано финансовое соглашение, в соответствии с которым Ленин отдавал кайзеру Вильгельму контрибуцию в размере 245 тонн золота. Условия так называемого мирного договора были не просто разорительными для России, они были убийственными. Коммунисты гордятся своим миролюбием, однако упорство, с которым они добивались мира, настолько перехлёстывает через барьеры здравого смысла, что начинает казаться подозрительным. А нам объясняют, так ведь Ленин мира хотел, чем же не пожертвуешь ради мира, дел б святое. Да не хотел он граждане мира, и программу свою объявил открыто, войну империалистическую превратить в войну гражданскую, и он своего добился. В так называемой империалистической войне во всех странах мира погибло 10 миллионов человек, и всё. А у нас в одной стране, в гражданской войне и красном терроре, погибло 23 миллиона человек. Не хотел Ленин мира, если бы он не заключил так называемый Брестский мир, в марте 1918 года, то Германия в том же месяце была бы вынуждена сдаться. Ради так называемого мира, Ленин и Троцкий отдали под иностранную оккупацию 56 миллионов своих граждан, не спрашивая их желания. Зачем этим миллионам людей мир, если в дом придут оккупанты и грабители? Ради мира, Ленин и Троцкий отдали Германии самой плодородной территории России, в результате на оставшихся территориях разразился голод. Ленин и Троцкий отдали территории, на которых производилась большая часть чугуна, стали и практически весь уголь. В то время индустриальная мощь государства определялась именно по этим параметрам. Без хлеба, мяса, золота, стали, чугуна и угля Россия просто не могла существовать. Зачем нужен мир, который означал смерть государства? В своем стремлении к миру Ленин и Троцкий распустили армию, после этого германский кайзер мог забрать не только то, что Ленин отдал ему добровольно, но и всю остальную Россию. Иными словами, мир означал безоговорочную, позорную капитуляцию перед Германией и ее союзниками. Для всех этих, казалось бы, нелепых действий Ленин и Троцкий придумали оправдание. Брестский мир был вынужден, у нас же не было армии, поэтому мы пошли на подписание этого унизительного, позорного, грабительского мира. Это объяснение поражает полным отсутствием логики. Ленин, Троцкий и вся их братья три года разлагали страну и армию призывами воткнуть штыки в землю, в ноябре семнадцатого года распустили армию, а потом объявили, что Россию некому защищать. Все эти действия кажутся противоречивыми только на первый взгляд. Официальный гимн партии Ленина интернационал, его содержание, мы разрушим старый мир и на его обломках построим новый мир. Ленин и все его последователи для разрушения существующего порядка использовали не только войну, но и мир. Для них и мир, и война это инструменты разрушения и они им пользовались одновременно. Так называемый Брестский мир это прообраз пакта Молотова-Риббентропа. Идея Ленина проста. Пусть западные страны воюют, пусть уничтожают друг друга, мы дадим слабейшей стороне все, чем она нуждается, лишь бы она не вышла из войны, пусть воюет, пусть сильнее грянет буря, говорил пролетарский писатель. Потом Сталин повторит тот же самый ленинский ход, только без таких позорных условий, пусть Германия воюет против запада, а мы будем снабжать ее всем необходимым. Но в момент, когда по приказу Ленина в Бресте подписывали так называемый мир, в Петрограде шла интенсивная работа по подготовке к свержению германского правительства. В Петрограде полумиллионными тиражами издаются германские коммунистические газеты. В январе 18-го года в Петрограде была создана германская коммунистическая группа Спартак, которая готовила свержение правительства. В ноябре 1918 года Первая мировая война завершилась. Европу поразил небывалый кризис, который охватил все сферы общественной жизни. Германия признала себя побежденной монархия. Пала, в Германии царил голод, анархия, разруха. И тут все миролюбие Ленина кончилось. и правительство Советской России через два дня после завершения Первой мировой войны 13 ноября 1918 года отдало приказ Красной Армии развернуть наступательные операции против Европы. Наши поэты ликовали. Мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови, Господи благослови. 28 июня 1919 года между побежденной Германией с одной стороны и победившими странами с другой стороны был подписан Версальский мирный договор. У победы всегда много родственников. В числе победителей кроме Великобритании, Франции и Соединенных Штатов оказались еще Боливия, Гватемала, Гаити, Куба, Эквадор, Гондурас, Либерия, Никарагуа, Панама, Перу, Уругвай и прочее, и прочее, и прочее. Все они записались в победителей. Однако по большому счету Версальский мирный договор был заключен между поверженной Германией и странами-победителями Франции и Великобританией, которые в полной мере были поддержаны Соединенными Штатами Америки. Условия, которые победители продиктовали в Версале, требовали от побежденной страны практически полного разоружения. В Германии отменялась всеобщая воинская повинность. Численность вооруженных сил устанавливалась 4000 офицеров, 96 тысяч солдат и младших командиров. Генеральный штаб был распущен, как и все военные академии. Создание нового генерального штаба и военных академий категорически запрещалось. Вооруженные силы могли комплектоваться только путем добровольного найма и использоваться исключительно для поддержания внутреннего порядка в стране. Надводный флот надлежал резкому сокращению, а подводный флот полному уничтожению. Большинство германских укреплений предстояло взорвать. Германия потеряла право иметь тяжелую артиллерию, танки, подводные лодки, военную и военно-морскую авиацию, запрещалось иметь или разрабатывать боевые отравляющие вещества, все запасы отравляющих веществ подлежали уничтожению. Босс в Германию оружие и другого военного имущества категорически запрещался. Производство оружия в Германии находилось под полным международным контролем. От Германии были отрезаны территории общей площадью в 67 тысяч квадратных километров, то есть одна восьмая часть всей территории, с населением 5 миллионов 138 тысяч человек. У Германии были отобраны все колонии. Германия была обязана передать союзникам все свои торговые суда водоизмещением более 1600 тонн и половину судов водоизмещением свыше тысячи тонн. А также четверть рыболовных судов в пятую часть речного флота. В течение пяти лет Германия была обязана строить для союзников торговые суда по 200 тысяч тонн в год бесплатно. Германия обязывалась поставлять Франции до 140 миллионов тонн угля, а Бельгии в 80 миллионов тонн, Италии 77 миллионов. Союзники получали право на льготных условиях пользоваться портами, железными дорогами и водными путями Германии. Германия была обязана выплатить астрономические суммы денег. Германия была обязана выплачивать долги до 1960 года. Версальский договор был не только чудовищно несправедливым и унизительным для Германии, он был еще и глупым. Этот договор нес в себе семена будущей Второй мировой войны. Ленин первым постиг, что Первая мировая война оставила после себя наследие динамит. Страны-победители увлеклись и обложили побежденную Германию чудовищными репарациями. Выплата огромных сумм победителям привела к жесточайшему экономическому кризису в Германии и поставила германский народ на грань голода, нищеты, на грань постоянного бедствия и вымирания. Ленин сообразил, что Версальский договор это бомба, заложенная под Европу. Германия никогда не сможет и не захочет примириться с несправедливостью. В Германии обязательно должны появиться силы, которые выступят против Версальского договора. 15 октября 1920 года Ленин заявил, порядок, который держится Версальским миром, держится на вулкане, так как семь десятых населения всей земли, которые порабощены, только и ждут, не дождутся, чтобы нашелся кто-нибудь, кто поднял бы борьбу, чтобы начали колебаться все эти государства. Ленин не знал, что этот кто-нибудь уже нашелся. Его звали Адольф Гитлер. В сентябре 1919 года этот самый кто-нибудь записался в немецкую рабочую партию и развернул борьбу против Версальского мирного договора. Эту борьбу он назвал «Моя борьба» – «Майн Кампф». После Первой мировой войны в Центральной и Западной Европе сложилась ситуация, когда большая война не могла возникнуть. Ее некому было начинать. Первую мировую войну Франция завершила в числе главных победителей. В соответствии с Версальским договором Франция получила все, на что могла претендовать. Германия выплачивала Франции огромные репарации. У Франции не было никаких причин начинать новую войну в Европе. Забота французского правительства заключалась в том, чтобы существующее положение в Европе сохранить как можно дольше. Французские генералы выбрали сугубо оборонительную стратегию. На своих границах они возводили линию Мажино, некое подобие Великой Китайской Стены. Великобритания Великобритания была в числе победителей. Великобритания не претендовала ни на какие новые территории в Европе, поэтому у Великобритании тоже не было причин начинать новую европейскую войну. Интерес Великобритании лежал вне Европы и заключался в том, чтобы сохранить колонии. Для защиты колоний и торговых путей Великобритания имела мощный флот и относительно небольшую армию для обороны митрополии и поддержания порядка в колониях. А Германия в соответствии с Версальским договором была полностью разоружена. Договор не только требовал от Германии денег для Франции, но и запрещал Германии иметь, покупать, конструировать, испытывать, производить любое наступательное оружие. Остальные государства Западной и Центральной Европы развязать большую войну не могли, так как не имели для этого достаточной экономической, политической и военной мощи, а самое главное не имели никакого желания. В этой ситуации кремлевские вожди могли вздохнуть с облегчением и полностью посвятить себя мирному строительству. Для того, чтобы война в Европе не возникла, надо было только следить за тем, чтобы Версальский договор не нарушался, чтобы Германия так и оставалась слабой, разоруженной, нищей, разграбленной. Германия была главным противником России в Первой мировой войне и наиболее вероятным противником в грядущей войне. Советская Россия не была участником Версальского договора, но он давал Советской России совершенно невероятные преимущества. В Советском Союзе можно было создавать любые образцы вооружения и боевой техники, а самый вероятный противник Германия в военном отношении не просто стояла на месте, но была отброшена далеко назад. Кремлевским вождям следовала всю мощь советской дипломатии и разведки направить на то, чтобы вскрыть и пресечь любые попытки возродить германскую военную мощь. Пусть Германия останется слабой. Если Германия не будет иметь танков, авиации, тяжелой артиллерии, отравляющих газов, подводных лодок, подготовленных подводников, танкистов, летчиков, если германские генералы будут лишены права отрабатывать на своих полигонах новые приемы и способы ведения боевых действий, если немецкие конструкторы не будут иметь возможности создавать новые образцы вооружений, заводы не будут это вооружение производить, следовательно, Германия никогда не начнет войну. Но кремлевские вожди почему-то ставили совсем другие задачи. Советские вожди поступали как раз наоборот. Всеми мерами они старались возродить германскую военную мощь. Сталин представил германским командирам все, чего они не имели права иметь. Танки, тяжелую артиллерию, боевые самолеты. Сталин выделил германским командирам учебные классы, полигоны, стрельбища. Сталин открыл доступ германским командирам на самые мощные в мире советские танковые и авиационные заводы. Смотрите, запоминайте, перенимайте. Сталин позволил германскому правительству создать тайные конструкторские бюро и учебные центры на территории Советского Союза. И вот вопрос, против кого Сталин возрождал германскую военную мощь? Ну, понятно, не против себя он готовил летчиков, танкистов, генералов на своей территории. Не против же себя он разрешил германским конструкторам конструировать танки, самолеты, подводные лодки, артиллерию, отравляющие газы на советской территории. Не против себя. Если не против себя, против кого? Ответ простой. Против всей остальной Европы. Изучение войны между Германией и Советским Союзом надо было начинать с выяснения причин германского нападения. То есть, следовало задать вопрос, а зачем же Гитлер напал? Нам объясняли коротко и просто. Гитлеру в 1941 году земля на востоке потребовалась, жизненное пространство. Вот и ринулся он то самое пространство завоевывать. Это очень странное объяснение. Дело в том, что летом 1941 года под контролем Гитлера находилась половина Франции, а вторая половина была неоккупирована и беззащитна. Нужна тебе земля, захватывай вторую половину Франции, которую никто не обороняет. Кроме того, Франция вторая по величине в мире колониальная империя. Французские колонии по всему миру никто их не защищает, бери их. А кроме этого, под контролем Гитлера Бельгия и Голландия и их колонии никто не защищает, забери их даром. Германские войска находились в то время в Югославии, в Норвегии. Война шла на севере Африки. Германские корабли вели боевые действия от берегов Уругвая до Южной Африки, до самого полярного круга. О каких землях на востоке идет речь, если у тебя земли столько, что за сотни лет их не освоить? Если идет война смертельная против Великобритании и у Гитлера нет сил защитить Берлин от налетов британской авиации, неужто в этот момент ему нечего делать, кроме как идти на восток и захватывать земли на востоке? Зачем ему Ахтырка или какой-нибудь Конотоп, если перед ним лежит незащищенный никем юг Франции? Объяснили нам, потребовались Гитлеру земли на востоке и всегда ссылались на книгу Гитлера Майндкампф. Мы хотим приостановить вечное германское стремление на юг и на запад Европы и определенно указываем пальцем в сторону территории расположенных на востоке. Этим строчкам выпала счастливая жизнь. Их цитировали миллионы раз. Тысячи политиков, дипломатов, генералов, историков, журналистов неустанно твердили эти слова. Помню, я был курсантом, лектор прочитал лекцию, а после лекции, как обычно, самые любознательные окружают лектора, задают ему вопросы, и я оттуда из задних рядов, говорю, вот, интересно бы эту книжку самому почитать, а то все цитируют одну фразу, а вот, что там еще в этой книжке, где бы ее достать, ох, как он взвеленился этот, ну, правда, я рост был небольшого, так, за плечами чужими спрятался, так, он не нашел, кто-то такой вопрос задал, провокаторский. Так вот, у нас повторяли одну фразу из этой книги, никто ее сам никогда не читал. А ведь интересная книга вообще-то. Непонятно вот что. С момента первого появления Майнкапфа в 1925 году и до самого нападения Гитлера на Советский Союз в июне 41-го года, то есть за 16 лет, одну цитату Гитлера кричали из каждого советского репродуктора. Этой цитатой стращали народ. Она вошла в программы Коминтерна и в школьные учебники. И вот после всего этого германское нападение оказалось для Сталина внезапным. Удивительно, весь советский народ знал, что Гитлеру нужны земли на востоке, а товарищ Сталин этого не знал или как? Еще вопрос, а откуда широкие народные массы данную цитату почерпнули? Ну, не из первоисточника же, до широких народных масс эту цитату, одну цитату, донесли наши великие писатели, талантливые актеры, мудрые газетные обозреватели, пропагандисты и агитаторы больших и малых рангов. Одним словом, агитпроп, управление агитацией и пропаганды Центрального Комитета Коммунистической Партии, агитпроп это инструмент Сталина. Агитпроп говорил народу только то, что было угодно Сталину. Так вот, Сталину было угодно найти в огромной книге, 700 страниц, найти одно предложение и вбить ее в народное сознание. Так может быть, Сталин не читал никогда эту цитату? И вообще, читал ли сам Сталин Майнкапф? Он читал. Скажу больше, Сталин был самым первым иностранным читателем этой книги. Первый перевод Майнкапф был сделан не на какой-нибудь, а именно на русский язык, по личному приказу Сталина. Книга была издана для руководителей партии, армии и государства. Как у нас водится, перевод делали без согласия автора, но гонорар заплатили. Правда, не сразу. Не мог Сталин платить гонорар сразу. В момент выхода Майнкапф он был не единственным лидером. Вождей в Кремле было целое свора. И вовсе не каждому был понятен смысл гитлеровского творения. А товарищ Сталин все сразу схватил, взвесил и оценил. И вот передушив соратников, Сталин выплатил гонорар автору полюбившейся книги. Количество изданных в то время на русском языке экземпляров не неизвестно. На сохранившихся экземплярах тираж не указан. Однако ясно, тираж был минимальным. И вот за штучные экземпляры Сталин щедро заплатил Гитлеру. Сколько ждал? Что, горсть бриллиантов или миллион долларов? В то время это было куда больше, чем сейчас. Может быть, дал Гитлеру килограммовый слиток золота? А может быть, целую тонну, или 10, или 100 тонн золота? Да нет, нет, нет. Разве же товарищ Сталин был мелочным? Разве скупость в его характере вовсе нет? Щедрым был товарищ Сталин. Он подарил Гитлеру весь золотой запас Германии вместе с ней самой, с ее городами, дорогами, заводами и портами, с музеями и барахолками, вместе с берлинским зверинцем, с его лебедями и медведями. Сталин подарил Гитлеру Германию вместе со всем ее народом, рабочими, крестьянами, трудовой интеллигенцией, вместе с бургомистрами и полицейскими, конвоирами и арестантами, трубочистами, врачами и скрипачами. Сталин подарил Гитлеру власть над Германией. Без Сталина не было бы Гитлера. Так, в октябре 1936 года Лев Троцкий оценил сталинскую помощь Гитлеру. Ни больше, ни меньше. Без Сталина не было бы Гитлера. Но и такого щедрого гонорара Сталину показалось мало. И 23 августа 1939 года Сталин подарил Гитлеру Польшу, а с ней и всю Европу. А ведь если бы Сталин не оценил Майнкамф, то политическая карьера Адольфа Гитлера могла завершиться в 1933 году сокрушительным поражением на выборах. А может быть бесноватый Адольф сломал бы свою шею еще раньше. Гитлеризм можно было удавить в зародыши. Долго ли послать в Мюнхен идейного борца с ледорубом? Никто и внимания не обратил бы. Один социалист другому череп проломил. Велико дело. Сколько один Сталин уклонистов извел. Но почему-то Гитлера не тронул. Гитлер был социалистом. Гитлер выступал на стороне коммунистов в 1923 году, когда коммунисты пытались взять власть 7-8-9 ноября. Гитлеровская партия в полном составе выступила на штурм капитализма в Германии. Штурм провалился, Гитлер попал в тюрьму. Это был момент, когда коммунисты пытались взять власть по приказу из Москвы и Гитлер действовал вместе с ними. Гитлер действовал под тем же красным знаменем и провозглашал те же самые лозунги. Учителем Гитлера был Федер, который писал свои книги под лозунгом «Пролетарии всех стран соединяйтесь». Так вот, Гитлер вышел из тюрьмы и тут он впал в ересь. Гитлер вдруг написал книгу, в которой сказал, что не нужно пролетариям всех стран соединяться, а нужно обеспечить счастливую жизнь пролетариату Германии за счет соседних стран и нужны земли на востоке. Еще в 1925 году Сталин объявил о том, что Вторая мировая война совершенно неизбежна и вступление Советского Союза в эту войну тоже совершенно неизбежно. Но Сталин не хотел сам развязывать войну и быть ее участником с первого дня. Он писал «Нам придется выступить, но выступить последними. Мы выступим для того, чтобы бросить решающую гирю на чашу весов, которая могла бы перевесить. Сталину нужны в Европе кризисы, войны, разруха и голод. Все это мог сделать Гитлер. Чем больше Гитлер будет творить в Европе преступлений, тем больше у Сталина будет оснований однажды пустить в Европу Красную Армию Освободительницу. Троцкий все это понимал еще до прихода Гитлера к власти. В 1931 году Троцкий объяснил отношения Сталина к германским нацистам. Пусть они придут к власти, скомпрометируют себя, а уж тогда выступим мы. Проблема заключалась в том, что Гитлеру для победы нужно было иметь абсолютное большинство голосов на выборах, а этого большинства не было. 31 июля 1932 года на выборах в Рейхстах гитлеровцы собрали 13,7 миллиона голосов, 37,3% от общего числа проголосовавших. Это был пик, после которого началось падение. За 4 месяца Гитлер потерял 2 миллиона голосов, падение продолжалось, скорость падения нарастала. Вот расклад основных политических сил в Германии на 6 ноября 1932 года. Прошли внеочередные выборы в Рейхстах. Гитлеровцы 11 миллионов 705 тысяч голосов, социал-демократы 7 миллионов 231 тысяча, коммунисты 5 миллионов 971 тысяча голосов. Грубо говоря, гитлеровцы 11 миллионов, социал-демократы 7 миллионов, коммунисты 6. Национал-социалистическая рабочая партия Гитлера попала в беду, в кризис. На первый взгляд, Гитлер победитель. Казалось бы, Гитлер самый популярный политик Германии. Бери власть! Так нет же! Абсолютного большинства у него нет. А потому власть он взять не может. Если коммунисты и социал-демократы объединятся, то у них будет не 11 миллионов голосов, как у Гитлера, а 13 миллионов. А национал-социалистическая рабочая партия Гитлера попала еще и в тяжелейший финансовый кризис. Процесс разложения гитлеровской партии пошел с нарастанием. Интересно полистать дневники Геббельса тех дней. Надежды полностью исчезли, пишет Геббельс в конце 1932 года. Нет денег, никто не дает в кредит. Мы на последнем издыхании. Все это пишет Геббельс. В своем дневнике 23 декабря Геббельс записал «Меня охватывает ужасное одиночество, схожее с тупой безысходностью». Год 1932 был сплошной чередой неудач. Его надо разбить в дребезги. Не осталось никаких перспектив, никаких надежд. Тяжелейшая ситуация, в которой тогда оказались нацисты, не была секретом и для внешних наблюдателей. Под Новый год Франкфуртерцайтунг уже радовалась развенчанию легенды о национал-социалистической рабочей партии Адольфа Гитлера. В передовой статье сообщалось «День, когда национал-социалисты представляли собой смертельную опасность, прошел. Если отвлечься от случайностей, то не так уж невероятно, что Гитлер окончит свою карьеру стариком в какой-нибудь баварской деревушке. Он будет рассказывать своим друзьям по вечерам в пивной, как он однажды чуть было не устроил переворот в германском рейхе». Ситуация. У партии Гитлера больше нет денег на пиво для штурмовиков, на коричневые рубахи, на сапоги, на знамена и факелы, на барабаны и листовки, на выпуск литературы, на проведение новой предвыборной кампании, на содержание партийного аппарата. Гитлер обдумывал два варианта действий. Первое – бегство из страны, второе – самоубийство. И это зафиксировано на бумаге, например, в том же дневнике Геббельса. Через 10 лет после кризиса сам Гитлер говорил в тесном кругу, хуже всего дела обстояли в 32-м году, когда пришлось подписывать множество долговых обязательств, чтобы иметь возможность финансировать прессу, избирательную кампанию и вообще всю партийную работу. От имени партии я подписывал долговые обязательства, создавая, что если деятельность партии не увенчается успехом, то все потеряно. В конце 1932 года песня Адольфа Гитлера была спета. Как политик он был кончен. Он пока оставался самым популярным политическим деятелем Германии, но его партия в долгах платить нечем, германский национал-социализм был обречен. Гитлера могло спасти только чудо, но чудес не бывает, поэтому Гитлера спас товарищ Сталин. Сталин не просто спас Гитлера, он вручил ему ключи от власти. Демократия так устроена, что в решающих поворотных моментах истории основную роль играют меньшинства. Происходит это потому, что история имеет неисчислимое количество вариантов развития. Пока все хорошо, люди могут соглашаться в главном. Но в моменты кризисов и обострений в обществе возникают тысячи решений и планов. Как правило, мнения делятся на диаметрально противоположное и почти пополам. В этой ситуации все решает колеблющееся меньшинство. Чуть оно подастся вправо, победят правые. Чуть оно подастся влево, победят левые. Именно такая ситуация сложилась в Германии в 1932 году. Гитлеровцы, как мы помним, на первом месте, но взять власть они не могут, недостаточно у них голосов. Социал-демократы на втором месте, они тем более не могут взять власть, а на третьем месте коммунисты. В этой ситуации судьба Германии, судьба Европы и всего мира оказалась в руках меньшинства, в руках германских коммунистов. Поддержат коммунисты социал-демократов и гитлеризм рухнет, больше никогда не поднимется. А если коммунисты выступят против социал-демократов, то рухнет социал-демократия и Гитлер возьмет власть. О самостоятельном приходе к власти коммунистам мечтать не приходилось. Оставалось два пути. Первый. Войти в коалицию с социал-демократами, победить на выборах социал-демократы старший партнер, коммунисты младший. После этого предстояло разделить портфели социал-демократам большинство министерств, коммунистам меньшинство. После поражения на выборах Гитлер сбежит или застрелится. Если нет, его посадят в тюрьму за неуплату многомиллионных долгов. Партия Гитлера рассыпется. Кому захочется состоять в обанкротившейся партии и платить ее долги после поражения, если их некому платить до выборов. Таким образом, войти в коалицию с социал-демократами означало для коммунистов и для всего мира крушения гитлеризма. После такого крушения коммунисты автоматически поднимались с третьего места на второе и делили бы власть с первой партией с социал-демократами. Был у товарищей коммунистов второй путь выступить против социал-демократов и этим открыть дорогу Гитлеру к власти. Последствия такого хода предсказать было легко. Гитлер, придя к власти, посадит в концлагеря и социал-демократов и коммунистов. Если германские коммунисты выступят против социал-демократов, то это будет означать убийство социал-демократии и самоубийство германского коммунизма. Лидеры германских коммунистов по приказу Сталина выбрали второй путь. Они не пожелали выступить социал-демократами единым блоком. Наоборот, они выступили против социал-демократов. И Гитлер пришел к власти. Вопрос. Что должен был делать товарищ Сталин в драматической ситуации начала 1933 года? Ответ простой. Ничего он не должен был делать. Без вмешательства Сталина германские коммунисты просто из чувства самосохранения должны были вступить в союз с социал-демократами. Но Сталин вмешался и своим вмешательством открыл дорогу Гитлеру к власти. Когда гитлеровцы пришли к власти, Сталин всеми силами толкал их к войне. Когда они вступили в войну, Сталин приказал коммунистам демократических стран временно стать пацифистами, разлагать армии западных стран, требуя прекращения империалистической войны с тем, чтобы дать возможность Гитлеру захватить всю Европу. Но толкая Гитлера на демократическую Европу, Сталин уже вынес ему смертный приговор. За пять лет до прихода гитлеровцев к власти Сталин уже планировал их уничтожение. Он писал, нужно разгромить фашизм, свергнуть капитализм, установить советскую власть, освободить колонии от рабства. Именно так Сталин действовал в Советском Союзе. Был Ежов, который истребил всех противников Сталина. После этого все грехи были свалены на Ежова, его действия объявлены не сталинщиной, а ежовщиной. После этого Сталин его уничтожил и всю его шайку. Именно такова политика Сталина в отношении Гитлера. Уничтожай Европу, а потом я уничтожу тебя. 22 июня 1941 года Германия внезапно и вероломно напала на Советский Союз. Это исторический факт, однако это очень странный исторический факт. До Второй мировой войны Германия не имела общих границ с Советским Союзом и потому не могла напасть, тем более внезапно. Германия и Советский Союз были разделены сплошным барьером нейтральных государств. Для того, чтобы советско-германская война могла состояться, необходимо было сокрушить барьер нейтральных государств и установить общие советско-германские границы. Каждый, кого интересует дата 22 июня 1941 года, перед тем, как проклинать Гитлера и обвинять его в веролонстве, обязан хотя бы самому себе дать честный ответ на два вопроса. Первый вопрос. Кто сокрушил разделительный барьер нейтральных государств между Германией и Советским Союзом? И второй вопрос. А зачем? Барьер был двойным и лишь в одном месте одинарным. Польша это единственная страна, которая имела одновременные границы и с Советским Союзом, и с Германией. Польша самая тонкая часть разделительной стены. Понятно, что потенциальный агрессор, который желал, чтобы советская германская война состоялась, должен был пытаться прорубить коридор именно здесь. Наоборот, та страна, которая советско-германской войны не желала, должна была всей мощью своих вооруженных сил, всей своей государственной мудростью не допустить своего противника на польскую территорию, в крайнем случае начинать войну против него еще в Польше, не допуская к своим границам. Гитлер объявила своих намерениях совершенно открыто. Но Гитлер не мог напасть на Сталина, так как не было общих границ. И вот Гитлер начинает свое движение на восток. Польша, а за Польшей будет Советский Союз. Это же просто так логично. Гитлер обращается к Сталину с предложением совместными усилиями сделать пролом в разделительной стене. Сталин с восторгом принял такое предложение и с огромным энтузиазмом ломал польскую стену, прорубая коридор навстречу Гитлеру. Мотивы Гитлера понятны. Ему нужны земли на востоке. Но чем же объяснить действия Сталина? Коммунистические историки придумали множество объяснений действиям Советского Союза. Объяснение первое. Растерзав и утопив в крови Польшу, мы двинули наши границы на запад, то есть укрепили нашу безопасность. Странное это объяснение. Советские границы были отодвинуты действительно на 200-300 километров на запад, но при этом и Германия двинулась на 300-400 километров на восток. От этого безопасность Советского Союза не повысилась, а наоборот понизилась. Но кроме того возник совершенно новый фактор общая советско-германская граница. Ведь не было раньше общей границы, не мог Гитлер напасть, а вот теперь советско-германская граница была установлена и как следствие этого появилась возможность войны между Германией и Советским Союзом, в том числе и внезапной войны. Объяснение второе. Ударив топором в спину Польши в момент ее отчаянной борьбы против нацистов, мы пытались оттянуть момент начала Советско-германской войны. Это объяснение из цикла. Мы сами преднамеренно устроили пожар в польском доме, в этом случае пожар в нашем собственном доме будет несколько позже. Удивительная вещь. Мы оттягивали войну. Как это так оттягивали, если пакт был подписан 23 августа 1939 года в Москве, а через неделю началась Вторая мировая война. Удивительно, мы ее оттягивали. Третье объяснение. Франция и Великобритания не хотели с нами заключать договор, поэтому ну чепуха, ну чепуха полнейшая. Ну почему же Франция и Великобритания должны защищать Советский Союз? Ведь Советский Союз публично провозгласил свою главную цель свержения демократии повсеместно, в том числе во Франции и в Великобритании. Великобритании и Франции по крайней мере было безразлично пойдет Гитлер на восток или не пойдет. Да им даже выгодно было, если Гитлер пойдет на восток. Поэтому почему мы ждем помощи от Великобритании и Франции. А вот Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии, Румынии было вовсе не безразлично, что там Гитлер затевает. Вот поэтому Польша, Эстония, Литва, Латвия, Финляндия, Румыния были нашими естественными союзниками. С ними нужно было искать союза против Гитлера. Но Сталин такого союза не искал. А в случае, когда пакты существовали, Советский Союз не выполнял своих союзнических обязательств. А еще Сталин без всяких пактов мог бы оставаться просто нейтральным. Но вместо этого он бил топором в спину тех, кто пытался остановить движение Гитлера на восток. Объяснение действий Сталина коммунисты придумали множество. Но все эти объяснения несут в себе два порока. Первый. Все эти объяснения придуманы задним числом. И второе. Они полностью игнорируют позиции советских руководителей. Коммунистические руководители, начиная с Карла Маркса, затем продолжая Лениным, Троцким, Бухариным, Рыковым, кончая Сталиным, четко излагали свою позицию распространения коммунизма по всей планете. Позиция Советского Союза была выражена более четко, чем позиция Гитлера. Закрушив Польшу, Гитлер проломал коридор в разделительной стене. Теперь у него появилась общая граница с Советским Союзом протяженностью 570 километров. Гитлер посчитал это достаточным и занялся своими западноевропейскими, африканскими, средиземноморскими, атлантическими проблемами. Что же должен был делать Сталин, имея перед собой пролом в разделительной стене, пролом шириной 570 километров? У Сталина было время в резерве, поэтому он должен был спешно укреплять оборону именно на этом участке. Вдоль старых границ существовала мощная линия укрепленных районов. Ее нужно было срочно укреплять и совершенствовать. Надо было создавать вторую линию обороны, третью, пятую. Нужно было срочно минировать дороги, мосты, поля, рыть противотанковые рвы, прикрывать их противотанковой артиллерии. Несколько позже, в 1943 году, на Курской Дуге Красная Армия готовилась к отражению наступления противника. За короткий срок на огромной фронте советские войска создали шесть непрерывных полос обороны одна за другой на общую глубину 250-300 километров. Каждый километр фронта, был перенасыщен окопами, траншеями, ходами сообщения, укрытиями, огневыми позициями. Средняя плотность минирования была доведена до 7 тысяч противотанковых и противопехотных мин на каждый километр фронта. А противотанковые плотности достигли чудовищного уровня. 41 орудие на каждый километр фронта, не считая полевой и зенитной артиллерии и врытых в землю танков. Так, в чистом поле в очень короткое время была создана поистине непреодолимая оборона. В 1939 году условия для обороны были гораздо лучшими. Леса, реки, болота, мало дорог и много времени. Советские войска могли создать мощный рубеж на новой советско-германской границе, благо пролом был не широк, всего 570 километров. Но в этот момент Советский Союз прекратил производство противотанковых и зенитных пушек. Вместо того, чтобы местность сделать непроходимой, ее срочно делали более доступной. Тут строились дороги и мосты, железнодорожная сеть расширялась, усиливалась и совершенствовалась. Существующие укрепления разрушались, засыпались землей. Один из участников тех событий дедушка советских диверсантов, полковник ГРУ Илья Григорьевич Старинов описывал это так. Глупое создавалось положение. Когда мы соприкасались со слабыми армиями относительно небольших государств, наши границы были действительно на замке. А когда нашим соседом стала фашистская Германия, инженерные оборонительные сооружения вдоль прежних границ оказались заброшенными и частично даже демонтированными. Он продолжает инженерное управление Красной Армии направило заявку на 120 тысяч железнодорожных мин замедленного действия. Этого количества вполне бы хватило для того, чтобы в случае вторжения германской армии парализовать все железнодорожное сообщение в ее тылах, от которого она полностью зависела. То есть взорвите железные дороги и все, никакого блицкрига не будет. Танки не могут наступать без продовольствия, без горюче-смазочных материалов, без боеприпасов, без эвакуации раненых. Невозможно им двигаться вперед, если позади все коммуникации перерублены, а снабжать их в стратегическом масштабе можно было только по железным дорогам. Так вот, заказала военно-инженерное управление 120 тысяч мин, а получила 120. А между тем, мина это самое простое, самое дешевое и очень эффективное оружие. Ведь мина не просто останавливает противника, она его еще уничтожает, отрывает ему ноги и все, что выше. Она отрывает колеса у автомашин, срывает гусеницы с танков. Производство мин в Советском Союзе было огромным, но после того, как была установлена общая граница с Германией, их производство было свернуто. Чем же занимался товарищ Сталин, кроме разрушения своей собственной обороны? Он занимался разрушением барьера нейтральных государств. Гитлеру одного пролома в стене было достаточно, а Сталину недостаточно. Гитлер с помощью Сталина уничтожил государственную власть только в одном из государств разделительного барьера в Польше. А Сталин сделал это в трех государствах в Эстонии, в Литве, в Латвии. Пытался это сделать в четвертом государстве в Финляндии и активно готовился это сделать в пятом государстве в Румынии, предварительно оторвав от нее огромный кусок территории. Гитлер стремился сделать только один пролом в стене, а Сталин сокрушить всю стену. И Сталин своего добился. Всего через 10 месяцев после подписания так называемого пакта о ненападении усилиями Сталина разделительный барьер был полностью сокрушен от Ледовитого океана до Черного моря. Нейтральных государств между Сталином и Гитлером больше не осталось и тем самым были созданы условия для нападения. Все западные соседи Сталина за это короткое время стали его жертвами. Кроме стран, которые имели границу с Советским Союзом, в рабство к Сталину, попала и Литва, которая вообще границ с Советским Союзом ранее не имела. Появление советских дивизий, корпусов и армии в Литве означало, что они вышли к настоящим границам Германии. В сентябре 1939 года советско-германская граница проходила по покоренным польским территориям. С лета 1940 года советские войска вышли к границам Восточной Пруссии. И тут уж никак нельзя сказать, что людоед Гитлер рубил коридоры на восток, а глупый Сталин ему помогал, шел навстречу ему. Нет, Сталин сам рубил коридоры на запад без посторонней помощи. Коммунистические историки пытались придумать ответ на вопрос, зачем же Сталин помогал Гитлеру рубить относительно узкий коридор через Польшу? Но убедительного ответа они не нашли. Более неудобный вопрос, а зачем Сталин сокрушил весь барьер нейтральных государств? Никто из коммунистов на этот неудобный вопрос ответа не дал и его даже никогда не поднимали. И мы не будем ломать голову слова товарищу Сталину. Он один ответил на этот вопрос четко и ясно. Цитирую. История говорит, что когда какое-либо государство хочет воевать с другим государством, даже не соседним, то оно начинает искать границы, через которые оно могло бы добраться до границ государства, на которое хочет напасть. Это слова Сталина. Возникает законный вопрос. Собиралась ли Красная Армия остановиться на достигнутых рубежах? Ответ дал народный комиссар обороны маршал Советского Союза Тимошенко. Цитирую. В Литве, Латвии, Эстонии уничтожена ненавистная для трудящихся власть помещиков и капиталистов. Советский Союз значительно вырос и продвинул свои границы на Запад капиталистическому миру пришлось потесниться и уступить, но не нам, бойцам Красной Армии, зазнаваться и успокаиваться на достигнутом. Это не речь политика и не сообщение журналиста. Это боевой приказ для Красной Армии. Западнее советских границ только Германия или союзные есть страны. Для того, чтобы сохранить в секрете свой замысел, Сталин использовал самый эффективный способ. Он объявил свои планы на весь мир. Вот слова Сталина. Решительное сражение можно считать вполне назревшим, если все враждебные нам классовые силы достаточно обессилили себя борьбой, которая им не по силам. Сталину нужна была ситуация, в которой, как выражалась газета «Правда», капиталисты грызутся как собаки. Московский пакт Молотова и Риббентропа создал именно эту ситуацию. И «Правда» газета «Правда» захлебывалась от восторга. Цитирую газету «Правда». Дрожат устои света, почва ускользает из-под ног людей и народов, пылают зарево и грохот орудий сотрясает моря и материки, словно пух на ветру разлетаются державы и государства. Как это великолепно, как дивно прекрасно, когда весь мир сотрясается в своих основах, когда гибнут могущества и падают величия. Газета «Правда» вовсе не призывала советский народ крепить оборону. Тон «Правды» был другим. Велика наша страна. Земному шару нужно вращаться девять часов, чтобы вся огромная наша советская страна вступила в Новый год своих побед. Будет время, когда ему потребуется для этого не девять часов, а круглые сутки. И кто знает, где придется нам встречать Новый год через пять, через десять лет, по какому поясу, на каком новом советском меридиане. Тон газеты «Правда» становился все более откровенным. «Разделите своих врагов, временно удовлетворите требования каждого из них, а затем разбейте их поодиночке, не давая им возможности объединиться». Гитлер решил, что ждать больше не стоит. Он развязал войну первым, не дожидаясь удара освободительного топора в спину. Но даже вступив в войну в самой благоприятной обстановке, которая когда-либо существовала для нападающего, он все равно эту войну проиграл. Даже в самой неблагоприятной обстановке Красная Армия сумела освободить пол Европы и хозяйничала в ней полвека. Интересно, как бы сложилась ситуация, если бы лучшие германские силы ушли с материка в Африку, на Британские острова, а за их спиной Красная Армия уничтожила бы единственный для Германии источник нефти в Румынии. 23 августа 1939 года в Москве между Германией и Советским Союзом был подписан Пакт об уничтожении польского государства и разделе польской территории. Польша была связана с Францией и Великобританией договорами о взаимной помощи, поэтому нападение Советского Союза и Германии на Польшу автоматически вело к европейской, а следовательно, и к мировой войне. Действительно, через одну неделю, 1 сентября 1939 года разразилась Вторая мировая война. Она явилась прямым и неизбежным следствием достигнутого в Москве соглашения. Пакт между Германией и Советским Союзом принято называть Пактом Молотова-Риббентропа. Это название вводит в заблуждение и не отражает сути случившегося. Подписанный в Москве пакт это сговор Гитлера и Сталина о ведении совместной агрессивной войны в Европе. Поэтому данный пакт по существу был пактом не Молотова и Риббентропа, а пактом Сталина-Гитлера. Кроме того, в международной практике в качестве названий пактов и договоров гораздо чаще используют не имена государственных деятелей, а название мест, где документы были подписаны. Мюнхенские соглашения, Варшавский договор, Багдадский пакт, Женевские соглашения. Поэтому в соответствии с общепринятыми дипломатическими нормами наиболее точное название пакта Московский договор 1939 года о начале Второй мировой войны. Обе стороны при дележе получили примерно равные доли. Часть Польши Гитлеру, другая часть Сталину. Уже через восемь дней после подписания Московского пакта Сталин его нарушил. Гитлер ринулся в войну против Польши в расчете на то, что его союзник Сталин сделает то же самое. Ну договорились же. Начинаем через неделю войну против Польши. Ты 1 сентября, я 1 сентября. Но Сталин обманул Гитлера. 1 сентября и в последующие две недели советские войска стояли у границ Польши, войну не вели границ и переходили. Официальное объяснение советского правительства «А мы еще не готовы к войне». Послушайте, но если Сталин был не готов к войне, он должен был объяснить Гитлеру и его представителю Риббентропу. Братцы, товарищи, господа, или как вахстан, я пока к войне не готов. Вот через две недели я буду готов, давайте нападем на Польшу не 1 сентября, ну а допустим 15 сентября. Польша зажата между Германией и Советским Союзом, никуда она не убежит, я не готов, давайте нападать не 1 сентября, ну через два месяца, ну на следующий год. Но Сталин обманул Гитлера, расписались оба, нападаем на Польшу, разделили Польшу, Сталин поставил подпись свою 58 сантиметров, Гитлер напал на Польшу, а Сталин говорит, я не готов. Что же получается? Остановите любого мальчика, любую девочку на улице и спросите, кто развязал Вторую мировую войну, и вам ответят Гитлер. Послушайте, ну ведь Сталин же подписал контракт с Гитлером, подписали в Москве, Гитлера там не было, там был Сталин. И вот Гитлер напал, а Сталин ждет. Тогда Великобритания и Франция объявляют Гитлеру войну, а за Великобританией стояли Соединенные Штаты Америки. Такую войну Гитлер выиграть уже не мог. 3 сентября 1939 года Гитлер попал в такую ситуацию, в которой победить он не мог уже ни при каких обстоятельствах. В сентябре 1939 года правительство Германии неоднократно напоминало Сталину «Давай же, нападай!» Есть масса документов, есть телеграммы Риббентропа от имени Гитлера. Он спрашивает «Ну когда же вы, когда?» Советское правительство отвечает «Не время еще, не время». На требования Германии от 3 сентября глава советского правительства товарищ Молотов ответил «Не 4, а 5 сентября». Он пишет «Мы согласны с вами, что в подходящее время будет совершенно необходимо включиться в боевые действия. Мы считаем, однако, что время еще не наступило». Германское правительство снова и снова повторяло свои требования «Мы же договорились на Польшу напасть». Но Германия получала отрицательный ответ. И только 17 сентября, когда стало совершенно ясно, что польская армия окончательно сокрушена, Красная армия вступила на территорию Польши. Гитлер напал на Польшу 1 сентября 1939 года и получил войну против Великобритании, Франции и потенциально против Соединенных Штатов Америки. Через 17 дней 17 сентября 1939 года Советский Союз сделал то же самое, тоже напал на Польшу, но никто ему войну не объявил. На первый взгляд все поровну. Половина Польши Гитлеру, половина Польши Сталину. Однако теперь Гитлер будет вынужден вести войну, которую он выиграть не может, а Сталин остался нейтральным. Гитлер разгадал намерения Сталина только в конце 1940 года. В 1941 году Гитлер нанес Советскому Союзу внезапный удар. В критической ситуации Сталин получил от Великобритании из США безвозмездную помощь, которая по размерам и качеству не имеет примеров в мировой истории. При этом роль Советского Союза в развязывании Второй мировой войны была быстро и прочно забыта. В конечном итоге Польша, ради свободы которой государства Западной Европы вступили во Вторую мировую войну, свободы не получила, а была отдано под контроль Сталина вместе со всей Центральной Европой, в том числе и частью Германии. Принято считать Великобританию и Францию в числе государств победителей. Это явная ошибка. Великобритания и Франция войну проиграли. Ведь спросите, ради чего они вступали во Вторую мировую войну? Ради свободы Польши. Получила Польша свободу? Нет. ее отдали в рабство Сталину. Так чего же, господа, чего же вы празднуете? Отчего вы причисляете себя к разряду победителей? В конечном результате Московского пакта Гитлер покончил самоубийством, а Сталин стал неограниченным властителем огромной антизападной империи, созданной с помощью Запада. При всем этом Сталин сумел сохранить репутацию наивного, доверчивого дурачка, а Гитлер вошел в историю как коварный злодей. Принято считать, что Сталин был к войне не готов, а Гитлер готов, но готов к войне не тот, кто об этом громко заявляет, а тот, кто ее выигрывает, разделив своих врагов и столкнув их лбами. 21 августа 1940 года в Мексике был зверски убит Лев Троцкий. Для таких дел в определенных кругах существует специальный термин «исполнение акта». Исполнителем в данном случае был агент советской тайной полиции испанский коммунист Рамон Меркадер, он же Жак Морнар Вандердрайн, он же Рамон Иванович Лопес. Меркадер сумел изобразить активного идейного троцкиста и проникнуть в ближайшее окружение Троцкого. Меркадер писал статьи, которые Троцкому весьма нравились. Меркадер стал своим человеком в доме Троцкого. В день убийства они были вдвоем в кабинете. Троцкий сидел за столом, перед ним была статья и он над ней склонился. Меркадер достал из-под плаща альпинистский ледоруб, размахнулся и страшным ударом проломил череп Троцкого. По показаниям охраны в суде Троцкий издал совершенно звериный вопль неутоленной ярости. Ирония судьбы. Троцкий в этот момент писал книгу о Сталине. Весь стол его был завален рукописями. Случилось то, чего никогда ранее не случалось в истории. Автор был убит по приказу главного героя своей книги. Меркадер был арестован на месте преступления. Он отказался давать показания. на следствии и суде молчал. Мексиканским судом был приговорен к 20 годам тюрьмы. 6 мая 1960 года за примерное поведение был досрочно освобожден из тюрьмы, не дотянув трех месяцев до полного срока. Меркадер был доставлен в Советский Союз и был назначен научным сотрудником института марксизма-ленинизма при Центральном Комитете Коммунистической Партии Советского Союза. Это назначение весьма красночиво характеризует как Центральный Комитет Коммунистической Партии Советского Союза, так и весь марксизм-ленинизм. Для дальнейшего развития бессмертного учения Маркса Энгельса Ленина, для усиления неразрывной связи теории и практики на фронт идеологической борьбы следовало посылать идейных борцов именно с такими наклонностями, именно с таким опытом. В ту пору шутили, что Меркадер, став научным сотрудником столь уважаемого храма науки, занят написанием многотомной монографии на тему «Альтернативные способы применения ледоруба». Коммунистическая власть могла бы не проявлять особой благодарности за подвиг Меркадера, чего стоит услуга, которая уже оказана, тем более 20 лет назад. Но нет. Немедленно по прибытию в Москву Меркадер был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая звезда» и высшей государственной награды Ордена Ленина. Следует обратить внимание вот на какой момент. Меркадер совершил зверское заказное убийство при Сталине и по заказу Сталина. После смерти Сталина новый правитель Кремля и Советского Союза Никита Хрущев публично разоблачил Сталина как величайшего преступника. И вот тот же Хрущев в самый разгар антисталинской кампании награждает сталинского агента наемного убийцу с самыми высшими знаками отличия Советского Союза. Этот пример показывает, что сам Никита Сергеевич Хрущев величайший борец за мир, прогресс и демократию не только не чурался заказных убийств, но и награждал их по самому высшему тарифу. Убийство Троцкого остается загадкой, а объяснений придумано множество. Говорили, что это преступление не имело смысла, последователей у Троцкого было весьма мало. Троцкий жил в далекой Мексике и никакой угрозы не представлял. Говорили, что убийство это личная месть Сталина, проявление сталинской паранойи. Но оставались неясности. Почему вообще Троцкий оказался в Мексике? Пика своей карьеры Троцкий достиг в октябре 1917 года. Это под его руководством был совершен государственный переворот и захват власти в Петрограде. Троцкий был фактически создателем Красной Армии и ее бессменным руководителем на протяжении всей гражданской войны. Однако уже в ходе гражданской войны он был не самым главным. Он делил верховную власть с Лениным. Постепенно Троцкого отодвигали на вторые и третьи роли. Скольжение с вершин власти набирало скорость, пока не превратилось в падение. Уже в 1923 году Троцкий возглавлял левую оппозицию в Коммунистической партии, то есть он уже был в меньшинстве. К 1927 году Троцкий потерял все. Он даже не был рядовым членом Коммунистической партии. Его изгнали со всех постов, лишили всех полномочий, должностей и привилегий. 7 ноября 1927 года великий праздник. 10 лет коммунистического переворота, который организовал Троцкий. Кстати, именно тогда Сталин придумал для этого события новое название Великая Октябрьская социалистическая революция. Ленин такого названия не знал. Он умер с пониманием того, что осенью 1917 года был совершен переворот. Так это официально и называлось Октябрьский переворот. И вот теперь через 10 лет Сталин возвел это событие в ранг Великой Октябрьской социалистической революции, записав Ленина и себя главными организаторами А Троцкого из истории вычеркнул. И вот колонны рабочих с красными знаменами идут на Красную площадь, а бедняга Лев Давыдович Троцкий стоит на тротуаре, точнее на обочине истории. Он пытался произнести речь перед колонной демонстрантов, рассказать, кто организовал переворот, но в него полетели пустые бутылки и камни. Как известно, булыжник оружие пролетариата и пустая бутылка тоже. Убить Троцкого не составляло никакого труда, охотников нашлось бы множество. Отчего же, спрашиваю я, Сталин не убил Троцкого в то время? Зачем Троцкого отпустил на волю? Зачем не убрал его? В самом начале 1928 года Сталин отправил Троцкого в ссылку в Казахстан. Через год Сталин выслал Троцкого в Турцию. И тут возникает снова тот же вопрос, а зачем? В Казахстане Троцкий был полностью изолирован и находился под контролем сталинской тайной полиции. Границы Советского Союза накрепко закрыты и убежать страны было очень даже непросто. Для Троцкого это было бы совершенно невозможно, так как он находился под постоянным контролем. От Сталина не убежишь. Но он и не проявлял такого желания. Как политический противник Троцкий был обезврежен. У него не было рычагов власти и влияния, не было денег, не было средств связи. То, что он писал, никто не публиковал. Письма Троцкого проверялись, задерживались на несколько месяцев, а в большинстве случаев просто исчезали. Сторонников Троцкого стали понемногу ставить на путь истины. Самые доходчивые наставления жестокий мордобой в темной подворотне. С этого начиналось. Это самые первые и робкие проявления сталинской неблагосклонности. Дальше ссылки, тюрьмы, пытки, публичные процессы и расстрелы. От Троцкого отшатнулись миллионы, верность Троцкому сохранили единицы. Люди вообще-то так устроены, они лезут в дружбу к тому, кто богат, силен и могуч. Но если кто-то упал с вершины власти на самое дно, то по каким-то непонятным причинам число друзей и сторонников резко сокращается. Наоборот, появляется множество желающих пнуть вчерашнего кумира. Сталин истребил миллионы людей, которых считал своими врагами или потенциальными врагами. Сталин ссылал своих противников в Сибирь, на Дальний Восток, в Казахстан, на Сахалин и Колыму, а то и прямо в расстрельные подвалы. И только одного своего врага, самого главного. Сталин почему-то из далекого Казахстана вдруг отпустил за границу, отправил на райские острова в мраморном море. В те славные годы сажали людей сотнями тысяч и миллионами и в дело писали страшные буквы КРД контрреволюционная деятельность или, что страшнее, КРТД контрреволюционная троцкистская деятельность и эта буква Т весьма осложняла и без того несладкую жизнь. Троцкистов разыскивали везде, даже там, где их не было и быть не могло. История сохранила случай, в котором трагедия густо перемешана с комедией. Судят неграмотную деревенскую женщину, обвиняют в троцкизме. Она такого термина не слышала, она не понимает его, она доказывает, что трактористкой не является, она трактор видела только в кино, нет у них в колхозе трактора. Но у следователя холодная голова и горячее сердце, и он чистой рукой уверенно выводит в ее деле страшные буквы КРТД. Если Троцкий так опасен, то Сталин мог изолировать Троцкого так, как он изолировал товарища Ленина в последние годы жизни. Ленин стал неудобен, и товарищ Сталин проявил заботу, предварительно заручившись решением Центрального комитета. На товарища Сталина возлагается персональная ответственность за обеспечение изоляции товарища Ленина. Пусть выздоравливает другой Владимир Ильич. Любые контакты Ленина с внешним миром осуществлялись через Сталина. Сталин позаботился о том, чтобы Ленина зря не тревожили, а чтобы Ленин не беспокоился лишний раз, для него выпускалась газета «Правда» в единственном экземпляре. И в ней содержалось все то, что товарищ Сталин хотел сообщить товарищу Ленину. Сталин мог такую изоляцию устроить и Троцкому, но почему-то не устраивал. А можно было бы и еще большую заботу проявить. Троцкий мог бы погибнуть на операционном столе так, как в 1925 году погиб Фрунзе, который сменил Троцкого на посту руководителя Красной Армии. У Сталина в то время было три секретаря Бажанов по светлым делам, Мехлис по полутемным делам и Григорий Канер по темным делам. Бажанов потом бежал за границу и вспоминал, что Михаила Фрунзе на операционный стол положили почти силой. Так товарищ Сталин заботился о здоровье боевого товарища. Фрунзе не зря отбивался, на операционном столе его ждала смерть. Он, видимо, об этом догадывался. Подготовкой операции почему-то занимался сталинский секретарь по темным делам Григорий Канер. Когда секретарь по светлым делам Бажанов узнал об этом, то для него все стало ясно. Итак, если Троцкий был опасен Сталину, то можно было бы позаботиться о его здоровье и также положить на операционный стол, пусть даже и силой. А еще Троцкий мог бы благополучно утонуть в озере, как в 1925 году утонул Эфраим Склянский, заместитель Троцкого по руководству Красной Армии в ходе гражданской войны. Бажанов рассказывает о том, как получил сообщение о загадочной смерти Склянского. Он поехал на рыбалку, лодку нашли перевернутой, он утонул, свидетелей не было. Бажанов рассказывает, «Мы с Мехлисом были твердо уверены, что Склянский утоплен по приказу Сталина и что так называемый несчастный случай был организован Каннером и Ягодой». Кстати, Каннера расстреляли в 1937 году, а Ягоду в 1938 году. В середине 20-х годов у Сталина уже был отлажен механизм политических убийств. А к началу 30-х годов этот механизм был доведен до высшего совершенства. 1 декабря 1934 года в коридоре Смольного был убит Сергей Миронович Киров. Дело это темное, но народ на эти события реагировал частушкой. «Ах, огурчики мои, помидорчики!» Сталин Кирова убил в коридор чайки. В темном закоулке Троцкого мог бы встретить идейный боец с ледорубом или психически неуравновешенный тип с пистолетом, но почему-то такие типы на пути Троцкого в те годы не попадались. Находясь в Казахстане, Троцкий не мог опубликовать ни строчки, но Сталин выпустил его на волю. Сталин представил ему возможность говорить и писать все, что угодно, то есть самые мерзкие вещи о Сталине. А я снова задаю все тот же вопрос, ну зачем же это Сталину было надо? И почему, выпустив Троцкого на волю, Сталин так долго тянул с убийством? В 30-е годы всех своих врагов внутри страны Сталин обвинял в троцкизме. Такое обвинение означало смерть, медленную в лагерях или немедленную в застенке. Троцкистов и тех, кого зачисляли в троцкисты, расстреливали тысячами и десятками тысяч, их гнали в лагеря сотнями тысяч и даже миллионами. При этом самого Троцкого Сталин не трогал. При этом Троцкий привольно жил на островах сказочной красоты в курортном климате, затем на юге Франции, в Норвегии и в Мексике. А потом вдруг что-то случилось и развернулась настоящая охота на Троцкого. Покушения следовали за покушениями, пока они завершились победным ударом ледоруба. Если убийство Троцкого это сталинская паранойя, то почему она так долго распространялась только на троцкистов, в подавляющем большинстве мнимых, но до определенного времени обходила самого Троцкого? И что случилось потом? Вдруг обострилась сталинская паранойя или что? После смерти Сталина новый хозяин Кремля Никита Хрущев объяснил, что у нас самый лучший в мире общественный и экономический строй, а отдельные недостатки и перекосы возникли из-за плохого характера Сталина. Хрущевские лизоблюда идею поддержали, развили, сговорили о том, что Сталин был паранойиком. При Хрущеве сталинских палачей не жаловали, кого расстреляли, кого посадили, кого выгнали с работы. Большинство отделалось легким испугом, однако орденами их больше не награждали. И тут вдруг в Москве появляется Меркадер, убийца Троцкого, исполнитель преступного замысла Сталина, и он получает из рук Хрущева высшие награды Советского Союза. Если убийство Троцкого считать проявлением сталинской паранойи, то придется признать, что и Хрущев был паранойиком, причем эта паранойя проявилась только однажды и только в отношении Троцкого, убитого 20 лет назад. В противном случае мы должны признать, что Троцкий накануне и в самом начале Второй мировой войны представлял реальную опасность не только для Сталина, но и для всего сталинского руководства. Троцкий был фанатичным сторонником мировой революции. После отстранения от власти Троцкий яростно разоблачал Сталина. Троцкий на весь мир объявлял, что Сталин предал дело мировой революции. Троцкий не понимал, что его разоблачения нужны и крайне выгодны Сталину. Своими разоблачениями Троцкий усыплял бдительность Запада. Сталин с помощью стран Запада создал в Советском Союзе самую мощную в мире военную промышленность. Сталин готовил свою армию и страну к сокрушению западной цивилизации. А Троцкий объявлял, что не надо бояться Сталина, что Сталин это серость и посредственность, что Сталин ни на что не способен, что его режим скоро рухнет, лопнет сам собой. Троцкий писал, личная диктатура Сталина явно приближается к закату. Это он объявил в ноябре 1931 года. Политики Запада помнили роль Троцкого в революции и гражданской войне. Они знали, что именно он создал Красную армию. К его мнению прислушивались Троцкий детонатор мировой революции, но обезвреженный детонатор. А Сталин, если верить Троцкому, детонатором не является, не надо бояться Сталина. Сталин не просто выпустил Троцкого из Советского Союза, но обеспечил ему рекламу на весь мир. На каждом политическом процессе в Москве вспоминали Троцкого. Своих врагов Сталин мог бы назвать любым именем, но он их упорно называл троцкистами, тем самым придавал Троцкому дополнительный политический вес. Если бы Троцкий утверждал обратное, если бы говорил, что Сталин готовит агрессивную войну, если бы Троцкий предупреждал Запада в опасности сталинского коварства, то покинуть Советский Союз ему бы никто не позволил, и звонкий удар ледорубом он получил бы еще в 1927 году, а то и раньше. Накануне, и в самом начале Второй мировой войны, Троцкий вдруг перестал писать о том, что Сталин предал дело мировой революции. Поэтому Троцкий стал ненужным. Свою миссию он выполнил. Троцкий перестал быть полезным, его теперь можно убрать. Мало того, Троцкий стал опасен. Троцкий вдруг понял игру Сталина и выступил с разоблачениями. Он вдруг принялся писать о том, что Гитлер пришел к власти благодаря помощи Сталина. Без Сталина не было бы Гитлера. Это слова Троцкого. А вот еще некоторые откровения Троцкого. Гитлер готовится к войне. Удар против Запада в более или менее близком будущем мог бы осуществиться лишь при условии военного союза между фашистской Германией и Сталиным. Это сказано Троцким в июне 1939 года. Никто в этот момент даже не мог предположить, что это возможно союз Гитлера и Сталина. А Троцкий предвидит такое развитие событий. 4 сентября 1939 года Троцкий напомнил миру, что Кремль питал нефтью итальянский поход на Абиссинию. А теперь питает нефтью войну Гитлера против Европы. Троцкий задает резонный вопрос, почему заключение пакта о ненападении между Германией и Советским Союзом вдруг обернулось войной? Ясно, пишет Троцкий, почему Гитлер открыл наступление на Польшу немедленно после объятия Риббентропа с Молотовым. Сталин хорошо знал, пишет Троцкий, что он делал. Для нападения на Польшу и для войны против Англии и Франции Гитлеру необходим был благожелательный, так сказать, нейтралитет Советского Союза плюс советское сырье. Политический и торговый договор обеспечил Гитлеру и то, и другое. Троцкий Сталин обеспечил обеспечил всем необходимым. Троцкий предупреждал не только Великобританию и Францию, он предупреждал и Гитлера. Еще в июне 1939 года, когда мало кто в мире догадывался, что через пару месяцев начнется Вторая мировая война, Троцкий проявил потрясающую прозорливость, он писал о том, что Гитлер ударит на Запад, а Сталин пожелает этим воспользоваться. Пока сам Сталин совершенно открыто оглашал свои планы, этому никто не верил, никто эти речи не воспринимал всерьез. И вдруг Троцкий понял, так ведь Сталин же не шутит. Это озарение Троцкого весьма не понравилось Сталину, и Сталин сделал решительный шаг, чтобы заставить Троцкого замолчать. Сталин убил Троцкого, и вслед за этим предсказания Троцкого вдруг стали сбываться. В мае 1940 года Гитлер действительно ударил главными силами на Запад, а Сталин решил полностью использовать преимущество своего положения. 12 ноября 1940 года в Берлин прибыл Вячеслав Михайлович Молотов, глава советского правительства и одновременно народный комиссар иностранных дел. Правая рука Сталина, второй после Сталина человек в Советском Союзе. Коммунистические историки писали, что не было никаких переговоров о разделе сфер влияния в Европе и Азии, что визит Молотова в Берлин это всего только борьба за обеспечение безопасности западных границ Советского Союза. Коммунисты объясняли, что Германия это агрессор, а Советский Союз миролюбивая держава, потому между ними в принципе невозможны подобные переговоры о разделе Европы и Азии, не говоря уж о каких-либо соглашениях. Однако нашлись люди, которые этот визит изучили весьма подробно. Вот как появление Молотова в Берлине описывает историк Сергей Солдатов. Молотов предъявил Гитлеру невероятные по империалистическому смыслу требования. Эти требования были подтверждены и посланием советского правительства Гитлеру от 25 ноября 1940 года. В этом послании излагался план раздела мира между Германией, Италией, Японией и Советским Союзом. Советский Союз требовал себе от Финляндии Печенгу и Паркала Ут. Советский Союз кроме того требовал опорных пунктов в датских проливах для выхода в Северное море. Далее опорных пунктов в Югославии на Адриатическом море. Опорных пунктов, то есть военных баз в Греции, в частности порт в Солониках. От Румынии южную Буковину, от Болгарии переход всей страны в советскую орбиту и заключение соответствующего пакта. От Турции военных баз на Черноморских проливах Босфор и Дарданеллы. Сталин требовал военных баз в Персидском заливе, переход под советское влияние стран южнее оси Баку-Батуми, то есть восточной Турции, северного Ирана и Ирака. Солдатов продолжает. Гитлер и его правительство обезумели от этих вымогательств и оставили советские претензии без ответа. Но негласно роковой ответ был все-таки дан спустя месяц и по другим каналам. Поясню. Роковой ответ по другим каналам это решение о нанесении упреждающего удара по Советскому Союзу. Гитлер и его окружение решили, если в настоящее время, когда Германия готовится к войне против Великобритании, Сталин предъявляет такие требования. Что же будет потом? В настоящее время приоткрылся доступ к некоторым шифровкам, которыми обменивались Сталин и Молотов. 13 ноября 1940 года Молотов просит указаний Сталина о Китае, о Турции, о наших интересах в Персидском заливе и Аравийском море. Сталин ответной шифровкой советует Молотову не обнаруживать нашего большого интереса к Персии. Если немцы предложат раздел Турции, то в этом случае можешь раскрыть наши карты. В ноябре 1940 года Германия находилась в исключительно тяжелом положении. Вторая мировая война продолжалась уже более года и конца ей было не видно, а у Германии нет ресурсов. Затяжная война для нее смертельна. Вечером 13 ноября в момент переговоров Гитлера и Молотова британская авиация совершила воздушный налет на Берлин, поэтому встреча начиналась в роскошном кабинете, а завершилась бомбоубежище. Этим воздушным налетом Черчилль показал Гитлеру и Сталину, что Великобритания не намерена сдаваться. Для затяжной войны Гитлеру было нужно сырье в огромных количествах, а все сырье было в руках Сталина. С одной стороны, британский флот отрезал Германию от всех заморских баз снабжения, а с другой стороны, находился миролюбивый Сталин. И Молотов в ходе переговоров постоянно напоминал Гитлеру, ты захватил Европу, так ведь это же с нашей помощью, без нашей помощи ничего бы ты сделать не смог. Понимая, что Гитлер от него зависит, Сталин применил тактику выкручивания рук. Троцкий предсказывал, что Сталин захочет полностью использовать преимущества своего положения. Вот Сталин эти преимущества и использует. Все пошло в полном соответствии с предсказаниями Троцкого. Гитлер говорил Молотову, что Германия за один год захватила так много, что на освоение захваченного ей потребуется сто лет и предлагал, если требуется пространство, то давайте двинемся на юг. Германия на юг от своих границ, а Советский Союз на юг от своих границ. Молотов с этим соглашался, но добавлял, что надо бы обсудить проблему датских проливов. Не Гитлер требовал жизненного пространства на востоке, это Молотов, а вернее Сталин требовал жизненного пространства на западе. Датские проливы стратегически необходимы Германии от того, что Германия выходит на два моря, но зачем они потребовались Сталину, ну расскажите мне. Так вот, Молотов потребовал самые стратегически важные районы Дании ее проливы под советский контроль. Гитлер говорил Молотову, пока идет война, Германия крайне заинтересована в получении из Финляндии никеля и леса. Гитлер интересовался, не готовит ли Советский Союз новую войну против Финляндии, ибо это опасно для Германии. Гитлер продолжал, если вы готовите нападение на Финляндию новое, нельзя ли ее перенести на более поздние сроки, вот кончится война. На этом Молотов отвечал, что Финляндия находится в сфере советских интересов, что Германия должна немедленно вывести свои войска из Финляндии, что мы захотим, то с Финляндии и будем делать. Другими словами, Гитлер говорил, что Германия не может жить и воевать без никеля и леса, которые идут из Финляндии, и просил пока Финляндию не трогать. Гитлер говорил, что Германия полностью зависит от нефти, которая поступает из Румынии, что Германия будет защищать румынские нефтяные промыслы при любых условиях. Это сердце и аорта Германии. Гитлер намекал на то, что Советскому Союзу было бы неплохо отвести угрозу от румынской нефти. Советский Союз уже захватил Северную Буковину, кусок территории, который принадлежал Румынии. Этим захватом Советский Союз нарушил соглашение о разделе сфер влияния. На это товарищ Молотов отвечал, что да, правда, мы оторвали от Румынии кое-что, и действительно, тем самым мы нарушили с тобой Гитлер договор. Но этого нам мало. Мы взяли Северную Буковину, нам бы еще и Южную хотелось. Не предусматривалось это разделом Европы, который был подписан Молотовым и Риббентропом в 1939 году, год назад. Но Советскому Союзу показалось мало, и он нарушил соглашение. Гитлер говорит, что нехорошо соглашение нарушать. Товарищ Молотов отвечал, что да, действительно, нехорошо соглашение нарушать, но куда мы пришли, там мы и останемся. А кроме кусков Румынии Советский Союз желает еще и Болгарию. Судьба Румынии и Венгрии, продолжал Вячеслав Михайлович Молотов, тоже интересует Советский Союз, и ни при каких обстоятельствах мы от этого не откажемся. Советскому Союзу достаточно своей нефти. Советскому Союзу румынская нефть не нужда своей хватает. А для Германии Румыния единственный достойный упоминания источник нефти. Гитлер пытался договориться, на что получил ответ Молотова, а мы на румынскую нефть тоже претендуем. Гитлер напомнил Молотову, мы же о разделе Европы договорились. На это Молотов отвечал, да то старые дела, да год же назад это было. Пора новый передел Европы устроить в пользу Советского Союза. Цитирую слова Молотова. СССР считает прошлогодние соглашения выполненными, теперь пришло время говорить о более широком соглашении между Советским Союзом и Германией, то есть то, что мы раньше договаривались, давай забудем, нам новые куски нужны. В ходе переговоров Молотов не поднимал вопросов о безопасности Советского Союза. Это Молотова вообще не интересовало, то есть это и Сталина не интересовало, ведь не Молотов вел переговоры, Молотов это только рупор Сталина, без Сталина Молотов не сказал бы ни единого лишнего слова. Так вот Сталина безопасность Советского Союза не интересовала никак, эти вопросы в ходе переговоров просто не поднимались. Сталина интересовал Иран и Ирак, Финляндия, советские базы в Черноморских проливах, базы в Датских проливах и прочее, и прочее. Вопросы безопасности Германии от советской угрозы поднимал Гитлер, но ничего утешительного в ответ не получил. Утром 14 ноября 1940 года Молотов отбыл в Москву, а через две недели 25 ноября германскому послу в Москве было сделано заявление, в котором были подтверждены все требования, которые Молотов высказал в беседах с Гитлером и Риббентропом. В августе 1939 года Гитлер и Сталин руками Риббентропа и Молотова разделили Европу между Германией и Советским Союзом. Прошел год. Советский Союз нарушил договоренность, захватил больше того, что ему полагалось, но и этого было мало. Гитлер только готовился к большой войне с Великобританией, а Сталин уже потребовал новые территории в Европе, причем те, от которых полностью зависела экономика Германии и ее вооруженные силы. Если Германия будет истощена войной против Британии, что же тогда потребует Сталин? Гитлер нашел ответ на все сталинские требования. Выдающийся британский теоретик стратегии Литтлгард говорит, после отъезда Молотова Гитлер собрал некоторых своих подчиненных и ясно дал им понять, что собирается напасть на Советский Союз. Для чего предназначался первый стратегический эшелон? Надо иметь в виду возможность одновременного проведения на театре войны двух, а то и трех наступательных операций различных фронтов с намерением как можно шире стратегически потрясти обороноспособность противника. Народный комиссар обороны маршал Советского Союза Тимошенко 31 декабря 1940 года. Повторим кратко состав первого стратегического эшелона. В нем всего 16 армий, 63 корпуса, как входящих в состав армии, так и отдельных. Общее количество дивизий 170. Самая мощная из этих армий почему-то не на германской, а на румынской границе. Две горные армии готовы отрезать Румынию и ее нефть от Германии. Из всех этих 63 корпусов 5 воздушно-десантные, 1 морской десантный и 2 горно-стрелковых. Какова же общая задача первого стратегического эшелона? Слово советским маршалам. Маршал Советского Союза Егоров считал, что в войне будут участвовать десятки миллионов солдат, которых предстоит мобилизовать. Он предлагал не дожидаться окончания мобилизации, а начинать вторжение на территорию противника в момент объявления мобилизации. Для этого следовало уже в мирное время в первом стратегическом эшелоне иметь так называемые группы вторжения. Их задача как только мобилизация объявлена, немедленно перейти границу и тем самым сорвать мобилизацию противника и прикрыть развертывание Красной Армии, давая возможность главным силам развернуться и вступить в войну в наиболее благоприятных условиях. Все это маршал Советского Союза Егоров изложил в докладе начальника штаба Рабочей Крестьянской Красной Армии от 20 апреля 1932 года. Маршал Советского Союза Тухачевский с этим категорически не соглашался. Он считал, да, надо проводить немедленно вторжение на территорию противника, однако не группами вторжения, а целыми армиями. Армии вторжения следует создать еще в мирное время и держать их у самых границ в составе первого стратегического эшелона. Тухачевский писал, состав и дислокация передовой армии должны в первую очередь подчиняться возможности перехода границы немедленно с объявлением мобилизации. И далее, механизированные корпуса должны располагаться в 50-70 километрах от границ, с тем, чтобы с первого момента мобилизации сразу же перейти границу. Тухачевский и Егоров, конечно, ошибались, их пришлось расстрелять, а на вершину военной власти поднялся властный, жестокий, несгибаемый Жуков. Меньше всего он был расположен к абстрактным размышлениям. Он был практиком. В августе 1939 года Жуков провел потрясающую по внезапности, скорости и дерзости операцию по разгрому 6-й японской армии. Немедленно после подписания пакта Риббентропа и Молотова советское руководство принимает решение о разрушении всего, что предназначалось для обороны западной границы. Начинается развертывание мощных ударных формирований. Жуков получил под свое командование самый важный и самый мощный из советских округов Киевский. Затем Жуков был поднят еще выше на пост начальника генерального штаба. И вот тут генеральный штаб сделал теоретический вывод исключительной важности. Выполнение задач армии вторжения необходимо возложить на весь первый стратегический эшелон. Все 16 армий первого стратегического эшелона, 63 корпуса и все 170 дивизий, которые входили в его состав, предназначались для вторжения. Самое интересное в том, что первый стратегический эшелон не только получил задачи осуществить акцию вторжения, но уже и приступил к ее выполнению. Под прикрытием сообщения ТАСС от 13 июня 1941 года весь первый стратегический эшелон двинулся к границам Германии и Румынии. В первом стратегическом эшелоне было всего около трех миллионов солдат и офицеров. Мощь первого стратегического эшелона стремительно нарастала. Маршал Советского Союза Куркоткин рассказывает, воинские части, убывающие перед войной государственной границы, увозили с собой весь неприкосновенный запас обмундирования и обуви. Это сказано в книге «Тыл советских вооруженных сил» в Великой Отечественной войне. Тут же маршал говорит, что в резервах центра практически никакого обмундирования и обуви не осталось. Это означает, что дивизии, корпуса и армии тащили с собой одежду и обувь на миллионы резервистов. В расчете на что, кроме немедленного призыва миллионов. Говоря о мощи первого стратегического эшелона, нужно говорить не только о том, сколько миллионов солдат в нем было, надо вспомнить и те миллионы, которые Гитлер не позволил призвать, одеть и обуть вблизи границ. Окончательное решение о выдвижении первого стратегического эшелона к государственным границам было принято 13 мая 1941 года. На следующий день было принято решение о насильственном выселении жителей западных приграничных районов. Войска подходили к границам через несколько дней, когда там жителей уже не было. Остановка первого стратегического эшелона при подходе к государственным границам не предусматривалась. Вот почему советские пограничники расчищали проходы в своих заграждениях до самых пограничных знаков. Когда-то давно, много лет назад, меня учили анализировать информацию. Для нас любая информация распадалась на четыре мощных раздела военная, военно-политическая, военно-экономическая и военно-техническая. На преподавателей мне всегда везло, всегда попадались люди мудрые, знающие и требовательные. И они мне доходчиво втолковали, что работа разведчика-аналитика дел нехитрое, и большого ума тут не надо, и каких-то особых умственных способностей тоже не требуется. Главное упорство, весь секрет ремесла в том, чтобы в любой цепи событий или в любом достаточно большом числе цифр и фактов найти закономерность, некое правило. Вот и все. Правда, это простое дело несколько осложнялось мелким неудобством, а неудобство заключается в том, что любое правило имеет исключение. И вот на этих исключениях можно очень серьезно погореть. Ты выдаешь прогноз развития событий, а они потом случаются не в соответствии с правилом, а в соответствии с исключением. И тебе тогда скажут, эх ты, предсказатель, тимирязер. А в военное время за такие предсказания, за такой прогноз развития событий могут и к стенке поставить. И в то же время учили меня. Исключение это самое главное в нашей работе. Это изюминка. Это самое интересное. Вот ты видишь, идет все по правилу, 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 оп, исключение, и снова все пошло по правилу. Обрати внимание на это исключение. За ним всегда что-то кроется, всегда можно найти что-то очень, очень интересное. И вот я ради тренировки решил сам для себя искать такие правила, в которых нет исключений. Нет, даже не так. Я решил искать такие правила, в которых не только нет исключений, но и не должно быть никаких исключений. Это не так просто. вот попробуйте сами найти правило, в котором нет и не должно быть исключений. Одно такое правило мне удалось найти. И заключается оно вот в чем. Если экономику государства поставить под контроль очень узкой группы лиц, эта группа будет всегда и везде искать и находить врагов. Внутри страны и за рубежом. Это легко обосновать логически. Каждый день, каждый час, каждую минуту миллионы, десятки и сотни миллионов людей должны принимать миллионы и миллиарды решений где, как, когда и что делать. А узкая группа людей в Москве, в Пекине, в Гаване и вообще где угодно узкая группа не способна думать за всех и принимать одновременно миллиарды решений. Если сконцентрировать экономическую власть в руках узкой группы людей, то экономика будет неэффективной. И этой группе придется объяснять народу причину нехватки мяса, молока, обуви, керосина и всего остального. Самый простой и единственный способ объяснить экономические неурядицы и провалы происками врагов, буржуазные вредители мешают. Нет мяса, правильно, товарищи? Это от того, что на наших границах враги точат ножи, топоры и зубы. Короче говоря, плохому руководителю всегда враги мешают. И примеров тут необозримое бездонное множество. Куба, Северная Корея, Вьетнам, Румыния и у нас в Советском Союзе нехватку всего объясняли происками буржуазных вредителей. А когда истребили всех буржуазных вредителей и даже всех потенциальных буржуазных вредителей, то стали объяснять происками внешних врагов. Итак, я нашел правило, в котором нет и не должно быть никаких исключений. Но радоваться мне пришлось очень даже недолго. Прошло всего пять дней и вот на лекции по истории военного искусства мне рассказывают, что 13 июня 1941 года московское радио передало странное сообщение ТАСС. Смысл сообщения? Ходят упорные слухи, что Германия желает напасть на Советский Союз. Это чепуха, товарищи. Германия не желает нападать на Советский Союз. На следующий день, 14 июня 1941 года, все центральные советские газеты опубликовали это сообщение, а еще через неделю Германия совершила нападение на Советский Союз. Всем было ясно, кто был автором этого сообщения. Авиаконструктор Озеров, например, сидел в тюрьме. Все конструкторское бюро Туполева сидело в тюрьме. Товарищи создавали новый пикирующий бомбардировщик, лучший в мире. И вот им в тюрьме было ясно, что никакой это не ТАСС, это говорит Сталин. Никто в Советском Союзе, никакое ведомство, никакая организация не могли бы взять на себя смелость объявить на весь мир, что никто нам не угрожает, что вот Германия не намерена на нас нападать. Есть и другие доказательства того, что автором сообщения ТАСС был сам товарищ Сталин и только он. Вину за передачу сообщения ТАСС Сталин мог бы в удобное для себя время взвалить на любого из своих соратников, но Сталин никогда никого за это сообщение не наказал, никого не обвинил. После войны Сталин чистил телеграфное агентство Советского Союза ТАСС, чистил в смысле расстреливал руководителей, но снова никому из них не было предъявлено обвинение в передаче этого сообщения. Сталин никого не обвинил, поэтому всю ответственность перед историей он принял на себя лично. После войны наши генералы, адмиралы, маршалы, историки, политики долго и зло издевались над этим сообщением ТАСС и над Сталином, а за рубежами нашей страны и сейчас находится множество любителей зубоскалить. Для меня же лично это сообщение ТАСС не является смешным. Я не генерал, не адмирал, не маршал, не историк и не политик. Я простой советский аналитик. Для меня это сообщение ТАСС является исключением из правила. Это вопиющее исключение. Сообщение ТАСС никак не вяжется не только с характером Сталина, но и с центральной идеей всей коммунистической мифологии. Любой коммунистический тиран, а Сталин особенно, всю свою жизнь повторял простую и понятную фразу «враг не дремлетт». Эта магическая фраза позволяла объяснить отсутствие мяса в магазинах и освободительные так называемые походы, и цензуру, и пытки, и массовые чистки, и тюрьмы, и концлагеря, и закрытую границу, и вообще все, что угодно. Фразы «враг не дремлетт». Мы окружены врагами. Это не только идеология, это острейшее оружие партии. Этим оружием были уничтожены все и всяческие оппозиции, установлены и упрочены все коммунистические диктатуры. Только однажды в истории всех коммунистических режимов глава самого мощного из этих режимов заявил на весь мир, что угрозы агрессии не существует. Давайте же не считать сообщение ТАСС глупым, давайте считать это сообщение странным, непонятным, необъяснимым. Давайте постараемся понять смысл этого сообщения. Сообщение ТАСС от 13 июня 1941 года никак не вяжется ни с самой обыкновенной человеческой логикой, ни даже элементарной бытовой психологией. Вот представьте себе, вы считаете, что кто-то намерен на вас напасть. Об этом вы можете заявить своим друзьям, знакомым, милиции, вы можете объявить в прессе, мне угрожают, и если со мной что-то случится, то это дело рук злодея Иванова. Но если вы считаете, что никто не намерен на вас нападать, будете ли вы бегать по улицам и кричать, никто не намерен на меня нападать, будете ли вы помещать объявление в газете. А вот Сталин такое поместил. И мне говорят, это паранойя, это мания преследования. Обождите, граждане, товарищи, какая же здесь мания преследования? Здесь необыкновенная мания непреследования. Сообщение ТАСС это исключение не из одного правила, а из множества правил. Сталин это самый молчаливый тиран в истории человечества. Его речи предельно коротки, предельно лаконичны, и если можно помолчать, он молчал. Человек, который знал Сталина лучше других, его личный секретарь Борис Бажанов так описывал Сталина скрытен и хитер чрезвычайно. Он в высшей степени обладал даром молчания и в этом отношении был уникален в стране, где все говорили слишком много. И никак не понятно, кому же Сталин обращается. Вот помещает он сообщение «ТАСС-Гитлер не желает на нас нападать». Если нужно обратиться к Красной Армии, то нужно просто вызвать товарища Тимошенко, наркома обороны, товарища Жукова, начальника генерального штаба, поставить им задачу, и они по своим каналам тихо, мирно объяснят, кому положено. Расслабьтесь, успокойтесь, никто на нас нападать не забирается. Если это сообщение нужно передать нашим дипломатам, послам, вызывай товарища Молотова и говори «Вот передай такое-то сообщение». Есть тайные каналы, по которым можно довести любое сообщение. Зачем звонить во все колокола? Зачем кричать на весь мир? Гитлер не желает на меня нападать. И вот я решил вот этот клубок распутать, найти решение. Сам для себя, просто мне интересно. Меня учили. Вот есть правило, 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 а есть исключение. Разберись с этим исключением. Вот, разбираюсь с этим исключением. С чего начинать? Ясное дело, надо было прежде всего найти это сообщение ТАСС и его прочитать самому. Начинаю искать. Вот сейчас это, конечно, хорошо. Открываешь любой учебник, тут справочников множество. Открываешь и читаешь. А вот вы обратитесь к литературе моего времени и попытайтесь найти сообщение ТАСС. Все смеются, все над ним издеваются, все цитируют три предложения. А где полный текст? А полного текста нигде нет. Уже находясь здесь, на западе, я это сообщение нашел. И сразу же понял, что множество комментаторов, которые смеялись, которые издевались над этим сообщением, его никогда сами не читали. Им дали три строки, и вот над этими тремя строчками они издевались. И видно это невооруженным глазом, ибо это сообщение, а все они повторяли заявление ТАСС. Небольшая разница, правильно, разница небольшая, но она указывает на то, что сами-то они его не читали. И было оно передано по радио 13 июня, опубликовано в печати 14, поэтому нужно говорить не заявление ТАСС от 14 июня, а сообщение ТАСС от 13 июня. Но это мне ясно сейчас. А тогда, когда у меня нет этого сообщения в руках, нет его, что мне делать? И я решил идти другим путем. Итак, я хочу разобраться, хочу уяснить смысл сообщения ТАСС от 13 июня 1941 года, но текста у меня нет. Что же делать? Выход простой. Нужно собрать любые сведения об этом дне 13 июня 1941 года. Все, что случилось в этот день, перед ним, после него, может пролить свет на эту загадку. И я начинаю искать. Книг военных у нас выпускалось огромное количество. мемуары генерала. Открываю. Генерал-лейтенант Бирюков. В то время он был генерал-майором, командиром 186-й стрелковой дивизии 62-го стрелкового корпуса Уральского военного округа. Вот он, допустим, пишет. 13 июня 1941 года мы получили из штаба округа директиву особой важности, согласно которой дивизия должна была выехать в новый лагерь. Новый лагерь в кавычках. Адрес нового расквартирования не был сообщен даже мне, командиру дивизии. И только проездом в Москве я узнал, что наша дивизия должна сосредоточиться в лесах западнее Идрицы. Вот такое сообщение. Это как обухом по голове. Итак, 13 июня в тот самый день дивизия полностью укомплектованная по штатам военного времени в дивизии 14800 человек получает директиву особой важности. В тот время я уже представлял, что такое ОВ особой важности. Многие наши дивизии за всю войну не получали сообщений особой важности. секретно или совершенно секретно. А ОВ овечка это вещь очень очень необычная. Итак, вот дивизии дают приказ выехать в новый лагерь. Но почему это должно быть секретно? Да это и не секретно и совершенно секретно. Это сов секретно ОВ. Ого, в новый лагерь они едут. А в какой лагерь неизвестно никому даже командиру дивизии. Тут что-то не так. Открываю историю Уральского военного округа. Если эта дивизия 186 шла с Уральского военного округа, начинаем разбираться, может быть там было что-то еще. Правильно, читаю. Первый приступил к погрузке 112-я стрелковая дивизия. Утром 13 июня с маленькой железнодорожной станции отошел эшелон. За ним пошли другие эшелоны. Затем началась отправка частей 98-й, 153-й и других дивизий. К отправке готовились 170-я и 174-я дивизии, артиллерийские, саперные, зенитные и другие части. Стоп! 2-3 дивизии и 2-3 корпусных артиллерийских полка это стрелковый корпус, а 2-3 корпуса 4-5 это уже армия. В данном случае из Уральского военного округа на запад в Белоруссию перебрасывалась 22-я армия. Дальше смотрю. Генерал армии Штеменко сообщает перед самым началом войны под строжайшим секретом в пограничные округа стали стягиваться дополнительные силы из глубины страны на запад перебрасывались 5 армий. А генерал армии Иванов добавляет одновременно с этим к передислокации готовились еще 3 армии. Один вопрос я уяснил, но вместо него возникло множество других вопросов. Что представляли собой эти армии? Какова их история? Когда они возникли? Кто ими командовал? Откуда и куда каждая из них направлялась? И что такое 8 армий в масштабе вооруженных сил Советского Союза? Сколько всего у нас было армий? И почему все 8 армий не двинули одновременно границы? Почему в 2 этапа сначала 5 армий, а потом еще 3? На последний вопрос-ответ я нашел достаточно быстро. Дело в том что в феврале в марте апреле мае была проведена грандиозная тайная переброска советских войск на западе. Весь железнодорожный транспорт страны был вовлечен в эту колоссальную тайную операцию. Она завершилась вовремя, но десятки тысяч вагонов должны были вернуться на тысячи километров назад. Поэтому 13 июня когда началась новая сверхмощная грандиозная небывалая тайная переброска войск всем восьми армиям просто не хватило вагонов. Вот поэтому 5 армий сначала а еще 3 готовятся к переброске. Масштабы того что происходило в феврале марте апреле и мае мы представить почти не можем. есть только отрывочные сведения. Вот допустим бывший заместитель народного комиссара государственного контроля Ковалев вспоминал в мае в начале июня транспортная система Советского Союза перебросила 800 тысяч резервистов на запад. Эти переброски мы осуществили скрытно. Вот такое заявление. Возьмите ради эксперимента соберите вместе 800 тысяч мужиков, оденьте их в военную форму, посадите в эшелоны и перебросьте на 2-3 тысячи хотя бы километров. Так, чтобы никто не заметил. Вот в империи товарища Сталина такие вещи вполне проходили. Маршал Советского Союза Баграмян описывает только небольшой кусочек того, что происходило весной 41-го года, только в одном киевском особом военном округе. Вот его рассказ. 25 мая 1941 года в состав войск нашего округа прибыло управление 31-го стрелкового корпуса с Дальнего Востока. 10 тысяч километров на Дальнем Востоке существовал Дальневосточный фронт, но оттуда войска перебрасывали в мирные округа. Почему-то. Баграмян продолжает. Во второй половине мая мы получили директиву генерального штаба, в которой предписывалось принимать из Северокавказского военного округа управление 34-го стрелкового корпуса, 4 полностью укомплектованных стрелковых дивизии и одну горно-стрелковую. Предстояло в короткий срок разместить почти целую армию. В конце мая это цитата Баграмяна в конце мая в округ стали прибывать эшелон за эшелоном оперативный отдел штаба округа превратился в подобие диспетчерского пункта куда стекалась вся информация у прибывающих войска. Такова обстановка была в мае в начале июня и именно в этой обстановке 13 июня 1941 года началась новая небывалая тайная перегруппировка советских войск которые должны были образовать второй стратегический эшелон Красной Армии. Что же представляли собой эти армии? И тут я снова попал в глубокий глухой тупик. Дело в том, что каждая достаточно мощная сумма знаний превращается в науку только в том случае, если эти данные систематизированы. Вот допустим, человечество знало очень много о городах и странах, о горах и реках, о морях и океанах. Однако вся эта колоссальная сумма знаний наукой не являлась до тех пор, пока не были изобретены географические координаты. Вот когда географические координаты изобрели, тогда география превратилась в точную науку. Вот именно так в нашей стране изучалась военная история, Второй мировой войны. Огромное количество фактов, однако, они наукой не являлись и до сих пор они наукой не являются, ибо на государственном уровне все эти знания не систематизированы, никто никогда не собирался приводить их в какую-то систему. Вот попробуйте найти официальные данные, я повторяю, официальные. Дело в том, что сейчас достаточно много любителей военной истории, которые на свой страх и риск собирают эти данные по крупицам и сводят их в какие-то таблицы, приводят их к какой-то системе, но на государственном уровне до сих пор ничего не делается. Вот пример. Выдвигаются из глубины страны восемь армий. попробуйте найти где-нибудь изданное официально справочник, в котором бы на одной странице были собраны сведения, номера этих армий, кто командовал этими армиями, состав этих армий, когда эти армии были созданы, сколько людей было в этих армиях, сколько было танков, откуда и куда они направлялись. Повторяю, любители это делают, государство, если это делает, то вся эта информация засекречена. И вот я эту информацию в давние времена начал собирать. Итак, номера армии 16, 19, 20, 21, 24, самый большой номер 28. В этом ряду есть несколько пробелов. Самый первый вопрос. Почему бы мне не составить схему, структуру Красной армии? Вот находится народный комиссар обороны. Ему подчиняется. Кто ему подчиняется? Ему подчиняется военные округа. Сколько их было? Вот в то время, в 60-е, в 70-е, в 80-е годы, пока существовал Советский Союз, нигде никогда не было списка опубликовано. Вот 16 военных округов, один фронт на Дальнем Востоке и 16 военных округов. 8 округов имели границы с иностранными государствами не имели. Вот 16 военных округов, имена генералов, которые стояли во голове этих округов. И еще сколько у нас было армий, кто этими армиями командовал. Начинаю по крупицам собирать. Вот Северокавказский военный округ. Командующий генерал-лейтенант Конев Иван Степанович. Хорошо, запомним, очень легко запомнить, это будущий маршал Советского Союза. Орловский военный округ, генерал-лейтенант Требезов, запомним. Приволжский генерал-лейтенант Герасименко. Не так все эти сведения было легко найти. По огромному количеству книг разбросаны эти сведения как крупинки в тысячах тонн шлака. Это прав поэт Маяковский, что единственного слова ради нужно перелопатить тысячи тонн словесной руды. Собираю, собираю, собираю. Уральский военный округ генерал-лейтенант Ершаков, Сибирский военный округ генерал-лейтенант Калинин, Архангельский генерал-лейтенант Качалов. Ну, чудесно, все собрал я. Теперь, сколько у нас было армий? Начинаю разбираться, сколько же их было. И вдруг передо мной открывается совершенно удивительная картина. В начале 1939 года во всей Красной Армии всего было две армии общевойсковых. Были дивизии, были корпуса, но вот армии было две. И обе на Дальнем Востоке. Первая Краснознаменная и вторая Краснознаменная армия. А на Европейской территории Советского Союза не было ни одной армии. На Урале ни одной, в Сибири, ни одной, в Забайкале ни одной армии. И вот в конце августа Сталин подписывает с Гитлером договор. Подписывается пакт о ненападении, как они говорят. И немедленно в сентябре 1939 года Сталин формирует 11 новых армий и все на западной границе. Отчего же наша история не систематизирована? Отчего наша военная история не является наукой? Да от того, что если бы кто-то официально на одном листе поместил сведения об наших армиях, вот допустим третья армия сформирована в сентябре 1939 года, четвертая в сентябре, пятая в сентябре, шестая в сентябре 1939 года, сразу любому нормальному человеку стало бы ясно, что не все тут так просто. Ведь смотрите, пока Гитлер был врагом, пока Гитлером пугали детей и взрослых, армии у нас не было. Но вот с Гитлером подписали пакт, и тут же Сталин формирует 11 новых армий на границе Германии и ее союзников. Вот если только эти данные собрать вместе и опубликовать на одной странице, сразу же рушится миф о том, что Сталин поверил Гитлеру. Ничего себе доверие. Вот пока был Гитлер врагом, не было армии, а подписали договор, и сразу же Сталин разворачивает 11 армий. В 1940 году Сталин развернул еще 4 армии. Ранее развернутые армии перемещались с одного района в другой, некоторые из них почему-то вдруг исчезали, но общая картина такова. Ранней весной 1941 года на западных границах Советский Союз имел все так же 11 армий. И вот в апреле и мае вдруг в первом стратегическом эшелоне Красной армии появляются еще 4 новых армии и становится на наших западных границах 15 армий. Кроме того, 13 июня начинается выдвижение еще 8 армий. Одна из них, 18-я, сразу же перебрасывалась в первый стратегический эшелон и в нем становилось сразу 16 армий, а 7 других армий формировали второй стратегический эшелон. Итак, что такое 8 армий в масштабе вооруженных сил Советского Союза? Общая картина такова. Всего у Сталина 28 армий, 5 из них на Дальнем Востоке, 16 армий составляют первый стратегический эшелон, и еще 7 армий выдвигаются из глубины страны, чтобы организовать второй стратегический эшелон. Итак, на всех остальных территориях 5 армий, против Германии и ее союзников 23 армии. Что же представляли собой эти армии? Ведь под термином армия может скрываться все, что угодно. Номер, знамя, командир, ну и все. Нет, в данном случае это не только номер, командир и знамя. Это нечто очень мощное. Вот в качестве примера 16 армия. Из всех, которые перебрасывались на западные границы, это самый малый номер, она первая по списку идет. В 16 армии было два корпуса, механизированный и стрелковый. В мехкорпусе две танковых и одна моторизованная дивизия. Кроме того, в составе армии одна отдельная танковая дивизия, 57 полковника Мишулина. В механизированном корпусе 1059 танков, в стрелковом корпусе 32 танка и в отдельной танковой дивизии 356. Итого в 16 армии 1447 танков. Во второй половине войны в Советском Союзе были развернуты танковые армии. А тут просто 16, называется 16 армия. Так вот, танковые армии в ходе войны, ни одна из них, ни на каком этапе войны столько танков никогда не имела. Я скажу больше, все германские танковые войска были разделены на 4 танковые группы. Ни одна германская танковая группа не способна сравниться по количеству танков с нашей 16 армией. А у нас просто скромно, 16 армия общевойсковая. В этой армии всего 3 танковых дивизий, одна моторизованная и 2 стрелковых. Но в моторизованной дивизии столько танков, сколько ни в одной германской танковой дивизии нет. То есть можно считать, что 4 танковых и 2 стрелковых дивизии в этой армии. В любом случае это настоящая танковая армия и даже более того. А вот 20-я армия в ее составе 959 танков. Вот только 16-я и 20-я вместе взятые, это больше, чем половина всех германских танковых войск. и по количеству личного состава, и по количеству артиллерии, стрелкового оружия, боеприпасов, автомобилей и всего прочего, каждая из этих армий была сверхмощным ударным кулаком. Вот к примеру 19-я армия 110 тысяч бойцов и командиров, 20-я армия 113 тысяч бойцов и командиров. Сейчас я нашел даже точные совершенно цифры. 113 тысяч 193 21-я армия 106 тысяч 112 бойцов и командиров. А я тем временем по кусочку, по песчинке собираю сведения обо всем, что относится к этим армиям, кто ими командовал. И вот нахожу 19-я армия генерал-лейтенант Конев Иван Степанович и чувствую, что здесь какая-то чепуха, какая-то неувязка. чепуха, потому что раньше я собрал сведения о военных округах. И я помню, что генерал-лейтенант Конев Иван Степанович будущий маршал Советского Союза, он командовал Северкавказским военным округом. На 22-е июня он числится командующим Северкавказским военным округом. А тут получается, что 13-го июня он бросил Северкавказский военный округ и вместе с армией 19-й двинулся на запад. 20-я армия генерал-лейтенант Ремезов. Опять чепуха. Я-то помню, что Орловским военным округом командует генерал-лейтенант Ремезов. А вот оказывается, он еще и 20-й армией командует. 21-й армии генерал-лейтенант Ярсименко. А ведь он же командующий Приволжским военным округом. 22-я армия генерал-лейтенант Яржаков. А он Уральским округом должен командовать. 24-я армия генерал-лейтенант Калинин. Черт побери. Так он же и сибирским округом командовать должен. Почему он вдруг армии? Не может же он одновременно и сибирским округом командовать и командовать 24-й армией, которая тайно перебрасывается почти к самой германской границе. 28-я армия генерал-лейтенант Качалов. Так это же Архангельский военный округ. И вдруг я понимаю, почему наша военная история не систематизирована. Ибо если на одном листе выписать всех командующих военными округами, а на соседнем листе всех командующих армиями, то каждый нормальный человек вдруг поймет, что Сталин не просто развернул армии в начале июня 1941 года, но и поставил во главе этих армий самых доверенных людей. Дело вот в чем. Командующему военным округом Сталин не просто доверяет какие-то войска, но кроме того и гигантские территории, и военную промышленность, и транспорт, и всю остальную промышленность, и все население гигантского района, которое будет мобилизовано на нужды войны. Так вот, эти генералы бросили свои военные округа, собрали все, что у них было, все войска, которые можно собрать на территории этих округов, объединили их в новые армии и двинулись вперед на запад. А на гигантских территориях Советского Союза от Читы до Орла, от Ростова и до самого Архангельска полностью военная власть перестала существовать. Все военные люди погрузились в теплушки, двери закрыли плотно, и вот их всех в телячих вагодах тайно везут на запад. А на всей территории Советского Союза, на внутренней территории военных людей в принципе не осталось. Один военный округ был исключительным везде во внутренних военных округах, как мы видели генерал-лейтенанты, 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 а московский округ генерал армии Юленев. Армии для него мало, поэтому весь штаб московского военного округа по приказу Сталина был превращен в штаб Южного фронта, во главе фронта Сталин поставил своего давнего боевого товарища генерал-армии Юленева и приказал ему возглавить Южный фронт. Все войска московского военного округа, дивизии и корпуса были переданы другим армиям, а военное командование округа двинулось на румынскую границу. В своих ранних публикациях по данному вопросу я называл численный состав второго стратегического эшелона 69 танковых моторизованных и стрелков дивизии, не считая понятно десятков отдельных полков и сотен отдельных батальонов. Сейчас понимаю, что ошибся. У своих читателей и слушателей прошу прощения. Беру свои слова обратно. Дивизий во втором стратегическом эшелоне было не 69 а 77 не считая понятно дивизий НКВД не считая авиационных дивизий. И все эти дивизии двинулись к границам 13 июня 1941 года. А теперь давайте посмотрим, что происходило в первом стратегическом эшелоне. Тут тоже вырисовывается достаточно интересная картина. военно-исторический журнал номер 4 1978 года сообщает, что 14 июня военный совет Одесского военного округа получил распоряжение о создании армейского управления в Тирасполе. Речь идет о 9 армии. 9 армия разворачивалась на границах. Однако это была самая мощная армия Советского Союза и самая мощная армия мира. Она разворачивалась не на германской границе, а на румынской границе, ибо удар главный наносился все-таки в Румынию, чтобы отрезать Германию от ее источников нефти. Генерал армии Иванов добавляет, одновременно с выдвижением войск из глубины страны проходила скрытая перегруппировка соединений внутри приграничных округов. Под видом изменения дислокации летних лагерей соединения подтягивались ближе к границе. Большинство соединений перемещались в ночное время. А вот маршал Советского Союза Сахаров добавляет ко всему этому. 15 июня управление 48-го стрелкового корпуса 74-я стрелковая и 30-я горно-стрелковой дивизии под видом учений сосредоточились в приграничных районах. Маршал отмечает, что кроме этого корпуса в учениях он берет это понятие в кавычки также принимала участие и 16-я танковая дивизия. Я могу бесконечно цитировать куски из воспоминаний наших маршалов и генералов, но каждый, кого интересует данный вопрос, может сам открыть любые мемуары. Не надо читать всю книгу. Все написаны в хронологическом порядке, поэтому очень быстро можно найти вот ту последнюю неделю перед войной и мы обязательно найдем что-то такое, что подтверждает невероятное движение войск границам. В первом стратегическом эшелоне было 170 танковых моторизованных кавалерийских и стрелковых дивизий. 56 из них находились уже на границах, а 114 в глубине приграничных округов. И вот возникает вопрос, сколько же из 114 дивизий первого стратегического эшелона двинулись к границам? Ответ тут достаточно интересный. Все, все эти дивизии 114 двинулись к границам. И это я не сам выдумал. Это сообщается в журнале Коммунист 1968 год, номер 12, страница 68. Это наши знаменитые придворные историки Грылев и Хвостов. Так вот, 114 дивизий первого стратегического эшелона пошли вперед к границам в западные районы Советского Союза, а за ними еще 77 дивизий второго стратегического эшелона, а на самой границе уже 56 советских дивизий. Самое интересное, что и эти дивизии, которые уже находились на границах, двинулись на пограничные заставы. Существует достаточно много свидетельств, которые говорят о том, что в эту последнюю неделю перед германским вторжением, советские пограничники срезали колючую проволоку, сняли минно-взрывные заграждения и отошли. Пограничники оставались только там, где проходили какие-то дороги, линии, соединяющие Советский Союз и Германию, Брест. Тут находятся пограничные мосты и через пограничные мосты идет сообщение с Германией. Вот тут пограничники оставались. А везде, где были леса, поля, реки, холмы, вот там пограничники отошли, срезав колючую проволоку. Один из моих свидетелей, герой Советского Союза, генерал-майор Свиридов. В то время он был капитаном, командиром 144-го разведывательного батальона в 164-й стрелковой дивизии, прямо на румынской границе. Так вот он прямо на первой странице этот заслуженный человек сообщает вещи совершенно невероятные. Пограничники отошли, а разведывательный батальон выдвинулся прямо к самому берегу. Цитирую книгу генерал-майора Свиридова «Батальоны вступают в бой. Москва 1967 год». На реке Прут наша дивизия сменила пограничников. Покидая государственный рубеж, они передали нам укрепленный берег. Далее генерал сообщает совершенно невероятные вещи. Его подчиненный старший лейтенант Коробко обращается к нему, командиру разведывательного батальона, с вопросом, с предложением, а не послать ли туда, на румынский берег, наших разведчиков. Разведывательный батальон Свиридова смерх мощный, рота плавающих танков, рота тяжелых пушечных бронеавтомобилей, мотострелковая рота и кавалерийский эскадрон. Командир кавалерийского эскадрона, старший лейтенант Коробко обращается к командиру батальона, с предложением, а не послать ли нам разведку на ту сторону реки. Командир батальона, капитан Свиридов, на это отвечает. Погоди, не торопись, придет твое время, а пока наблюдай и прислушивайся. Через 27 лет после этих событий мне выпало служить вот в тех краях, на румынской границе, на реке Пруд, Старженецкий полигон, живописное, чудесное, прекрасное место, и я там служу, и я читаю эту книгу, и представил себя на месте старшего лейтенанта Коробко. Вот если бы я в 1968 году, в 69 году, в начале 70-го года пришел бы к своему командиру батальона, подполковнику Протасову, и сказал, товарищ подполковник, разрешите мне сформировать разведгруппу и перейти границу, там пощупать, что там у них, посмотреть, принюхаться. Меня бы тут же отвезли бы или в вытрезвитель, если я пьян, или бы повязали простынями и подвой сирен доставили бы в сумасшедший дом. Это невероятно, как же так? Вот миролюбовый Советский Союз, а вот Румыния. В мое время это была социалистическая страна, правил ею не самый дружелюбный нам лидер, но посылать разведку, боевую разведку, с танками, с бронетранспортерами туда, на ту сторону, или просто пеших разведчиков, это невероятно. Нельзя такого делать. А вот в 41-м году, в начале июня, в середине июня, у советских командиров такое предложение не вызывало никакой отрицательной реакции. Просто командир батальона, капитан Сверидов, говорит своему подчиненному, да не торопись, скоро, скоро пойдем. Обожди. 14 июня, вернее, в ночь с 13-го на 14-го июня в нашей стране под успокаивающие сообщения ТАСС, войска НКВД творили страшные, жестокие, чудовищные злодеяния против своего собственного советского народа. Заблаговременно, заранее, стукачи и провокаторы НКВД составили черные списки, списки людей, которые относились к коммунистической власти не лучшим образом, пока НКВД никого не трогало. Но вот наступил момент, и именно в этот момент с 13-го на 14-го июня начались поголовные аресты, людей хватали ночью и гнали в Сибирь. Из Сибири, из Забайкалья, с Урала, с Дальнего Востока, с Северного Кавказа на Запад шли эшелоны, 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 набитые войсками, а навстречу им шли скотские вагоны, набитые нашим мирным населением. Этот день, 14-го июня, является днем траура для Эстонии, Литвы, Латвии, Западной Украины, Западной Белоруссии, Молдавии. Тысячи, десятки тысяч людей, возможно, сотни тысяч людей были арестованы, их засунули в скотские вагоны и отправили туда, откуда в большинстве своем они не вернулись. В свое время, захватив Эстонию, Литву и Латвию, коммунистическая власть сделала красивый жест. Армии этих стран были превращены в стрелковые корпуса Красной Армии. И сохранили там командный состав латышей, эстонцев, литовцев, дали им комиссаров, поставили им советских советников, а в ночь с 13 на 14 июня офицерский состав этих частей и соединений был арестован и вывезен. Никто больше не имеет сведения об этих людях. Они пропали, они исчезли. 13 июня 1941 года это начало самого крупного в истории всех цивилизаций перемещения войск. Теперь самое время снова взять в руки сообщение ТАСС от 13 июня и прочитать его внимательно от начала до конца. Сообщение ТАСС говорит не только о намерении Германии. Историки почему-то концентрируют свое внимание на этой вводной части сообщения. Но в этом сообщении говорится и о действиях Советского Союза. Вот на эту часть сообщения историки почему-то внимания не обращают. А тут содержится самое главное. Тут говорится о том, что происходит. Некое движение советских войск, но это обычные учения и никому волноваться не следует. И вот мы подошли к самому ключевому вопросу. От его понимания зависит понимание всех книг. А чтобы понять этот вопрос мы должны вернуться назад в 1932 год. В Красной Армии было много всяких дивизий, а лучшей дивизией была 4-я кавалерийская дивизия имени Ворошилова. Не в кавалерии она была самой лучшей, а вообще во всей Красной Армии. В 1932 году эту дивизию из-под Ленинграда двинули в Белоруссию. В Ленинграде дивизия находилась там, где раньше стояла Конная Гвардия Императорская. Там были квартиры, там были конюшни, там были полигоны, ипподромы, стрельбища и все, что нужно для боевой подготовки дивизии. Но вот ее двинули в Белоруссию в чистое поле, в лес. И дивизия за полтора года потеряла полностью свою боеспособность. Жуков это описывает так. В течение полутора лет дивизия была вынуждена сама строить казармы, конюшни, штабы, жилые дома, склады и всю учебную базу. В результате блестяще подготовленная дивизия превратилась в плохую рабочую воинскую часть. Недостаток строительных материалов, дождливая погода и другие неблагоприятные условия не позволили вовремя подготовиться к зиме, что крайне тяжело отразилось на общем состоянии дивизии и ее боевой готовности. Упала дисциплина. Весной лучшая дивизия Красной Армии находилась в состоянии крайнего упадка. Понятное дело, виновника нашли быстро. Виновником определили командира дивизии, сняли и судили. А для дивизии нашли нового командира, которому поставили задачу вернуть любыми средствами былую славу 4-й имени Ворошилова кавалерийской дивизии. Вот этим-то командиром и стал Жуков Георгий Константинович. И за один год драконовскими мерами, невероятными усилиями ему удалось эту дивизию снова вытащить на тот уровень, на котором она раньше находилась. Командиром корпуса у него был Семен Константинович Тимошенко, а наркомом обороны был маршал Советского Союза Ворошилов. Маршала он получил в 1935 году. За работой Жукова внимательно наблюдал командир корпуса Семен Константинович Тимошенко и народный комиссар обороны Ворошилов, ибо дивизия носила его имя. Жуков драконовскими мерами дивизии былую славу вернул. Зачем я вспомнил эту дивизию? Да за тем, что в 1941 году все трое участников этой истории поднялись высоко, очень высоко. Командир дивизии Жуков стал генералом армии, начальником генерального штаба. Тимошенко, бывший командир корпуса, стал народным комиссаром обороны, маршалом Советского Союза. А народный комиссар обороны Ворошилов поднялся еще выше. В 1941 году он член Политбюро, председатель комитета обороны. Это правая рука Сталина в военных вопросах. И не надо говорить, что это плохой маршал. Дело в том, что когда Сталин создал ставку Верховного Главнокомандования, он туда ввел одного только военного человека, и им был маршал Советского Союза Ворошилов. К чему я всю эту историю рассказываю? Да к тому, что Жуков, Тимошенко и Ворошилов знали лучше всех, знали по своему собственному опыту, что если одну дивизию двинуть в лес или поле и бросить ее там на зиму, то к весне она превратится в плохую рабочую команду и полностью потеряет свою боеспособность. Случится то, что случилось когда-то с 4-й имени Ворошилова кавалерийской дивизии. Так вот, Жуков, Тимошенко и Ворошилов вдруг в 1941 году двинули границы. 56 дивизий, которые уже находились прямо у границы, они двинули их еще прямо на пограничные реки. За ними 114 других дивизий первого стратегического эшелона и их все двинули в пограничные леса. А далее 77 дивизий второго стратегического эшелона и туда же их полностью, практически вся Красная Армия двинулась в приграничные леса. Это движение началось в феврале, усилилось в марте, в мае превратилось в невероятный поток, а в июне, в начале июня, с 13 июня, это движение стало всеобщим. Главный вопрос моей книги. Вернуть это воинство назад было уже невозможно, потому что если начни их возвращать с начала июля, а вообще-то полное сосредоточение готовилось к 10 июля, начни их возвращать с 10 июля назад, то до зимы войска вернуть назад невозможно. Сосредоточение началось в феврале и завершиться должно было 10 июля. Столько времени потребовалось, чтобы собрать всю Красную Армию на румынских и германских границах. Развернуть и вернуть обратно потребовало бы не меньше времени. Да и какой смысл сначала тайно сосредотачивать гигантские массы войск на западной границе, а потом их возвращать? Большинству этих дивизий некуда было возвращаться. Это были новые дивизии, новые корпуса и новые армии. Мы же раньше уже установили, что вот 8 армий, которые выдвигались из центральных районов Советского Союза, все они были недавно созданы. То есть им некуда было возвращаться. Их создали, посадили в эшелоны и двинули на запад. Вернуться назад куда? В лес? Где их держать? Так вот, вернуться назад вся эта масса войск не могла. И второе. Оставить на зиму 240 дивизий при граничных лесах тоже было невозможно. Мы видели на примере одной дивизии. Вы только одну оставьте дивизию и она потеряет боеспособность. Представьте себе, что Сталин 250 дивизий бросил к западным границам и оставил их на зиму. То есть и оставаться на зиму они не могли. И вот центральный вопрос моей книги. Если все основные силы Красной Армии невозможно было оставлять на месте на зиму при граничных лесах и невозможно было вернуть их назад. Вопрос что же оставалось делать Сталину, Жукову, Тимошенко, Ворошилову? Нельзя остаться на месте, нельзя вернуться назад. Ответ они должны двигаться вперед. У меня множество критиков. На данный момент против ледокола 32 книги написано. Защищена масса докторских диссертаций. Ни один мой критик никогда на этот вопрос не ответил. В книге специально этот вопрос я написал большими буквами, повторил его несколько раз. Войска вернуть невозможно и оставлять на границах на зиму тоже невозможно. Что предстояло делать? Что оставалось делать? Какой был выход? Ни один мой критик этого вопроса никогда не коснулся. Никто со мной не спорил. Критиков у меня не нашлось. И вот я даю дату. 6 июля 1941 года Советский Союз должен был нанести удар по Германии. Если бы Гитлер не напал, 6 июля Сталин нанес бы удар. Откуда взялась эта цифра? 10 июля по всем документам официально сообщено, да, 10 июля должно было завершиться полное сосредоточение 2-го стратегического эшелона Красной Армии. И некоторые историки, согласные со мной, вот с этой датой не согласны. Они говорят, раз, полное сосредоточение 10 июля, следовательно, нападение на Германию готовилось после 10 июля. Нет, говорю я, читайте труды наших теоретиков. Перед войной было очень четко определено, что вступление войск на территорию противника должно было совершиться до полного сосредоточения войск 2-го стратегического эшелона. Зачем ждать войска, которые движутся откуда-то из Сибири с Дальнего Востока. Если первый эшелон может действовать, все равно второй стратегический эшелон будет вводиться в действие через неделю, две, через три недели после начала боевых действий. Не нужно ждать его полного сосредоточения. Так вот, 6 июля это последнее воскресенье перед 10 июлем, перед датой полного сосредоточения второго стратегического эшелона. А Сталин любил наносить удары всегда в воскресенье. На исторических примерах мы знаем, что всегда Красная Армия наносила удары до полного сосредоточения. Кстати, и Гитлер наносил удар 22 июня, не дожидаясь, когда полностью подтянутся все войска. Есть ударные кулаки, ударные группировки войск. Вот они нанесли удар, они пошли вперед, а на их место уже выдвигаются резервы, вторые эшелоны, тылы и так далее. И Советский Союз нанесил удар по Финляндии, не дожидаясь полного сосредоточения всех тылов, всех резервных дивизий. В 45 году Красная Армия нанесла удар по японским войскам в Манчжурии и Китае, не дожидаясь, пока все подтянутся. В 1979 году Красная Армия, Советская Армия в то время, перешла границу Афганистана, не дожидаясь, когда соберутся все войска. Первые, главные ударные силы здесь, они полностью обеспечены для ведения боевых действий вперед. Сообщение ТАСС от 13 июня 1941 года успокаивает и усыпляет. Да, идет какая-то переброска войск, но в очень незначительных количествах. А цель этой переброски проверка железнодорожного аппарата. Позволим себе в этом усомниться. Переброска советских войск началась в феврале, в марте усилилась, в апреле и мае достигла грандиозных размеров, а в июне приобрела поистине всеобъемлющий характер. В движении не участвовали только те дивизии, которые оставались на Дальнем Востоке, прикрывая государственную границу, и которые готовились к так называемому освободительному походу в Иран. Почти полгода железнодорожный транспорт, главный транспорт государства, был парализован секретными воинскими перевозками. В первом полугодии 1941 государственный план был сорван по всем показателям, кроме военных. Главной причиной этого был транспорт, а вторая причина скрытая мобилизация мужского населения во вновь формируемые армии. Называть срыв государственного плана термином проверка железнодорожного аппарата не совсем правильно. Это, конечно, не проверка. В сообщении ТАСС говорится обычное учение, а советские маршалы, генералы и адмиралы это опровергают. Вот генерал-майор Иовлев вспоминает необычность сборов, не предусмотренных планами боевой подготовки настораживала людей. Вице-адмирал Азаров вспоминает как правило учения проводились ближе к осени, а тут они начинались в середине лета. Генерал-полковник Людников говорит обычно резервистов призывают после уборки урожая. В 1941 году это правило было нарушено. Генерал армии Казаков в тот момент находился в генеральном штабе. Он встречал командующих армиями второго стратегического эшелона. Армии тайно движутся на запад, а командующие этими армиями и их начальники штабов, обгоняя свои эшелоны, уже прилетели в Москву получать последние указания. Генерал армии Казаков категоричен. Ясно, что они ехали не на учение. Обратим внимание на то, что все наши маршалы и генералы употребляют термин под видом учений. Учение это только предлог, чтобы скрыть настоящую цель перегруппировки и концентрации советских войск на западных границах. А какова была настоящая причина? Никто не говорит. И вот тут мой догадливый читатель и слушатель может радостно воскликнуть. Так может быть Сталин почувствовав недоброе и неладное концентрировал свои войска на западных границах для обороны? Предположение это, конечно, смелое, но неверное. Все о чем мы говорим это необоронительные мероприятия. Войска, которые готовятся к обороне, зарываются в землю. Это нерушимое правило, усвоенное каждым унтер-офицером со времен Крымской войны 1854 года, русско-японской и всех последующих войн. Войска, которые готовятся к обороне, прежде всего перехватывают самые широкие поля, по которым будет наступать противник, перекрывают дороги, устанавливают проволочные заграждения, роют противотанковые рвы, готовят оборонительные сооружения и укрытия позади водных преград, но Красная Армия ничего подобного не делала. Советские дивизии, корпуса и армии уничтожали ранее построенные оборонительные сооружения. Проволочные и минные заграждения не усиливались, а снимались. Войска концентрировались не позади водных преград, что удобно для обороны, а впереди них, что удобно для наступления, чтобы получив приказ не форсировать водную преграду, а идти вперед без всяких препятствий. Советские войска не перехватывали широкие поля, удобные для продвижения противника, а прятались в лесах. Точно так же, как и германские войска, которые готовились к наступлению. А может быть, кто-нибудь предположит, все эти мероприятия просто демонстрация мощи. И это предположение тоже можно считать очень смелым, но неверным. Дело в том, что демонстрация мощи должна быть видна противнику. Красная армия не демонстрировала мощь, а скрывала свои намерения, свои приготовления, свое движение к границам. Да и само сообщение ТАСС написано не для того, чтобы противника напугать, а для того, чтобы его успокоить. Поразительно, что в эти дни германская армия делала то же самое. Двигалась границам, пряталась в лесах, но это движение было достаточно трудно скрыть. Массы советских разведывательных самолетов, так сказать, по ошибке, летали над германской территорией. Гитлер приказал их не сбивать, чтобы не спугнуть Сталина. Над германской территорией летали не только рядовые летчики, но и командиры гораздо более высокого ранга. Вот командир 43-й истребительной авиационной дивизии Западного особого военного округа, генерал-майор авиации Захаров, смотрит на германские войска, вот его слова. Создавалось впечатление, что в глубине огромной территории зарождалось движение, которое притормаживалось здесь, у самой границы, упираясь в нее, как в невидимую преграду, и готовая вот-вот перехлестнуть через край. Интересно, что германские летчики тоже иногда, так сказать, по ошибке, летали над советской территорией, и тоже их приказали не сбивать, и они видели точно такую же картину. В германских архивах в городе Фрайбурге я нашел впечатление германского летчика, который описывает движение советских войск именно теми же словами. Из глубины огромной территории шло движение, которое притормаживалось здесь, у границы, полной готовности ее перехлестнуть. Но если кому-то недостаточно тысяч свидетельств, как советских, так и германских участников войны, есть еще одно подтверждение массового движения Красной Армии к границам. И это подтверждение опровергнуть невозможно. Это сама история войны. Разгромив первый стратегический эшелон и прорвав его оборону, передовые германские части внезапно столкнулись с новыми дивизиями, корпусами и армиями, например, с 16-й армией под шпитовкой в конце июня. О существовании этой второй линии советских армий германское командование и не подозревало. Весь план Блицкрига строился из-за расчета молниеносного разгрома советских войск, которые были сосредоточены прямо у границ. Но выполнив этот план, германская армия обнаружила перед собой новую стену из армии, которые выдвигались из-за Волги, с Северного Кавказа, с Урала, Сибири, Забайкалья, с Дальнего Востока. И второй стратегический эшелон тоже был разгромлен германской армией, однако германская армия потеряла время. Но пока германская армия воевала с первым и вторым стратегическим эшелоном Красной Армии, Сталин развернул третий стратегический эшелон. За первую неделю войны Сталин призвал под знамена еще 5 миллионов бойцов. Если германская армия столкнулась с армиями второго стратегического эшелона в конце июня, в начале июля 41-го года, это означает, что их переброска началась до 22-го июня, ибо для переброски даже одной армии требуются тысячи вагонов и несколько недель времени. И тут мы подошли к одной из самых главных причин позорного разгрома 41-го года. Красную армию накрыли в эшелонах на разгрузке на марше. Вот некоторые сведения о том, что находилось в движении. Военно-исторический журнал номер 1 75-й год сообщает, к концу июня 41-го года на железных дорогах простаивали только с автомобилями 1320 поездов. Германские войска напали 22-го июня, а уже к концу июня такое количество эшелонов с автомобилями простаивали при фронтовой полосе. Стандартный вес воинского эшелона 900 тонн, 45 20-тонных вагонов. Если на каждом вагоне находился один автомобиль, значит ожидали разгрузки 59 тысяч 400 автомобилей. Однако часто в условиях, когда нападение противника не предвидится, автомобили грузили так называемой змеей. Передние колеса автомобиля ставили в кузов предыдущего, а в свою очередь в его кузов ставили передние колеса следующего автомобиля. Таким образом за счет экономии в один эшелон загружалось большее число автомобилей. Кто-то перед войной собрал эту массу машин, пригнал их на станции, загрузил в вагоны, перебросил из одного конца страны в другой, но вот разгрузить их не успели. А вот кое-что о боеприпасах. Юго-западный фронт только на небольшой станции Калиновка имел 1500 вагонов с боеприпасами. Это взято из книги «Советские железнодорожники в годы Великой Отечественной войны». Страница 36. У меня множество материалов по спасению эшелонов с боеприпасами в 41 году, но не все удалось спасти. Генерал-полковник артиллерии Волкотрубенко сообщает, что в 41 году один только Западный фронт потерял 4216 вагонов с боеприпасами. Это же не один фронт терял боеприпасы. Фронтов было 5, и все они теряли боеприпасы. А за пятью фронтами разворачивались армии второго стратегического эшелона, и они теряли и танки, и пушки, и самолеты, и боеприпасы, и, конечно, сотни тысяч солдат. Любой исследователь может найти тысячи сообщений, подобных этому. В момент начала войны половина эшелонов 64-й стрелковой дивизии находились в пути. Военно-эстетический журнал 1960-й год, номер 9. Или вот, война застала большую часть соединений 21-й армии в эшелонах, растянувшихся по железным дорогам на огромном пространстве от Волги до Днепра. А вот еще, война застала 63-й стрелковый корпус в пути. Только первые эшелоны успели прибыть 21-го июня к месту разгрузки. Последующие подходили чрезвычайно разразненно до первых чисел июня на разные станции вблизи Гомеля, а ряд частей корпуса, еще не доезжая Гомеля, были повернуты на север. Генерал армии Иванов в то время полковник начальник оперативного отдела штаба 13-я армии рассказывает о 132-й стрелковой дивизии генерал-майора Березова. Противник внезапно атаковал эшелон, в котором следовала к фронту часть сил дивизии и ее штаб. Пришлось вступать в бой прямо из вагона. Сам Березов в то время генерал-майор, а в последующем маршал Советского Союза свидетельствует. В самый последний момент нас включили в состав 20-го механизированного корпуса. Ни командира, ни начальника штаба я не видел, кстати, и не знал, где они находятся. Левее нас действовала 137-я стрелковая дивизия. Она прибыла из Горького. Правый наш сосед был брошен в бой, как и мы, прямо из вагонов, когда еще не все эшелоны прибыли к месту разгрузки. И таких свидетельств множество. колоссальное скопление вагонов почти полностью парализовало работу многих железнодорожных услов. На большинстве станций оставался только один свободный путь для пропуска поездов. Генерал-полковник Клемин свидетельствует, в конце июня, то есть через неделю после начала войны, на дорогах находилось 47 тысяч вагонов с воинскими грузами. И вот теперь давайте снова вспомним сообщение ТАСС. Проверка железнодорожного аппарата. Если это проверка железнодорожного аппарата, то почему бы не погрузить 47 тысяч вагонов песком и не гнать их с Владивостока до Бреста. Вот и проверили бы, как у нас работают железные дороги. Но эти 47 тысяч вагонов загрузили не песком, их загрузили боеприпасами, автомобилями, танками. Это были цистерны с топливом для танков, самолетов, автомашин. Чтобы представить трагичность ситуации, стоит вспомнить еще раз генерал-лейтенанта Лукина Михаил Федоровича. Он, командующий армией, уже воевал под шепетовкой. Он уже старается сдержать прорвавшиеся немецкие танки. А штаб его армии еще находился в Забайкалье. Эшелоны его армии растянулись на тысячи километров. Потом прибыл штаб. Но батальон связи еще находился в пути. Вот есть штаб, штаб принимает решения, а передать эти решения своим корпусам и дивизиям Лукин не может, потому что нет батальона связи. Такие ситуации возникали повсеместно. На одних станциях вооружались штабы, а войск тут нет. А на других станциях войска, но здесь нету штабов. На одних станциях артиллерия без боеприпасов, а на других станциях боеприпасы без артиллерии. На одних станциях танки без горючего, на других горючее без танков. Танковый батальон огромная сила, но если эшелон остановился посреди поля, впереди перебита одна рельса и все. И это гигантская сила. Лучшие в мире танки Т-34 и КВ беззащитны. Война застала эшелон с тяжелой техникой в поле. И как же вы снимете танк с платформы стоят они эти железные стальные броневые динозавры. Они стоят на платформах и снять их невозможно. Фильмов, снимков огромное количество. Лучшие в мире танки беззащитные на платформах. Но и те дивизии, которые находились в первом стратегическом эшелоне и выдвигались границы своим ходом оказались не в лучшем положении. дивизия в колоннах на марше это отличная цель для авиации. Вся Красная Армия представляла собой одну единую отличную цель. Когда промахнуться невозможно. После крушения коммунизма мои родители отец и мать приехали ко мне в гости. И вот со своим отцом я спорил очень много. Спорили оба до хрипоты. Спорили каждую ночь до рассвета и я своего отца не мог убедить. А потом я нашел ключик. Я своему отцу сказал давай отец я расскажу тебе что ты делал не ты мне а я тебе расскажу что ты делал 13 июня 1941 года и все последующие дни. 13 июня прозвучало очень странное сообщение ТАСС. А вас подняли по боевой тревоге. ты служил в 637 стрелковом полку 140 стрелковой дивизии 36 стрелкового корпуса Киевского особого военного округа. Если не ошибаюсь командиром полка у тебя был майор Федоров. Так? Так говорит. Командиром 140 стрелковой дивизии это был полковник Басанец а командиром 36 стрелкового корпуса генерал майор Сысоев. Я не ошибся? Нет, говорит не ошибся. Вас подняли по боевой тревоге. Вы забрали полные комплекты боеприпаса. И приказ был забрать только то что необходимо для жизни и боя. А все ненужное бросить тут. Вечером колонны полка двинулись в западном направлении. А по обочинам дорог стояли жены офицеров и плакали. Их женское сердце подсказывало что ваша дивизия и все другие полки и дивизии вашего 36 корпуса идут никуда нибудь. Они идут на войну. Так или нет? И тут он со мной согласился. Только удивился. Говорит а откуда ты про женщин знаешь? А я ему объяснил что женщин я вычислил. Дело в том что везде происходило то же самое. Ведь совсем же рядом находилась 200-я стрелковая дивизия 31-го стрелкового корпуса. И командир дивизии описывает и другие командиры от взводов рот батальонов полков дивизий корпусов которые участвовали в этом движении и выжили в войне все вспоминают одно и то же. Их подняли и двинули вперед. Двигались каждую ночь а каждый день прятались в лесах. А 22-го июня товарищ Молотов объявил что почему-то Германия на нас напала. А 23-го июня 36-й стрелковый корпус встретился с передовыми частями германских войск. Со всем этим мой отец согласился и добавил к моему рассказу вот что. Поступил он в 39-м году в институт но 1-го сентября был приказ всех у кого есть среднее образование полное забрать в армию и его забрали. Отслужил он год а через год в 40-м году ему сказали а ну-ка давай-ка братец военное училище хочешь не хочешь желания не спрашивали забрали в Киев в артиллерийское училище год он отлучился и его летом в начале лета отправили на стажировку вот эту самую 140-ю стрелковую дивизию. а когда уходил он в армию забирали всех мальчишек вот всех этих юношей а девчонки из его группы взяли и купили ему фибровый чемоданчик и вот с этим чемоданчиком это было его единственное достояние он и прошел два года до самого 13 июня 41 года и вот прозвучало сообщение ТАСС и приказали бросить все что не нужно для жизни и боя бросить здесь а у него все его сокровища был этот пустой чемоданчик и его конечно с собой взять было нельзя и тогда он говорит взял я этот чемоданчик вот палатки снимались оставался кол от палатки и я говорит со злости взял и нанизал этот чемоданчик на этот кол и мы пошли на запад пошли воевать шли шли одну ночь другую ночь третью ночь шли до такой степени быстро что ноги прикипали к сапогам и уже на привалах сапоги не снимались они были все в крови истертые к чертям а потом началась война потом немцы их бомбили гнали их потом он стал командиром батареи потому что всех офицеров выбили к чертям а он стажером был еще не получив офицерского звания уже воевал командиром батареи и вот в конце июля они вышли к тому самому лагерю с которого они начинали свое движение все там давно было сожжено все уже в пепле и посреди пустого сожженного поля стоял один кол и на этом колу был тот фибровый чемоданчик и тогда старшина батареи сказал ему тебя Богдан на этой войне не убьют он получил четыре ранения и тяжелейшую контузию но остался живым в противотанковой артиллерии после моих первых публикаций официальные кремлевские идеологи закричали да выдвижение советских войск происходило но мы давно отдали удовлетворительное оборонительное объяснение этой акции поэтому не надо искать никакого другого объяснения все и так понятно нет господа товарищи не все понятно и никто никогда в советском союзе не дал никакого объяснения этому движению границам именно отсутствие объяснения и привлекло мое внимание у советских генералов и маршалов нет не только объяснения но ни один из них ни разу не назвал точного количества дивизий которые принимали участие в этом движении Жуков говорит про 28 дивизий 28 выдвигались к границе а любой кто сам попробует считать эти дивизии насчитает не 28 а 247 дивизий ни один из наших историков идеологов маршалов и генералов никогда не назвал даже приблизительную цифру дивизий которые участвовали в этом титаническом движении можем ли мы ожидать от генерала или от маршала удовлетворительного объяснения если он не знает или сознательно скрывает истинные размеры происходящих событий для того чтобы объяснить явление нужно сначала точно определить его размеры любой исследователь не может приниматься нами всерьез до тех пор пока он не попытается хотя бы приблизительно суммировать все что скрывалось за этим движением не удовлетворившись объяснения экспертов в данном вопросе я обратился к мемуарам генералов и маршалов может быть они что-то мне расскажут маршал советского союза конев 13 июня 41 года он возглавил 19 армию бросив северокавказский военный округ двинулся на запад ну конечно я хватаю его книгу я листаю его книгу начинаю искать что же там происходило но удивительная вещь ничего у маршала советского союза конева мы не найдем он эти события полностью пропустил хорошо а вот генерал армии Батов Павел Иванович три ордена суворова первой степени платиновые это сталинградский герой в 41 году он бросив за кавказский военный округ где он был заместителем командующего тайно прибыл в Крым и тут в Крыму принял под командование 9-й особый стрелковый корпус корпус этот в начале июня проводил грандиозные тренировки посадка на корабли и высадка на чужой берег солдаты и офицеры этого корпуса получили русско-румынские разговорники с фразами не бойтесь скоро красная армия сюда придет вот хватаем мы мемуары генерал армии Батова Павел Иванович расскажи что же ты делал 13 июня когда прозвучало то странное сообщение ТАСС так вот ничего мы тоже не найдем и все другие генералы которые принимали участие в этом грандиозном движении они ничего нам толком не рассказывают не удовлетворившись этим уровнем мы поднимаемся выше об этом движении могли знать полностью Сталин Молотов Маленков Берия Тимошенко и Жуков то есть Сталин и его ближайшее окружение но вот Сталин никаких мемуаров не оставил Молотов после войны когда он был на пенсии он кое-что рассказывал но ничего не рассказывал об этом Берия был уничтожен Тимошенко мемуаров не оставил и вот единственный человек который мог бы знать о выдвижении войск полностью зачем их выдвигали сколько войск выдвигали в соответствии с какими решениями и документами это маршал Советского Союза Жуков мы хватаем его мемуары но Жуков ничего нам не рассказывает вместо цифр и объяснений Жуков дает пространное на три страницы описание переброски войск но хитрость в том что описывает Жуков переброску войск не от своего имени а цитирует своего друга Баграмяна который в то время доступа к государственным секретам не имел слушайте Баграмяна который в то время был полковником слушайте Баграмяна который был в первом стратегическом эшелоне и не имел права знать ничего о втором стратегическом эшелоне ни состава ни предназначения ни конечных районов выдвижения второго стратегического эшелона находясь в первом стратегическом эшелоне Баграмян мог видеть только незначительную часть пребывающих войск. Этим-то описанием Жуков и избавил себя от необходимости говорить правду. Если мы желаем узнать мнение Ивана Христофоровича Баграмяна, то откроем его книгу и прочитаем сами. Спору нет, Баграмян пишет много и хорошо. У него блистательная эрудиция, тонкий анализ, цепкая память. Но он переброску в войск второго стратегического эшелона не планировал и ею не руководил. Планировал Жуков и руководил Жуков. И из книги Жукова мы хотели бы узнать его собственное мнение. Мы хотели бы видеть ситуации с головокружительной высоты его положения, а не с колокольни Ивана Христофоровича. Крутой маневр Жукова за спину Баграмяна, есть подтверждение тому, что тут не все чисто. О сообщении ТАСС и событиях, которые случились в тот день, говорят много. Но говорят только те, кто к тайне второго стратегического эшелона не был допущен. А кто знал назначение прибывающих войск, те молчат или ссылаются на свидетельства непосвященных. Им есть о чем молчать. Летом 1941 года кадровая Красная Армия, которую народ готовил 20 лет к войне, была полностью разгромлена, пленена, разогнана. Сталин собрал резервистов, и вот эти резервисты воевали. Конечно, селища у нас была такая, что эти резервисты дошли до Вены, Кенигсберга, Берлина, Порт-Артура. Но самая-то лучшая часть не воевала. Лучшая часть Красной Армии была разгромлена и было потеряно 85% военной промышленности. Спрашивается, что же случилось летом 1941 года? А нам отвечают ошибки, просчеты советского руководства или же просчеты Сталина. Я вместе со всеми покорно много лет повторял просчеты, просчеты. Повторял до тех пор, пока не задал сам себе простой вопрос. Хорошо, все это просчеты, но в чем же заключался расчет? Каждый из нас попадал в ситуацию, когда хочешь как лучше, а получается как всегда. И я в таких ситуациях бывал. Приходишь тогда к резиденту с понурой головой. Так и так-то реженировал. Вот хотел как лучше, а вот получилась вот такая чепуха. Рубить голову. Так ведь не отрубить же, если понимает, что намерения-то у меня были благие. Ну пожурит, ну скажет, что там нехорошие слова какие-то. А потом скажет, продолжай работать. В начале 1941 года Красная Армия и части НКВД разминировали все мосты на всех реках до самого Днепра и на Днепре. И нам говорят, чудовищный просчет. А мы спросим, ну расчет-то в чем заключался? Зачем нужно было разминировать пограничные и все остальные мосты? Не для того же мосты Красная Армия разминировала, чтобы не готовая к войне германская армия, в которой не было ни единого плавающего танка, беспрепятственно прошла все наши водные преграды. Зачем это делалось? И зачем снимали минно-взрывные заграждения? И зачем резали колючую проволоку? Просчет, да. А расчет на что? Расскажите мне. Или вот. На границах сосредоточили просто неимоверное количество продовольствия, горюче-смазочных материалов, боеприпасов, саперного, медицинского имущества, телефонного кабеля, рельсов, разборных мостов и еще множество-множество всякого добра, миллионы тонн. Германская армия к войне не готова, но она пришла на нашу территорию, а здесь продовольствие для нее уже заготовлено, горюче-смазочные материалы, вот они, разборные мосты, вот, бери их, Н2П, лучший в мире наплавной мост. Ничего равного ни в Америке, ни в Японии, ни в Германии не было, но мы бросили наши мосты, и немцы ими воспользовались. Говорят опять, просчет. А я снова спрашиваю, так зачем же это делалось? Идея-то какая? Зачем это все было складывать на тех территориях, которые были под угрозой немедленного захвата германской армии? И еще множество-множество аспектов, которые не объяснить ничем. И надо полагать, что если все это были просчеты ошибки, то Красная Армия, научная горьким опытом 41-го года, никогда больше таких просчетов не допустила. Это вы так думаете? А было не так. Вот все просчеты и ошибки 1941-го года были повторены Красной Армией летом 1945-го года. Все до одной полный свод ошибок 41-го года был повторен на Дальнем Востоке в войне против Японии. Начиналось все еще в 41-м году. 13 апреля 1941-го года в Москве был подписан Пакт о нейтралитете между Советским Союзом и Японией. Обе стороны приняли на себя обязательство поддерживать мирные и дружественные отношения и взаимно уважать территориальную целостность и неприкосновенность. В случае, если одна из договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со стороны одной или нескольких третьих держав, то другая договаривающаяся страна будет соблюдать нейтралитет в продолжении всего конфликта. Вот под этим Советский Союз подписался, и Япония тоже. Договор о нейтралитете между Советским Союзом и Японией был выдающимся достижением сталинской дипломатии и мощным ударом по планам Гитлера. Япония – союзник Германии. Но Япония отказалась выступить против Советского Союза. Вместо этого Япония подписала договор с Советским Союзом. 13 апреля 1941 года, сразу после подписания договора между Японией и Советским Союзом, министр иностранных дел Японии Муцуока отправился на Ярославский вокзал Москвы. Он спешил в Токио. Его провожали официальные лица, которым положено присутствовать при подобных церемониях. И вдруг протокол был нарушен. В самый последний момент, за несколько минут до отправления над платформой, появился Сталин. Он никогда никого не встречал и не провожал. Сталин был в исключительно хорошем настроении. Понятно, что отправление тут же задержали. Сталин шутил, Сталин смеялся. Он проводил японского министра прямо к ступенькам вагона и тут совершил поступок, в высшей мере для него нехарактерный. Он обнял японского министра и объявил, что Япония и Советский Союз навечно останутся друзьями. Среди провожающих находился военный атташе Германии. Сталин заметил его, тоже подошел к нему, обнял, заявил нечто близкое по содержанию. Германия и Советский Союз останутся друзьями. Такое поведение Сталина было совершенно необычным. Он всегда был сдержан. В присутствии посторонних Сталин никогда никого не обнимал. Это крайне несвойственное Сталину поведение многие историки расценивают как проявление стремления к миру, как попытку избежать войны с Японией и Германией любой ценой. Ровно через 10 недель 22 июня 41 года Германия совершила нападение на Советский Союз. Вскоре Сталин оказался на краю гибели. В этот критический момент правительство Японии свое слово сдержало. В том же 1941 году Япония совершила нападение на американский флот в Перл-Харборе. Началась война между Японией и Соединенными Штатами Америки. Это было выгодно Сталину. И он, вопреки подписанному пакту, начал тайную подготовку к нападению на Японию. В Токио слишком плохо знали Сталина. Ведь если бы японцы хотя бы поверхностно ознакомились с жизненным путем великого продолжателя ленинского дела, они бы заметили, что методика его действий всегда оставалась одной и той же союз с кем-либо против кого-то с последующим обязательным ударом в спину своему уже ненужному союзнику. Центральный орган Министерства обороны, Красная Звезда от 20 октября 2005 года, было вынуждено признать, что уже в 1941 году Сталином было принято решение о войне против Японии. До поры до времени Сталин держал свое намерение в секрете. Но уже в начале 1943 года сообщил американскому президенту о решении напасть на Японию. Хитрость заключалась в том, что Сталин планировал нанести внезапный удар по Японии не в 1943 году, когда Америка вела тяжелую войну и нуждалась в помощи, а в самый последний момент войны, когда Япония окажется на краю гибели. Коммунистическая пропаганда утверждает, что в 1943 году Сталин вел смертельную войну против Германии. В эту войну были брошены все ресурсы Советского Союза, поэтому Сталину нечем было помочь Америке. Но это не так. У Сталина была возможность ускорить разгром Японии. Соединенные Штаты имели сверхмощную стратегическую авиацию. Но летать в Японию надо было через самый большой океан. А потом без дозаправки возвращаться назад. Налеты на Японию можно было осуществлять с островов Тихого океана. Но для этого надо было сначала эти острова отбить у японцев. А для этого, в свою очередь, надо было обеспечить господство в море. Но даже и после захвата островов летать приходилось на несколько тысяч километров. Самолет должен был брать огромное количество топлива и незначительное количество бомб. А Советский Союз рядом с Японией. Американские официальные лица пытались добиться сталинского согласия на использование советских дальневосточных аэродромов для базирования американской авиации. Эти просьбы были решительно отвергнуты Сталином. Президент США Рузвельт в посланиях Сталину от 30 декабря 1942 года и 8 января 1943 года просил разрешения использовать советские военно-воздушные базы Дальнего Востока. Но Сталин отказался. Если бы Сталин дал возможность американцам использовать советские аэродромы, то каждый самолет вместо одного долгого полета с дальних островов мог совершать несколько полетов на близкое расстояние с огромным количеством бомб. Удары американской авиации по промышленным объектам Японии в этом случае могли бы быть в несколько раз более эффективными. Но это не входило в планы Сталина. Ему было выгодно, чтобы война между Японией и США продолжалась как можно дольше. Сталин дал разрешение на использование американской авиации советских аэродромов в районе Полтавы для бомбардировок Германии. Но не дал разрешение на использование советских аэродромов в районе находки Петропавловска для бомбардировки Японии. Сталин ждал полного истощения Японии в долгой войне и готовил свой собственный удар. По мере ослабления Японии Сталин усиливал психологическую подготовку советского народа к войне против нее. 6 ноября 1944 года Сталин впервые публично назвал Японию агрессором. 5 апреля 1945 года правительство СССР денонсировало советский японский пакт о нейтралитете. Летом 1944 года в разгар войны с Германией Сталин поручил маршалу Василевскому не только планировать внезапное нападение на Японию, но и возглавить все советские войска в войне против Японии. Василевский был заместителем Сталина в войне против Германии, но он знал планы на будущее. Как только будет разгромлена Германия, ему предстоит еще одна война. У Сталина не было намерения высаживать свои войска на японских островах. У него была более привлекательная цель. Корея, Манчжурия, большая часть Китая, французский Индокитай, так раньше назывался Вьетнам. Вот их-то Сталин и намеревался, так сказать, освободить. С лета 1944 года начинается постепенное, невидимое со стороны наращивание советской военной мощи на Дальнем Востоке. Шло перевооружение, усиление дивизий, корпусов армии, накопление на складах всего необходимого для внезапного сокрушительного удара. Вблизи границ интенсивно строились дороги, мосты, командные пункты, узлы связи, аэродромы. Все, как в 1941 году на германской границе. Советские командиры, согласно приказам Москвы, выдвигали к самым границам склады и хранилища боеприпасов, горюче-смазочных материалов, разворачивали госпитальную базу, то есть повторяли все просчеты 1941 года. С ранней весны 1945 года началась переброска полков, бригад, дивизий с Советско-германского фронта на Дальний Восток. Были введены чрезвычайные меры маскировки. В войсках, которые пребывали на Дальний Восток, все сержанты и старшины имели на плечах погоны рядовых солдат. Младшие офицеры имели погоны сержантов, старшие офицеры погоны лейтенантов и капитанов. Генералы имели на плечах гораздо меньше звезд, чем заработали. Генерал-майор мог носить погоны под полковника или майора. Сам Василевский прибыл на Дальний Восток с документами на имя генерал-полковника Васильева и, естественно, в форме генерал-полковника. Сталин категорически запретил ведение переписки и переговоров, связанных с переброской войск. Командира вызывали в Москву, ставили задачу, и он вел свои войска туда, на Дальний Восток. Станции обслуживания эшелонов и выгрузки нумеровались. Ряд эшелонов пропускался через узловые станции с ходу, без остановки. Их техническое обслуживание осуществлялось на промежуточных станциях. Никто, даже офицеры штабов, не знали, куда и с какой целью перебрасываются войска. Начальнику эшелона просто сообщали, вы следуете до станции 213. Что это за станция? Где она находится? Он знать не имел права. По прибытию на любую станцию он интересовался, какая это станция. Ему говорили, это вот станция 85-я. А ваш эшелон следует дальше. В пути солдатам и офицерам запрещалось отправлять письма. В дополнение к этому, товарищ Сталин издал секретный приказ по всей Транссибирской магистрали письма из почтовых ящиков собирать, но до особого распоряжения никуда не отправлять. Даже если хитрый солдатик, вопреки запретам, на станции тайно бросил свое письмо ящик, все равно никуда это письмо уйти не могло. Массовая перегруппировка войск началась перевозкой по железной дороге из Восточной Пруссии 5-й армии. И это не случайно. 5-я армия накопила богатый боевой опыт по прорыву укрепленных районов и действиям в лесистой местности. Именно такая армия требовалась на Дальнем Востоке, где предстояло прорывать укрепленные районы японцев и действовать в лесистой местности. Вслед за 5-й армией на Дальний Восток пошла 39-я армия из Восточной Пруссии и 53-я из Чехословакии. Но решающую роль в разгроме японских войск должна была сыграть 6-я гвардейская танковая армия. Ее перебрасывали из района Праги. Для того, чтобы скрыть переброску целой танковой армии, танкистам сменили не только погоны, но и эмблемы на погонах. Они временно стали военными медиками, ремонтниками, строителями. Но главное не в этом. Танки и вся остальная тяжелая боевая техника 6-й гвардейской танковой армии было оставлено в Чехословакии. А в Монголии, в районе государственной границы, куда перебрасывалась танковая армия, заблаговременно для нее были приготовлены и тщательно укрыты новые танки, которые поступали прямо с уральских заводов. Если бы Япония в июле 1945 года нанесла внезапный удар, то случилось бы именно то, что случилось в 1941 году на западной границе. А именно, немцы нанесли удар, и вдруг в районе Барановичей встретили огромное поле, заставленное артиллерии, сверхмощными пушками и гаубицами. А личного состава там еще не было. Вот тот же самый просчет повторялся в 1945 году. Танки стоят у границы, а танковая армия, то есть экипажи, они еще в эшелонах перебрасываются из Чехословакии. Точно так же происходила переброска большинства артиллерийских, авиационных и других соединений и частей. Например, в июне-июле 1945 года с авиационных заводов на аэродромы Дальнего Востока было подано 1155 боевых самолетов новейших марок и сосредоточены на аэродромах без экипажей. Так вот, если бы японцы нанесли внезапный удар, то они бы в 1945 году застали наши аэродромы, забитые самолетами, для которых экипажи еще не прибыли. Они тайно перебрасывались по железной дороге. Всего на Дальний Восток были переброшены управления двух фронтов, трех общевойсковых и одной танковой армии, управления одного артиллерийского, одного механизированного, одного танкового корпуса и 15 стрелковых корпусов, 36 полнокровных стрелковых артиллерийских и зенитно-артиллерийских дивизий, 53 бригады, более сотни отдельных полков и батальонов. Всего за три месяца из Центральной Европы на Дальний Восток было переброшено более 500 тысяч советских солдат и офицеров. Для того, чтобы скрыть объем перевозок, большая часть полков, бригад, дивизий, корпусов и даже целая танковая армия перебрасывались без боевой техники. Но все равно некоторые соединения пришлось перебрасывать с вооружением и боевой техникой. Количество оружия, перевозимого вместе с войсками, получилось огромным. 3340 танков и самоходных орудий, 7500 пушек и гаубиц, 3600 минометов, 1100 реактивных установок залпового огня, 1400 боевых самолетов. На перевозку этой массы войск и оружия потребовалось 135 756 вагонов. В ходе внезапной наступательной операции предстояло снабжать чудовищное количество советских войск, которые будут стремительно продвигаться вперед. Предстояло немедленно подавать войскам сотни тысяч тонн боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и всего остального, что необходимо для наступления. Переброску такого количества грузов на сотни километров мог обеспечить только железнодорожный транспорт. Однако в Советском Союзе колея широкая, а в Манчжурии и Китае узкая, и было принято решение перешивать колею на широкий советский стандарт. Для этого были подготовлены специальные бригады железнодорожных войск, которые имели всю необходимую технику. 41-й год повторился. В 41-м году на пространствах от Балтийского до Черного моря советскую границу пересекало 10 железнодорожных направлений. Так вот, было создано именно столько, 10 железнодорожных бригад, для того, чтобы перешивать узкую европейскую колею на широкий советский стандарт. Эти бригады могли использоваться только на территории противника и только для решения этой задачи. И вот, все повторилось в 45-м году. На каждом железнодорожном направлении была сосредоточена целая железнодорожная бригада, 3-4-5 тысяч человек, полной готовности вступить на территорию противника и перешивать железную колею следом за наступающими войсками. Прибывающие грузы разгружали прямо на грунт в районе пограничных станций, как в 41-м году. Долго держать снаряды в ящиках на грунте нельзя, ибо коррозия их испортит. Часть грузов находилась в вагонах в готовности следовать через границу вслед за наступающими войсками. К началу операции на железных дорогах Дальнего Востока простаивало более 1500 цистерн с горючим. Еще больше было вагонов с боеприпасами. Часть из них выгружались, но большая часть находилась в вагонах. Точно как в 41-м году. После завершения стратегической перегруппировки в составе трех советских фронтов было 11 общевойсковых армий, три армии ПВО, одна танковая и три воздушных армии, и четыре отдельных авиационных корпуса. Кроме того, под контролем главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке находился Тихоокеанский флот, Амурская военная флотилия, войска НКВД и Вооруженные силы Монголии. Группировка советских войск насчитывала 1 747 000 человек, 29 000 орудий и минометов, 5250 танков, 5171 самолет. Тихоокеанский флот имел 417 боевых кораблей, в том числе 78 подводных лодок, а также 1618 самолетов. Амурская военная флотилия имела 126 боевых кораблей и 68 боевых самолетов. 1-й Дальневосточный фронт и Забайкальский фронт наносили удары по сходящимся направлениям. Между этими двумя сверхмощными группировками находился относительно более слабый 2-й Дальневосточный фронт. Готовилась классическая операция на окружение, относительно слабый центр и две сверхмощных фланговых группировки. Новшество заключалось в размахе. Наступление планировалось одновременно тремя фронтами в полосе 5130 километров. Такого никогда раньше во всей человеческой истории не бывало. Будем надеяться, что такое никогда больше и не повторится. Сталин издал специальную директиву, которая обязывала командующих фронтами ставить задачи своим армиям лично, устно, без вручения письменных документов. Получив устно боевую задачу, командующие армиями приступали к планированию операции. В свою очередь, командующие армиями ставили боевую задачу командирам корпусов и дивизий тоже устно, и так далее до самого низа. Переписка по вопросам подготовки операции запрещалась в любом даже зашифрованном виде. Задачи ставились только устно по карте. Радиосвязь работала только на прием. В артиллерийских частях связь по радио разрешалась с началом артиллерийской подготовки, в остальных частях с началом атаки. Главный принцип стратегии – концентрация. Концентрация силы против слабости. Против самого слабого участка японской обороны был развернут самый мощный советский фронт – Забайкальский. Но и тут силы не распыляли равномерно вдоль всей границы, а собирали в мощные ударные группировки. Между этими группировками оставались значительные промежутки, на которых не было войск. Например, на Забайкальском фронте между 17-й и 6-й гвардейской танковой армией был разрыв в 200 километров, совершенно не занятый войсками. Это просчет 1941 года. Именно так. Самая мощная советская армия 1941 года, 9-я, была сосредоточена против против самого слабого противника, против Румынии. Там и по всей советской границе войска были собраны в ударные кулаки, а между ними существовали огромные разрывы, которыми противник воспользовался. Если бы Япония нанесла внезапный удар за несколько дней до советского наступления, то японские войска могли беспрепятственно проникнуть на советскую территорию на участках, на которых не было советских войск. Задолго до Второй мировой войны на Дальнем Востоке вдоль границ была возведена цепь сверхмощных укрепленных районов. В каждом укрепленном районе находилось значительное количество войск, специально подготовленных для ведения длительной и упорной обороны. Но летом 1945 года Япония оказалась на краю гибели, поэтому советским войскам в укрепленных районах был отдан приказ оставить железобетонные укрепления, а эти войска использовать для усиления ударных группировок. Точно как в 1941 году была линия Сталина, но войска сняли с укреплений, укрепления бросили, а эти войска использовали на самой границе для усиления прибывающих войск. 6 августа 1945 года американская авиация нанесла ядерный удар по Хиросиме. 6 августа по Нагасаки. Япония на краю гибели. И вот в этот момент, 9 августа 1945 года, Красная Армия нанесла свой внезапный сокрушительный удар по японским войскам в Манчжурии и Китае. 8 августа советское правительство объявило войну Японии, а 9 августа советские войска нанесли внезапный сокрушительный удар. И тут надо обратить внимание на совсем неприметный нюанс. Как же можно 8 августа объявить войну, а 9 августа наносить внезапный удар? Секрет заключался в том, что во Владивостоке сутки начинаются на 7 часов раньше, чем в Москве. Боевые действия начались 9 августа в 0 часов 10 минут. Но это дальневосточное время. А в тот момент в Москве было еще 8 августа. Это было еще 17 часов 10 минут. Никто японского посла пока не тревожил. А когда в Москве наступила ночь, японского посла вызвали в Народный комиссариат иностранных дел и объявили, что со следующего дня начинается война. А следующий день начался через 10 минут. Но на Дальнем Востоке он давно уже наступил. На Дальнем Востоке в это время уже было 6 часов 50 минут утра. Там уже более 6 часов шла война. Самое главное уже было сделано. Японские аэродромы были накрыты внезапным ударом советской авиации. Пограничные наряды ликвидированы. Мощные танковые глиния врезались в территории Манчжурии и Китая и продолжали неудержимое движение вперед. Японскому послу в Москве объявили о начале войны, но ему теперь предстояло добраться до посольства и связаться со своим правительством. Все телефонные и телеграфные линии почему-то бездействовали. Связаться по радиус Японии, которая находится почти на другом конце земли, было трудно и в нормальной обстановке. А тут обстановка была ненормальной. Кто-то работе радиостанции мешал. Одним словом, о том, что война объявлена, японское правительство узнало с большим опозданием и совсем по другим каналам. Наступательная операция советских войск в августе 1945 года была воистину молниеносной. За первый день 6-я гвардейская танковая армия совершила бросок в 150 километров. Нужно сказать, что наступление происходило в невероятно тяжелых условиях. Лето в Манчжурии исключительно дождливое. Во вгусте выпадает особенно много дождей. Разливаются реки, поля и дороги превращаются в непроходимые болота. Войскам 1-го и 2-го дальневосточных фронтов предстояло форсировать Амур. Это одна из величайших рек планеты. В августе 1945 года уровень Амура поднялся на 4 метра выше обычного, затопив тысячи квадратных километров низин. Из берегов вышли притоки Амура, Уссури, Сунгари и другие реки. На Забайкальском фронте была совершенно иная обстановка. Танковые колонны 6-й гвардейской танковой армии шли по безводной степи в непроницаемых облаках пыли. Температура была 30 градусов и выше. Впереди путь преграждал непроходимый для танков хребет Большой Хинган, за которым открывались совершенно непривычные для советских солдат картины – рисовые поля. Как на танки можно идти через рисовые поля? Советские войска совершили невероятное. 6-я гвардейская танковая армия, преодолев Большой Хинган, вышла на оперативный простор и осуществила невиданный рывок к Желтому морю. За 11 дней ее войска прошли с боями 810 километров. Впереди, захватывая аэродромы, мосты и переправы действовали десантники. Действия 6-й гвардейской танковой армии и других советских войск по достоинству оценили мастера Блескрига, германские генералы. Впечатление германского генерала Мелентина. Для иллюстрации растущей гибкости боевых действий Красной Армии и ее способности успешно проводить широкие и стремительные танковые операции, я хочу указать на сенсационное продвижение маршала Малиновского в Манчжурии в августе 45-го года. Другие советские войска действовали не менее решительно и успешно. Советский флот топил японские корабли, высадил морские десанты на Сахалине и Северной Корее, на Курильских островах. Снабжение полуторамиллионной группировки наступающих войск было бесперебойным. Темпы восстановления и перешивки железных дорог на Первом Дальневосточном фронте составили в среднем 71 километр в сутки. Представьте себе 70 километров железных дорог, которые нужно перешить на широкий стандарт, и на следующий день еще 70, и еще, и еще. Война на Дальнем Востоке для Красной Армии длилось 24 дня, но боевые действия только 12 дней. Не прошло и двух недель, как началась массовая сдача в плен японских войск. Потери японских войск 84 тысячи убитыми, 594 тысячи солдат и офицеров попали в сталинский плен. В числе пленных 148 японских генералов. Были взяты богатейшие трофеи. Результат операции. Соединенные Штаты воевали против Японии почти 4 года. Что они получили? А Советский Союз воевал против Японии 12 дней. Под контроль Советского Союза попали весь Китай, Северная Корея, Северный Вьетнам. Маршал Советского Союза Василевский радостно сообщал, нанеся сокрушительный удар японским войскам в Корее, Советская Армия создала тем самым благоприятные возможности для деятельности революционных сил. В результате молниеносного удара Красной Армии под контроль коммунистов попали сотни миллионов людей. Результаты, так сказать, революционных преобразований мы видим до сих пор. Там, куда пришла Красная Армия, были созданы тоталитарные режимы во главе с единственными никем не избранными партиями. Там, куда дотянулась рука Москвы, на вершине власти оказались гениальные вожди, которые, по примеру советских коммунистов, истребляли собственный народ миллионами и десятками миллионов. Режимы, созданные в результате освободительной миссии Красной Армии, существуют до сих пор и представляют угрозу остальному миру. Достаточно вспомнить Северную Корею. Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Китай, Австралия, Новая Зеландия вели справедливую войну против Японии, ведь Япония напала первой. Но на Советский Союз Япония не нападала. Япония сохраняла нейтралитет, когда Советский Союз находился на краю гибели. А вот Советский Союз нарушил подписанный в 41-м году договор и нанес внезапный предательский удар в момент, когда Япония оказалась в очень тяжелом положении. Коммунисты придумали оправдание. Мы напали на Японию, потому что Япония вынашивала планы нападения на нашу страну. Удивительная логика. А разве Советский Союз таких планов не вынашивал уже в 43-м году Сталин официально сообщил президенту США, что нанесет внезапный удар по Японии, когда это будет ему выгодно. И вот получается, Япония вынашивала планы нападения на Советский Союз, но не напала. А Советский Союз миролюбивый, планов не вынашивал, но на Японию напал. А вывод простой. Все, что делалось в Советском Союзе в 39-м, 40-м, 41-м году на западной границе было повторено потом в 45-м году против Японии. Все, что делалось на германской границе до германского нападения, не есть глупость, это не просчеты, это не ошибки, это была подготовка к нанесению внезапного сокрушительного удара. А теперь давайте закроем глаза, сосредоточимся и представим себе современную нам Скандинавию. Красота неописуемая, гранитные утесы, непроходимые леса, грохочущие водопады, озера чистые, глубокие, холодные, прозрачные, как ядреная водочка в хрустальной запотевшей рюмочке. И вот среди этой сказочной красоты атомная электростанция. Правда и тут все в полном порядке, все та же скандинавская красота, точность, дисциплина, все в белых тапочках, как положено. Но и у них случаются катастрофы. Однажды на атомной электростанции в Швеции вдруг взревели все сирены, вдруг замигали красные лампы. Весь персонал мечется, никто ничего не понимает. С одной стороны, гудят сирены, указывая, что уровень радиации внезапно и очень резко повысился. С другой стороны, все приборы показывают, что все реакторы и все остальные системы атомной электростанции работают без всяких сбоев, работают в нормальном режиме и нигде утечки нет. Паника, грохот, люди ничего не понимают и вот один старый оператор вдруг сказал, ребята, может быть, это не наша радиация? Эгэ, насторожился народ, не наша радиация, а чья? Вокруг никаких ядерных объектов нет, кругом непроходимый лес на сотни километров. Может быть, с Балтийского моря установили датчики, да, ветер дует с Балтийского моря, следовательно, радиация пришла или с моря, или из-за моря. Звонят в Германию, эй вы, немцы, это ваша радиация? Те отвечают, нет, не наша. Тогда в Восточную Германию, эй вы, восточные немцы, это ваша радиация? Да нет, говорят, все у нас в порядке. В Польшу звонят, это ваша радиация? Нет, полики, говорят, и у нас все нормально, и у чехов нормально, ну тогда остается Москва. Звонят в Москву, эй, русские, это ваша радиация? И тут Москва отвечает, да, что-то было, небольшая утечка, это у нас электростанция Чернобыль, чуть-чуть там что-то такое, не в порядке, но все чудесно, все у нас прекрасно, все хорошо, прекрасная маркиза. Грохнул энергоблок на Чернобыльской атомной электростанции. Выброс радиации был настолько мощным, что ветром ее понесло с Украины через Белоруссию, через Эстонию, Литву, Латвию, через Балтийское море понесло через всю Скандинавию аж в Шотландию. И вот первые датчики сработали в Швеции. Если бы ветер дул в другую сторону, то никто бы никогда про эту аварию особенно и не вспоминал бы. Ну, было что-то такое, что-то там такое небольшое случилось. Правило у нас. У нас такое правило, в котором не должно быть исключений. Любую гадость мы заметаем под половичок. Сор из избы не выносим. Во время той же чернобыльской катастрофы руководство Украины выгнало людей на первомайскую демонстрацию. Вот несколько дней прошло, а нам нужно показать всему миру радостные улыбки, транспаранты. Вот девушки такие ядреные по Киеву идут, улыбаются. Вот матери несут своих младенцев на руках. Вот спортсмены с веслами и с гирями. Вот армия марширует. Ничего не случилось. Это наше правило. Что бы где бы ни случилось, мы всегда говорим только об успехах. В свое время я служил в Куйбышеве. Баржа ударила по мосту, сбила пролет. Пролет упал на баржу и утопил ее. Весь город это видел. Ни в каких газетах, ни в каких новостях об этом не сообщалось. Да это старые примеры. Старые примеры, ведь у нас и лодки подводные тонули при советской власти, но уже и в новой демократической России утонула подводная лодка. А сообщения идут радостные. Контакт установлен, воздух на лодку качаем, все хорошо, прекрасная маркиза. В Челябинском танковом училище так издевались над солдатиком, что пришлось этому солдату отрезать все, что ниже живота, все отрезали. Так вот, генерал, начальник училища, который сам в этих пытках участия не принимал, вынужден скрывать это, объявлять, что это несчастный случай, как угодно, никому никогда не рассказать, что случилось на самом деле. Да и сам я такой. Был, когда лейтенантиком всего, мало ли, что у меня случилось, система такова, что я должен прятать весь негатив. Только достижения, только успехи. Если ротный узнал случайно о происшествии у меня во взводе, то ротный делает мне нагоняй, а сам прячет от комбата. Если комбат узнал, то мне и ротному нагорит, а сам комбат это прячет от командира полка. И так, и так, до самого-самого верха. В этом нерушимом правиле есть одно, но чудовищное, совершенно невероятное исключение. Как только речь заходит про 22 июня 1941 года, это правило перестает работать. И вдруг наши политики, наши маршалы, наши генералы, наши историки, журналисты и писатели вдруг начинают рассказывать, какие мы глупы. Сталин, труслив, генеральный штаб глуповат, армия обезглавлена, самолеты гробы, танки никуда не годятся, солдаты у нас ни к чему не пригодны, оружие ни к чему не пригодно, да и мало у нас его. Центральный орган Министерства обороны Российской Федерации газета Красная Звезда 19 июня 1993 года описывает состояние Красной Армии на 16 июня 1941 я цитирую В сравнении с высокомоторизованными боеспособными современными армиями уже созданным и создаваемым в различных странах мира боеспособность Красной Армии в настоящее время находится на низком уровне. Руководство армии состоит из необразованных и даже невежественных людей. Высший командный состав в качественном отношении неполноценный Офицерский корпус в целом может быть охарактеризован подобным же образом Солдат недостаточно находчив и сообразителен Пехота это род войск способный выполнять приказы командования но нельзя сказать что она делает это хорошо Огневая мощь дивизии слишком низка Отчисленность дивизии слишком высока Кавалерия вооружена винтовками пистолетами и саблями Артиллерия имеет в достаточном количестве устаревшее снаряжение но очень немного такого которое является современным Танковые войска не располагают достаточным количеством современных тяжелых танков Вооружение средних танков оставляет желать лучшего и все они ненадежны с точки зрения механики Противовоздушная оборона является слабой с точки зрения оснащения ее сновременным снаряжением очень сомнительно что ее вооружение может быть достаточно эффективным Автомобильный транспорт устаревшего типа не рассчитан на эксплуатацию в тяжелых военных условиях Система тылового обеспечения Красной Армии в случае войны рухнет Эта армия не в состоянии сегодня передвигаться быстрее чем она это могла делать 30 лет назад калибр противотанковых пушек слишком мал а их число невелико и так далее и так далее в этом так называемом документе каждое слово каждая фраза перенасыщена ложью и клеветой причем ложью мерзкой отвратительной и глупой что же это такое в сравнении с высокомоторизованными боеспособными современными армиями которые уже созданы и создаются в различных странах мира это в каких это странах мира в 41 году были высокомоторизованные боеспособные современные армии Германии да в Германии всего 3000 танков устаревших и изношенных в Великобритании оставалось 100 танков которые нельзя было использовать в бою Америка вообще начала развитие танковых войск в 40 году это дикий документ это что-то невероятное высший командный состав в качественном отношении неполноценный и офицеры тоже неполноценны а солдаты неноходчивы и несообразительны численность дивизии слишком большая чепуха советская мотострелковая дивизия моторизованная дивизия танковая дивизия стрелковая кавалерийская это были самые небольшие дивизии но огневая мощь их резко превосходила любую дивизию мира ибо советская стрелковая дивизия имела два артиллерийских полка в то время как немецкая дивизия имела один артиллерийский полк советская дивизия имела самые современные пушки и гаубицы а германская дивизия каждая германская дивизия в единственном своем артиллерийском полку имела пушки и гаубицы 1914-1915-16 годов, только слегка модернизированные. И вот какие-то мерзавцы утверждают, что калибр наших противотанковых пушек слишком мал. Чепуха. Наша противотанковая пушка была способна пробить любой немецкий танк. Ни у кого в мире такой противотанковой пушки не было. А немецкая противотанковая пушка 37 мм, советские танки не брала в лоб и в борт даже не брала. Это какое-то варварство публиковать такую гадость. Тут говорится, что в Красной Армии недостаточно тяжелых танков. Боже мой, да единственная армия мира, которая летом 1941 года имела тяжелые танки, это Красная Армия. Это лучшие в мире танки. И до Сталинградского перелома ни у кого в мире ничего подобного не появилось. Ни в Японии, ни в Америке, ни в Италии, ни в Германии, нигде. Калибр противотанковых пушек. У нас 57 мм пушку пришлось снимать с вооружения от того, что не было достаточно целей для нее. Вот когда во второй половине войны появились Тигры и Пантеры, тогда 57 мм пушку пустили снова в производство. А наша 76 мм полевая пушка могла тоже применяться против танков. И до 1942 года в Германии наша 76 мм пушка УСВ была самым грозным противотанковым оружием. Своих пушек у них не было. Они наши захватили и использовали против нас. И вот какие-то мерзавцы пишут о том, что в Красной Армии тыл рухнет. Он не рухнул. Советская кавалерия вооружена саблями. Чепуха. На вооружении советской кавалерии стоял танк БТ-7М. Двигатель танка. 500 лошадиных сил. Быстроходный танковый дизель. В Германии и в танковых войсках в конце войны не появилось ничего подобного. Красная звезда могла бы высмеять этот документ. Но нет. Красная звезда полностью на стороне авторов этого документа. Они предсказывают, что тыл Красной Армии в случае войны рухнет. Но надо было Красной Звезде и сказать, вот какие-то дураки предсказывали, что он рухнет. А он не рухнул. Вот какие-то идиоты здесь писали, что автомобили наши не предназначены для тяжелых военных условий. А немцы хватали наши брошенные автомобили и использовали. Ибо немецкий автомобиль не подходил для войны, а наш подходил. Итак, что же это документы, кто его автор, как он попал на страницы Красной Звезды? Авторы этого документа два американских майора, Итан и Мишелла. Они работали в аппарате военного атташе Соединенных Штатов Америки в Москве. И вот они 16 июня 1941 года отправили сей так называемый документ в Вашингтон. Сейчас его раскопала американская разведка и передала сотруднику Института всеобщей истории Российской Академии наук профессору Виктору Малькову. Тот передал министру обороны и министр обороны приказал публиковать на первой странице. Красной Звезды в центральном органе Министерства обороны. Красной Звезде представлялась великолепная возможность позубоскалить, подсмеяться над глупыми американскими разведчиками. Да вообще что это такое американский разведчик? Нет такого понятия американский разведчик. Каждый из нас смотрел голливудские фильмы. Из этих фильмов мы знаем, что представляет собой американский полицейский коп. Мы знаем, что представляет собой американский юрист. Мы много раз видели американских астронавтов. Мы знаем, кто такой американский президент. Голливуд способен создать внеземные существа. Так вот, всей фантазии Голливуда недостаточно для того, чтобы придумать образ американского разведчика. Нет его, понимаете, даже в кино, даже в романах нет американского разведчика. Невозможно такое существо придумать. У нас есть Штирлиц, у британцев есть Джеймс Бонд, у кого-то есть еще кто-то. А вот у американцев нет такого. Они просто не представляют, что такое разведчик. Нет у них этого. И вот два кретина, два американских майора написали полную чепуху, не представляя совершенно ничего о Красной Армии. И вот бы Красной Звезде сказать, как глупа американская разведка, как глубоко она заблуждалась. Но нет. Комментарий Красной Звезды таков. Вот эти люди после войны занимали генеральские должности. Это высокие профессионалы. То есть все, что они говорят, это чистая правда. В любой стране, в любой нормальной стране, вот такая клеветническая газетка была бы немедленно прикрыта. А заодно вот этот самый Виктор Мальков, который работает на американскую разведку, и по ее заданию привез этот мерзостный документ в Москву, его бы из Академии наук выгнали. А если нет, то собрались бы многомиллионные демонстрации и требовали бы прикрыть всю эту лавочку, всю эту Академию наук, если в ее рядах находятся мерзавцы, подобные Виктору Малькову. В любой стране министр обороны, который приказал публиковать такую гадость на свою армию, этот министр обороны давно бы сидел в тюрьме. А у нас никто его не тронул. Все наши так называемые патриоты никак, никто из них не возразил. Всем им очень приятно, когда наших генералов, когда наших солдат обзывают небоеспособными, глупыми, бездарными, когда нашего русского солдата обзывают неспособным ни на что, несообразительным и ненаходчивым, когда нашу технику втаптывают в грязь. Так вот, нашего министра обороны никто за такие публикации не тронул, никто его не упрекнул, раз ты публикуешь гадость на свой народ, на свою армию, вот тебе целый флот мерседесов, вот тебе дачи, вот тебе вилы, вот тебе огромные состояния. И тут же КГБ бросилось на защиту министра обороны России. Вот на страницах красной звезды выступает генерал-лейтенант КГБ Кирпиченко. Он сообщает, что красную звезду он ужасно любит. В отличие от других газет, красная звезда публикует, по его словам, патриотическую информацию, которая дается в интересах государства, в интересах армии. Стоп! Гражданин генерал, когда вас обзывают неполноценным, вас лично и всю вашу братью, и вашу армию, и всех ветеранов, весь наш народ обзывают неполноценным, вы считаете, что это в интересах государства и армии? Странный вы, товарищи, гражданин генерал. Или вот чекистский журнал «Шпион» выступает некто Крахмаль и клеймит меня. И он мне рассказывает, что красная армия ни на что была не способна, и народ у нас бездарный, и задает ехидный вопрос, читал ли я документ американской разведки в нашей красной звезде. Да, читал, гражданин Крахмаль. Читал я этот документ. Так вот, повторяю, в любой стране такую газету немедленно прикрыли бы. В любой стране офицеры армии выступили бы против этой газеты. Корреспондентов этой газеты ловили бы по стране, как бешеных собак. А у нас красная звезда – это самый главный орган, который воспитывает в нас патриотизм. Невероятное, чудовищное исключение. Как только заходит речь про 22 июня, мы начинаем сами лить на себя грязь. Мы сами себя обзываем неполноценными. Мы собираем грязь по всяким Вашингтонам, свозим в Москву и публикуем здесь. А потом западные эксперты уже ссылаются на красную звезду. Вот красная звезда обзывает русский народ неполноценным. Вот это опубликовано в красной звезде 19 июня 1993 года. В остальных газетах то же самое. С этим нерушимым правилом и единственным, но чудовищным исключением из него я познакомился, вернее столкнулся, четыре десятка лет тому назад. Был я тогда курсантом 2-го курса Киевского высшего общевойскового командного дважды краснознаменного училища имени Фронзе, 2-й взвод 4-й роты 1-го батальона. Семинар. Июнь 1941 года. Встают мои друзья, четко, точно, уверенно докладывают. Сталин кретин, Сталин трус. Своей разведке не верил, а Гитлеру поверил. Армия обезглавлена, солдат у нас необученный, самолеты гробы, танки устаревшие и все в том же роде. И я встаю. Ну вот, дернул же меня, решил отличиться. Встаю и говорю, да что там июнь 1941 года. Вот и в сентябре у нас то же самое. Вот тут прямо под Киевом грандиознейшее окружение войск Красной Армии. Первая танковая группа форсировала Днепр в районе Кременчуга и ударила на Лохвицу. А вторая германская танковая группа из района Орши тоже ударила через Канатоп и на ту же самую Лохвицу. И там они соединились. И вот в окружении попали грандиозное количество войск. Только пленных они взяли более 600 тысяч бойцов и командиров Красной Армии. Все познается, говорю, в сравнении. В Сталинграде мы взяли 91 тысячу, а тут более 600. Не знаю сколько точно, но вот более 600 тысяч. Не говоря о тех, которые были убиты, не говоря о тех, которые разбежались, спрятались, вышли через окружение и так далее. Вот только пленных одних более полумиллиона. Не говоря уже о танках, пушках, тысячах тонн боеприпасов. Вот какие вещи тут происходили. Преподаватель истории военного искусства, подполковник Манушкин, как-то осекся, остановился, смутился, перевел тему разговора опять на те же рельсы, вернулись к 41 году, к июню, а сентябрь обсуждать не стали. И как-то весь взвод смог, мне показалось, что все смутились, да и я сам смутился, вроде бы неприличный жест или звук я допустил в приличном очень обществе. А потом семинар завершился, потом обед, а после обеда чистка оружия и много там еще всего. Свободного времени у нас не было, а к вечеру меня вызывают в штаб. Черная, дермантином обитая дверь. Стучусь, захожу. Там сидит майор Шмелев, особый отдел. И он мне так ласково садись, мол, как жизни, и как учеба идет о том, о сём, об этом, и куда-то клонит, а я никак не пойму куда. И чего это меня сюда в особый отдел вызвали, к майору Шмелеву. А он мне ласково так об этом, об том, и опять снова об этом же, да не пойму я, что, черт побери, о чем речь идет, в чем я виноват, в чем я провинился, и куда он клонит. А он, вдруг сообразив, что такой подход неэффективен, приглашает меня в другую комнату. И вот никогда я не думал, что есть такие комнаты у нас в Киевском высшем общевойсковом командном, дважды краснознаменном училище имени Фронзе. В той комнате нет никаких окон. И он меня приглашает сесть на табуретку, привинченную к полу. Ну, сажусь. И тут он резко меняет тон. Руки на стол, сучара! Ну, кладу руки на стол, чего там? Ладони вверх, вверх ладони, сучара! Кладу ладони вверх, черт, поворачиваю. И начинается форменный допрос. Но я-то тоже уже ученый. Меня-то тоже учили, как вести себя на допросе. Я не знаю, в чем я виноват. Я не знаю этого. Но знаю, как вести себя на допросе. Нужно все свое тело переполнить усталостью. Не показывать ему, что вот у меня глаза слепаются. Не показывать ему, что вот челюсть у меня отвисает и отваливается. Не показывать ему, что руки плитми у меня валятся. Но чувствовать самому это. Такую тяжелую, тяжелую, давящую усталость. Когда эта усталость с тобой полностью овладевает, вопросы тебя не бесят, не возмущают. Они откуда-то издалека прикатываются как-то, вот как эхо, и глохнут где-то вдали. И как-то так односложно ему отвечаешь «да», «нет». А потом вспоминаю, что и «да», «нет» тоже ведь не надо говорить. Лучше всего эдак неопределенно. Эх, эх, нах, ха-ха, мх. Потому как «да» и «нет» тоже может использовано быть против тебя. И вот я ему хмыкаю. А он почувствовал, что и этот его подход не дает никакого эффекта, задает вопрос прямо. Какие радиостанции вражеские я слушаю? Тут я ему отвечаю. Товарищ майор, никаких радиостанций вражеских я не слушаю. Потому как у нас запрещено иметь что-нибудь такое, что бы позволяло слушать вражеские радиостанции. В личном пользовании я имею в виду. Боевые-то, пожалуйста, там. Там станции перехвата такие, дай бог. Так вот, говорю, не слушаю я вражеских радиостанций. Хорошо. С кем связи имеешь? Да просто начинает разворачиваться в том направлении, мол, давай, связи, явки, пароли. Ну, а, не пойму опять, куда клонит чертяка. В общем, дошли мы до того, что он мне предъявил такое обвинение. Ты связан с врагами, и тебе враги дают вражескую, антисоветскую информацию. Где ты, сучара, слыхал про окружение в районе Киева и про 600 тысяч пленных советских бойцов и командиров. Тут я ему говорю, товарищ майор, не велите казнить, велите миловать. Есть у нас в училище секретная библиотека, а есть обыкновенная. Так вот, в обыкновенной нашей библиотеке есть книга, автор Литлгард. Книга называется «Стратегия непрямых действий». Издательство иностранной литературы. Москва, 1957 год. Страница 344, 25 строка сверху. Он мне, ясное дело, не поверил. Приказал оставаться на месте, сам вышел. Видимо, поднял дежурный взвод, дежурную машину. Зазвонили телефоны, забегали люди. Дежурная машина понеслась искать библиотекаря. Тот приехал, а уже поздно. Библиотеку вскрыли. Майор Шмелев нашел ту книгу, нашел 344-ю страницу, отсчитал 25-ю строку сверху и прочитал. Да, действительно, в районе Киева немцы захватили более 600 тысяч советских бойцов и командиров. Вернулся он оттуда, сказал, ладно, чтобы такого больше никогда не было. Пошел вон отсюда, все, выгнал меня. А я думаю, черт побери, что же это такое? Про июнь 41-го года мы не просто можем, мы должны, мы обязаны рассказывать всякие гадости. Но вот случилось поражение через два месяца в сентябре 41-го года, и если я об этом расскажу, то это будет антисоветчиной. Две недели я в ту библиотеку не ходил, потом пришел туда, решил удостовериться. Так вот книги той нет на полке, нет ее. А уже к выпуску я вдруг эту книгу обнаружил. Беру ее с полки, листаю, так той странички там нет. Вырвали ту страничку. Был у нас в нашей истории такой период после Сталина, когда начали публиковать книги иностранных авторов. И от того, что это издательство иностранной литературы, военная цензура не досмотрела. И вот такая информация проскользнула. И вот с такой информацией уже в начале 60-х годов особые отделы КГБ боролись решительно, настойчиво, героически. А передо мной новая проблема. Черт побери, ну почему вот про июнь можно, а про наши поражения августа-сентября 41-го года нельзя рассказывать. Что же это такое? Прошло несколько лет, и был я уже слушателем некой секретной, совершенно секретной военной академии. Вопрос этот меня все время мучил. Почему так? Почему вот, ну нельзя говорить про поражение, допустим, мая 1942-го года? Открывайте наши официальные учебники, наши шеститомники, двенадцатитомники. Что в то время, подчеркиваю, сейчас-то много информации, а вот в то время, в Советском Союзе, что нам было известно об окружении советских войск под Харьковым? Что было известно о поражении Жукова в конце 42-го года в районе Ржева? Что об этом мы знали? Да ничего не знали. В наших учебниках ничего об этом не говорилось. И вот я, уже ученый, вопросов дурных не задаю, но сам все время думаю, сам все время ищу ответ на вопрос, почему про 41-й год, про июнь, можно говорить, а про все другие поражения говорить нельзя. Вот, допустим, в 38-м году на Хасане Красная Армия потерпела жестокое поражение. Взяли те две сопки в конце концов, но столько там наложили людей, положили в могилы, в болото. Представить просто трудно. Но наше поражение в районе Хасана представляли всегда в качестве победы. Вот почему же все-таки есть только июнь 41-го года, про который мы можем говорить. Так вот, проходят годы, и я слушатель военной академии, совершенно секретной. И нам рекомендуют посещать суды, где разбираются дела, самые страшные. Зачем? Да за тем, чтобы наблюдать, изучать психологию настоящего преступления. Вот преступник, почему он пошел на такое преступление, и как он старается вывернуться. А еще нужно наблюдать и изучать психологию нападения, так сказать. Вот прокурор пытается расколоть, пытается проникнуть в тайну преступления и уличить преступника. И вот эта психологическая битва. Это страшно интересно. Судов в Москве много, дел страшных было очень и очень много. И вот я сижу и слушаю дело, и вдруг я понимаю, что же произошло в 41-м году, и почему наши руководители так выпячивают поражение 41-го года. Слушаю дело об убийстве. Встает дядя, расписанный синими картинками, и он начинает рассказывать о том, что топор у него был ржавый, ни на что он не способен, и мускулы у него атрофированы, а мозг его не работает в этом направлении, и вообще он с детства дурачок, не способен он на такие комбинации. Вот оно, понял я. В преступном мире существует даже особое выражение «косить на психа», то есть корчит из себя дурака. Кто же корчит из себя дурака? Корчит из себя дурака только преступник, который своей дуростью, якобы дуростью, пытается скрыть преступление. Я глуп, я ни на что не способен. Вот именно так ведут себя наши вожди. Именно поэтому министр обороны России выискивает всякую гадость в глупейшей американской разведке и публикует в Центральной военной газете мерзость, настоящий поклеб против своей собственной армии, против своего собственного народа. И журналисты, которые вовлечены в это мерзкое дело, и Академия наук, которая является связующим звеном между глупейшей американской разведкой и министром обороны России, все они получают свою долю хорошего душистого хлеба с хорошим маслом и с икрой. Им нужно доказать, что Красная Армия ни на что не способна. Почему им это надо доказать? Показной, напускной глупостью они пытаются скрыть преступление 41-го года. А главная собака вот где зарыта. Министр обороны приказал публиковать гадость в Красной Звезде. Этот самый человек иногда объявляет, что в каком-то смысле он является как бы героем Советского Союза. И он цепляет на себя золотую звезду и носит ее. Что же получается, граждане? Герой Советского Союза, на мой взгляд, это тот, кто не побоялся выступить за Советский Союз. А этот герой оказался трусом, предателем и перебежчиком. Он принимал присягу и торжественно клялся до последнего дыхания хранить верность своему советскому народу и своему советскому правительству. Клятвы своей он не сдержал. За советский народ и советское правительство кровь решил не проливать. Без единого выстрела сдался и перебежал на сторону победителей, нарушив присягу. Впрочем, он не один такой. Весь советский народ оказался предателем. Все наши мужики принимали присягу и не до пенсии, а до последнего дыхания клялись. Но за ту паскудную власть не вышел сражаться никто. А ведь это удивительно. Чтобы выйти из состава Советского Союза, летчики улетали на сверхзвуковых самолетах, рискуя жизнью. Кое-кто и погибал. Матросы бросались в акульное море и плыли, и тоже кого-то акулы сжирали. Рисковали люди жизнью. Дипломаты, шпионы самого высокого ранга и самого низкого ранга при первой возможности разбегались. Люди ломали свою жизнь, свою судьбу, себе и всем своим близким. А вот за то, чтобы остаться в составе Советского Союза, никто своей жизнью рисковать не стал. Никто, включая так называемых маршалов Советского Союза, героев Советского Союза, народных артистов Советского Союза. Само советское правительство изменило Советскому правительству. Вот, например, маршал Советского Союза Язов был членом правительства, но, поджав хвост, перебежал на сторону победителей без единого выстрела. Итак, все мы оказались изменниками, все изменили советской власти, все изменили воинской присяге. А кто-то должен был быть первым, кто-то должен был быть ледоколом, который своим носом пробивает народу выход из тупика. Я горжусь тем, что был в числе первых. Я горжусь тем, что Россия пошла следом за мной. Я вышел из состава Варшавского договора, из социалистического Содружества и состава Советского Союза. Я ледоколом впереди, а Россия вслед за мной моим путем. И Украина, и Белоруссия, и все остальные. Я горжусь тем, что и полковник Ельцин, и подполковник Путин, как и весь советский народ, двинулись по пробитому мною коридору во льда. Господа паны, товарищи и братцы, перед каждым из нас выбор. Или мы признаем, что это был преступный режим мерзавцев, его надо было менять. А если был он нормальным, с отдельными недостатками, то его надо было защищать. И если мы признаем, что это был нормальный режим, значит весь наш народ надо будет считать народом предателем. Мне говорят, хорошо новому поколению. Вот сейчас подрастает новое поколение, которое не присягало на верность советскому народу и советскому правительству. Следовательно, они не предатели. Согласен. Однако и новое поколение, и следующее за ним, и все остальные поколения должны будут делать выбор. Или считать эту власть преступной, считать правильным поведение, когда люди идут наперекор этой власти и ломают ее. Или же они должны признать себя сучьими детьми, сучьими внуками. В октябре 1996 года в Болгарии вышел едокол. Издатели меня пригласили в Софию, а там как раз находился начальник генерального штаба России с официальным визитом. И вот болгарское телевидение столкнуло меня с ним. Он меня обзывал всякими нехорошими словами, а я ему задал вопрос. Говорю, гражданин генерал, а вот лично вы что сделали для развала Советского Союза? «Ух, как он взвелся, да я, да мы, да честь офицерская, да родина и присяга!» Я его успокоил, все понял, товарищ генерал, пожалуйста, пожалуйста, не беспокойтесь, не волнуйтесь. У меня тогда второй вопрос. Для развала Советского Союза вы лично не сделали ничего, понял? А для спасения Советского Союза что вы, гражданин генерал, сделали? Вот тут он и умолк. А я ему тогда говорю, вы, гражданин генерал, тюльпан, цветочек такой, цветочек в проруби, вы болтались ни туда, ни сюда, вы ждали, кто возьмет вверх, чтобы перебежать на сторону победителя, вы изменник и перебежчик, гражданин генерал. Вся Болгария это слышала, а наутро все центральные газеты это опубликовали. И начальника генерального штаба России тут же сняли с должности. Я, конечно, прошу прощения у него, я этого не хотел, но, гражданин генерал, вы сами нарвались. Какой мерой меряешь, такой и тебе будет отмерено. Летел гражданин генерал в Болгарию президентским самолетом, под фанфары и почетный караул, а возвращался пенсионерам туристическим классом. Жалко мне от того, что после того, господа генералы и маршалы со мной не спорят, а спорить есть о чем. Вы, господа, генералы, адмиралы и маршалы, довели страну до банкротства. Вы производили танки, танки, танки. Страна имела больше танков, чем все остальные страны вместе взятые. Больше атомных подводных лодок, чем все остальные страны вместе взятые. Советская страна имела больше воздушно-десантных дивизий, чем все остальные страны мира вместе взятые. А в это время народ вымирал. Свою политику вы защищали присказкой, лишь бы не было войны. Пусть вымирает народ, но лишь бы войны не было. Вот мы танков наготовим, а с народом черт с ним, с этим народом. А я вас поймал на слове. А я вам сказал, что ваша присказка фальшивка. Вы сами развязали Вторую мировую войну. А теперь вы пугаете народ новыми агрессиями. Вы, граждане генералы, обязаны защищать свою точку зрения. Вы разорили страну и выходите на бой. Так вот, ни один генерал, ни один маршал, ни один адмирал после того случая в Болгарии больше под телекамеры выйти не рискнул. Вместо этого все наши высшие военные руководители бахвалятся своим нейтралитетом. Нам плевать на Россию, мы люди нейтральные. А я не верю. Где этот хваленый нейтралитет? Я привел всего лишь один небольшой пример, один из множества. Министр обороны России в центральном органе Министерства обороны публикует мерзкую клевету на свой народ, на свою армию, на русского солдата, на наших генералов, на наших полководцах. Вот в данном случае объясните мне, пожалуйста, в чем же собственно выражается нейтралитет Министерства обороны в отношении своей собственной страны? Где вы видите этот нейтралитет? Да это же самая наглая, подлая, мерзкая, вражеская, подрывная работа. Эти мерзавцы, враги армии и народа, подрывают могущество собственной страны в угоду своим заморским хозяевам. Что же получается, граждане? Стоит мне сказать, что мы не самые глупые в мире, как широкие народные массы, вооружившись молотами и серпами, бросаются на меня, как на самого главного врага. А министр обороны с подачи безграмотной американской разведки, открыто не стесняясь, ведет подрывную работу против своей армии против своего народа. И никто не возмущается, и никто ему не возражает. А после этого мы еще и удивляемся, отчего же нас во всем мире дурачками считают. Вышел недавно список ста выдающихся полководцев всех времен и народов. И в том списке какие-то никому не ведомые американские подполковники, победившие в никому не ведомых войнах. Но нет в том списке маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского, который в 1945 году совершил то, чего никогда не удавалось совершить никому, ни до него, ни после. Нет в том списке ни Рокоссовского, ни Черняховского. Нет там выдающегося советского полководца маршала Советского Союза Говорова. А у маршала Советского Союза сын. И поднялся он очень высоко. Четыре генеральских звезды генерал армии. Я понимаю, гражданин генерал, что вам никто не позволит выступить за честь своей Родины, за честь своей армии, своего народа, за честь своего родного отца. Ну так сохраняйте же нейтралитет. Но нет. Этот самый генерал армии, сын маршала Советского Союза Говорова, в этой паршивой красной звезде публикует свои статьи, тем самым показывая, что вся клевета на высший командный состав Красной Армии, в том числе и на его выдающегося отца, его никак не беспокоит. Он полностью солидарен с Красной Звездой. Или вот генерал армии Вареников. Ваш отец, гражданин генерал, тоже был генералом. И вот вы публикуете свои статьи в этой самой красной звезде. Тем самым вы признаете, что вас никак не трогает вот эта мерзкая клевета, на которую способна американская разведка и центральный орган Министерства Обороны. Вы полностью солидарны с красной звездой. Маршал Советского Союза Кульков Виктор Георгиевич вступил в войну 22 июня 1941 года в составе 41-й танковой дивизии. Гражданин маршал, всех наших командиров, весь офицерский состав и вас в том числе обзывают неполноценным. Так сохраняйте же нейтралитет. Не надо вам публиковать ваших статей в этой газете. Воздержитесь. Граждане генералы, граждане маршалы, постарайтесь подавить страх в ваших грешных душах. Ведь это наша великая, любимая и прекрасная Родина. Льзя ли, граждане генералы, так к Родине относиться? Это ваша мать. Граждане генералы, мать вашу так ли надлежит защищать? Я ору на весь мир, что не дурнее мы других, а вы сплетни распускаете, а вы сами себя, своих отцов и весь наш народ обзываете самыми мерзкими словами. Чем же объяснить ваше паскудство и кто из нас предатель? В 1941 году случилась самая страшная, самая жуткая, самая чудовищная военная катастрофа в истории человечества. В этой катастрофе надо было найти объяснение, и наши вожди объяснение нашли. Нам объясняли, что народ у нас ни на что не способен, народ у нас неполноценный. Это объяснение всем пришлось по душе. Францию разгромили за один месяц. Так вот, французы об этом вспоминать не любят. Они любят вспоминать о том, что русский солдат самый глупый, что у нас самые плохие генералы. А Британию в том же месяце вышибли с континента. Британию спас только широкий противотанковый ров, и вырыт он был не британцами, а природой. Называется он Ла-Манш. Не будь его, расшибли бы и Британию за один месяц. И Германии в конце концов врага обломали. Вспоминают немцы те поражения. Но всегда, везде, в любом фильме, в любой книге они представлены людьми умными. А наш солдат дошел до Будапешта, Праги, Берлина, Кёнигсберга, Порт-Артура, и все, весь мир смеется над ним. Нашему народу 50 лет вбивали в голову, и наш народ приучился хрюкать. И тут появляюсь я, весь в белом. Нет, говорю, господа товарищи, есть другое объяснение катастрофы 1941 года. У нас умный, талантливый, трудолюбивый, храбрый народ. Но над нами стояла шайка мерзавцев. Они истребили десятки миллионов в своей стране и готовились совершить то же самое в соседних странах. Преступление сорвалось, и все пошло не по сценариям Москвы. Страна готовилась к войне, как никто никогда не готовился. Но к оборонительной войне Красная Армия, весь советский народ, и Сталинсад, они к оборонительной войне не готовились. Преступный режим, дабы скрыть свое преступление, косит на психа. Я настаиваю на этом выражении. Другого выражения тут не подобрать. И нас всех объявляют кретинами. То есть не только глупенький у нас Сталин, и Молотов, и все вокруг, но и весь народ у нас глупенький. Над нами смеется весь мир, а мы громче всех. Над нашими отцами смеются, над дедами, и будут смеяться над нашими потомками. Мы снова подошли к выбору. Каждый сам, сам для себя, не для кого-то, обязан сделать совершенно четкий выбор. Или давайте считать себя идиотами. Или давайте признаем, что нами правили уголовные преступники, которые свои преступления пытаются объяснить нашей всенародной неспособностью, нашей физической и умственной неполноценностью. Меня можете считать кем угодно, но я не позволю никому обзывать моего деда, моего отца дебилами. Я не позволю смеяться ни над своими детьми, ни над грядущими детьми их детей. Своего выбора никому не навязываю. Вы люди взрослые, грамотные, толковые, талантливые. Решайте сами, господа. Делайте свой выбор. А я свой выбор сделал давно и решительно.